Проект СВИД «Сказки для взрослых и детей» представляет Сборник рассказов «Зона. Жестокость и гуманизм» Источник «Сталкер Бук» Читает Олег Шубин Аннотация Зона — проклятый клочок земли Место, где на каждом шагу подстерегает опасность Здесь, за периметром, проявляется истинная сущность каждого, кто ступил на эту радиоактивную землю Но даже в кромешной тьме всегда можно отыскать луч света Сборник рассказов от «Сталкер Бук» «Зона. Жестокость и гуманизм» Поведает читателям истории о добре и зле Алчности и справедливости Кровожадности и самопожертвовании Василий Скородумов Парковая зона «Ну и где?» — спрашивается «Долго нам еще ждать?» — недовольно пробурчал Сеня и запустил камнем в мирно сидящую на еловой ветке ворону Снаряд пролетел несколькими метрами левее цели, а возмущенная птица разразилась гневной каркающей тирадой Не дожидаясь, пока человек бросит следующий камень, она вспорхнула крыльями и поспешила убраться Во своей оси «Да ладно тебе! Всего на шесть минут опаздывает! Мало ли что! Разные могут быть обстоятельства!» «Ростик прав! Терпение, мой друг!» — сказал Леха «А вот камнями ты бы не разбрасывался! Еще привлечешь кого-нибудь! Ты же помнишь, что нам рассказывали об этом парке?» «Да помню, помню!» — нахмурился Сеня «Только признавайтесь, вы же тоже допускаете вероятность того, что он просто взял наши деньги и слинял!» «Да, все возможно, но нам его рекомендовали как лучшего из лучших и не абы кто, а хозяин трех толстяков, это уже не хухры-мухры!» «Уж поверь, сталкеры дорожат репутацией, ее за деньги не купишь, так что вряд ли... как его там... гор, да?» «Да, точно, гор! В общем, вряд ли он бы стал кидать нас, тем более ради такой наверняка незначительной для него суммы!» «Оптимисты!» — Сеня театрально закатил глаза и махнул над друзей рукой. Сев на оградку, достал из кармана зубочистку и стал ковырять острием забившийся под ногти мусор. Парни затихли в ожидании. Вскоре молчавший до сих пор Темыч подал голос. «А вот и наш опоздун! Наконец-то!» И действительно, со стороны Светлановского проспекта, смоля папироску, неторопливо шел гор. Завидев своих клиентов, сталкер помахал им рукой. Ответным жестом его удостоил только Ростик. Поравнявшись, наконец, с парнями, самому старшему из которых было на вид лет двадцать пять, гор поприветствовал их кивком головы. «Я извиняюсь за свое опоздание. Возникли некоторые сложности. Прошу, что называется, понять и простить. Это зона, и, собственно, этим все сказано», — развел руками сталкер и выдавил из себя неуклюжую улыбку. «Итак, для начала, думаю, нам следует познакомиться. Меня зовут Гор. А вас, господа?» «Алексей. Можно просто Леха?» — представился коренастый голубоглазый блондин. «Это Арсений. Он же Сеня». Рыжий детина под два метра, не отрываясь от разглядывания ногтей, лишь коротко кивнул. «Артем. Он же Темыч». Молодой человек поднял руку, и Гор только сейчас заметил еще одну особенность. Помимо того, что у парня не было ни волос, ни бровей, на каждой из его ладоней не хватало по одному пальцу. «Ну и Ростислав. Он же Ростик». При упоминании последнего Гор едва сдержал нахлынувший на него приступ смеха. Впрочем, обладателя имени, карлика ростом метр двадцать три, это нисколько не обидело. «Да, родители у меня те еще юмористы», — сказал он. «Но в этом ведь есть своя изюминка, да?» «Что верно, то верно», — ответил Сталкер. «Что ж, если я правильно понял, мне нужно сопроводить вас вглубь Сосновки, дабы вы разжились там артефактами, после чего живыми и, по возможности невредимыми, вывести оттуда». «Все так», — согласился Леха. «Одну минуточку», — скачал Сеня. «Что значит «по возможности»?» «То и значит», — спокойно произнес Гор. «Вашей жизни, равно как и ваша целостность, целиком и полностью зависят от вас самих. Сразу запомните и выгравируйте у себя в подкорке мозга два слова — «беспрекословное подчинение». Если вы слушаете и делаете то, что я говорю, моментально выполняете все мои приказы, какими бы странными или нелепыми они вам не казались, то в таком случае велик шанс пройти маршрут с наименьшими потерями и с приличным хабаром. В противном случае этот парк может стать вашей могилой». Сталкер скомкал в кулаке скуренную папиросу, щелчком отправил ее в свободный полет и достал из нагрудного кармана портсигар. «Будете?» «Ну, на нет и сюда нет. Было бы предложено». Гор закурил, почесал подушечками пальцев трехдневную щетину и обвел взглядом четырех парней. «Лица у вас больно кислые». «Что, думали, отправляетесь на увеселительную прогулку? Здесь вам не Диснейленд вообще-то. Это питерская зона, мать ее ети. Я думал, вы знали, куда шли». «Так-то оно так», — поникшим голосом сказал Ростик. «Просто как-то вы все так описали. Не радужно?» «Да». «Ну а вы как хотели? Если нужны единороги, какающие бабочками и ежесними, то вы нехило так ошиблись адресом». «Впрочем, это дело такое. Есть еще время отказаться. Либо же яйца в кулак и вперед. Но ни в коем случае не забывайте два заветных слова. Беспрекословное подчинение. Если же вас такой расклад не устраивает, или вы попросту струсили, не беда, осуждать я вас не стану. И даже пойму, мы разойдемся и больше никогда, возможно, не встретимся. Только аванс я в таком случае не верну». «С какого перепугу? Это еще что за шутки, дядя?» Опять распетушился Сеня. «Что вы? Никаких шуток. Каковы правила. И не я их придумал. Вас что, не предупредили? Ну, пардоньте, не мой косяк. Харон должен был вам про это сказать. Да вы и сами понимать все должны. Я же потратил время, ресурсы на подготовку к этому рейду. Предоплата на то и предоплата. Оно так и за пределами зоны работает. Если заказчик в назначенный день отказывается от товара или услуги, предоплата не возвращается. Такие вот пирожочки, господа. Так что, в сосновку или по домам? Парни насупились, встали кругом и принялись перешептываться. Гор с ответом не торопил. Понимал, что решение, которое им предстоит принять, в любом случае будет нелегким. За четыре года в зоне он повидал многих, как совсем зеленых, так и более опытных искателей приключений. И нередко случалось, что те в последний момент давали заднюю, не решаясь пойти на риск. После первых таких случаев и придумали подушку безопасности в виде сохранения аванса за проводником, чтобы тот не оставался в накладе. Да и Харон, хозяин трех толстяков, имел процент с гонорара каждого сталкера, которого рекомендовал. Парк Сосновка давно привлекал охотников за артефактами и просто любителей острых ощущений. В этом рассаднике аномалии всегда можно было, как любили говорить сталкеры, поднять бабла. Разумеется, при условии, что удастся выйти оттуда живым и относительно невредимым. Везло далеко не всем. Здесь окончился жизненный путь ни одного десятка смельчаков. — Гор, — позвал Леха. — Да-да, мы согласны на ваши условия. — Что ж, чудно. Тогда, прежде чем выдвигаться в путь, хочу обговорить еще пару деталей. — Прошу не пугаться и за оружие не браться, если я не скажу. Увидев в глазах новичков понимание, Гор сунул два пальца в рот и звучно свистнул. Из забывшего газетного киоска вышел псевдопес и трусцой направился к людям. Увидев мутанта, парни попетились и потянулись к автоматам, но сталкер крикнул. — Отставить! Отставить, я сказал! Он со мной! — Вы прикалываетесь, что ли? — заикаясь, спросил Темыч. — Спокойно, салаги! Оно бездоброе и никого не обидит. В этот момент псевдопес подошел к гору, ткнулся там в бедро своей облезшей мордой, сел и стал спокойно разглядывать квартет новых для него людей. Сталкер ласково потрепал зверя по холке. — Вы на внешность не смотрите. — Да, не красавец. Но спутника, вернее, не найти. Лучше многих людей будет, между прочим. Ага. И в битве на выручку придет, и аномалию учует, и артефакт поможет найти. Он пойдет с нами. Это еще одно мое условие. Не согласны? Значит, расходимся. — И что, до этого все соглашались? — поинтересовался Ростик с опасением и одновременно с любопытством, глядя на большого, мутировавшего дубермана. Правый глаз пса выглядел вполне здоровым, чего нельзя было сказать про левый, странного, бледно-фиолетового цвета и без зрачка. Оба его уха, из-за большого количества дырок в них, больше походили на обгоревшие треугольники сыра Мааздам. И без того короткая шерсть местами напрочь отсутствовала, особенно на боках и морде. — Конечно. Ведь, как я уже сказал, Анубис — незаменимый помощник в любой ходке. И я вам могу дать железобетонную гарантию, что он никого из вас не тронет. — Из-за моего приказа, конечно же, отдавать которые я бескрайне на ту нужды, разумеется, не намерен. — Гор, Анубис. Леха сплюнул себе под ноги. — У нас тут что, тур по Египту? А Осириса где забыли? Сталкер пожал плечами. — Ты не первый, кто обратил на это внимание. Мой начитанный друг. — Ну а какую кличку ты бы сам дал человеку, которого зовут Горяинов Егор Егорович, то бишь мне. Тут как бы без вариантов. — А что касается его, Гор указал на пса, — Ну посмотрите, вылитый же Анубис, только вот тело нечеловеческое. Доводы показались квартету убедительными, и парни молча согласились. — Так что, господа, будем мы дальше лясы точить, или все-таки уже примите решение? — Хорошо, мы согласны, — сказал Леха, которого Гор про себя отметил как главного в четверке. — А какое ваше второе условие? — О, это вам понравится больше. Сталкер снял с плеч рюкзак, поставил его на землю и, немного покопавшись, достал из него небольшой контейнер. — Я хочу, чтобы вы надели их на себя и не снимали до самого конца нашего путешествия. С этими словами Гор вытащил из контейнера бусы и раздал каждому из парней. Они сделаны из натурального янтаря и призваны отпугивать всякий гнус, который может встретиться на пути. Поверьте, укусы мышкары, обитающие в парке, хоть и не смертельны, но до ужаса неприятны. Чесаться будете, мама не горюй. И да, на эстетику наплюйте. Советую не заправлять их под одежду и держать снаружи для максимального эффекта. На сей раз Леха, Сеня, Темыч и Ростик спорить не стали и украсили свои шеи и бусами. Гор также надел на себя украшения и убрал контейнер обратно в рюкзак. — Знаете, что относиться я к вам буду как к малым несмышленным детям, которые зону никогда не видели и автомат вообще первый раз в руках держат. Попусту говоря, как к имбецилам. Без обид. Помните, что ваши жизни в первую очередь зависят от вас самих. Будете слушаться дядю Гора, все будет в ажуре. Я говорю, бежать, вы бежите. Говорю, стоять, стоите. Стрелять, стреляете. И так далее. Ни на секунду не забывайте два главных слова. Да, 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 беспрекословные подчинения. Помним. Вот и умнички. Проверьте свое снаряжение и впуть дорогу. Автоматы держите на готове, но с предохранителя не снимайте, пока я не скажу. Пойдем цепочкой, не разбредаться. Захотите сделать шаг вправо-влево, поссать, посрать, поблевать? Спросите сначала меня. Ну, по коням. Первым, если не считать, Анубиса, трусящего в паре шагов впереди, шел Гор. Следом Леха, Ростик и Темыч. Роль замыкающего выпала Сене. Парни старались идти след в след за своим проводником и внимать всему, что тот говорит и делает. Практически через каждые 20-30 шагов сталкер замирал, жестом показывая, что впереди дорогу пригождает аномалия, объясняя, как она называется и чем опасна, после чего менял траекторию движения. В первое время все проходило гладко и добыча не заставила себя долго ждать. Право собрать первый урожай досталось Лехе. После кивка гора, разрешившего забрать артефакт, он бережно и даже с трепетом поднял с земли черный камень и положил в заранее подготовленный для него контейнер под одобрительный гул товарищей. В этот момент Леха ощущал себя не совсем в своей тарелке, будто застуканный за каким-то непотребством. Впрочем, радость от первого в его жизни артефакта, притом встречающегося не так часто, отодвинула чувство неловкости на второй план. Сталкер сказал, что Харон с радостью выложит за черный камень кругленькую сумму. Вопрос, какой именно, занимал парня гораздо больше, чем свойства артефакта, о которых он не знал и которые его мало интересовали. Вскоре и другие члены группы смогли разжиться артефактами, уже не такими редкими, однако счастье на их лицах заметно прибавилось. Глядя на Леху, Сеню, Темыча и Ростика с улыбками, замечающими очередной трофей, Горн невольно вспомнил, как ходил в детстве с отцом и братом в лес собирать грибы. С тем же азартным и блеском в глазах они находили в траве белые и подосиновики, только обстановка была другая. Отвлекшись на воспоминания сталкер не сразу обратил внимание на Анубиса. Пес принял боевую стойку и утробно зарычал. Только тогда Горн заметил сползающих с деревьев псевдо-белок, вскоре окруживших их группу. Около сорока зверьков, хищно поблескивая серыми глазами бусинами и постукивая острыми резцами, постепенно сжимали кольцо. Внешне они мало чем отличались от обычных белок. Мутантов в них выдавали только безумный взгляд и всклокоченные грязные шерсти. «Быстро все ко мне! Встали кругом! Спинами в центр!» рявкнул сталкер, и парни незамедлительно выполнили приказ. «Автоматы на изготовку! Предохранители снять! Стрелять по моей команде!» Обычно Анубиса боялись даже мутанты больших, чем он сам размеров. Однажды от него убегала здоровенная псевдоплодь, визжа во всю глотку, которую он в конечном счете перегрыз. Но сейчас белки как будто его совсем не замечали. Видя это, Гор удивился и испугался. Таких смельчаков встречать ему еще не доводилось, поэтому он приготовился к тому, что схватка может окончиться не в пользу людей. Силы были слишком неравны. Никто не спешил нападать, понимая всю важность первой атаки и осторожничали. — Гор, что нам делать? Их слишком много, заскулил Темыч. — Отставить панику, вижу, что много. Главное, не стреляйте, пока я не скажу, иначе нам точно кобзда. — Мамочки, — еле слышно проблеял Ростик. Анубис продолжал рычать и скалить зубы, но бросаться в гущу врагов тоже не торопился. Гор прекрасно понимал, что мутанты так просто не уйдут, а напряжение ожидания могло затянуться надолго. Рано или поздно у кого-нибудь из его подопечных, может, даже у всех разом, сдадут нервы, и тогда меньше всего на свете ему хотелось становиться беличьим кормом. Тогда он решился на рискованный шаг. Достал из-под сумка гранату, выдернул чеку и бросил в самое большое скопление зверьков. Как и ожидалось, псевдобелки лишь немного расступились, чтобы никого не зашибло снарядом, и снова сомкнули ряды. Через несколько секунд раздался взрыв. Семь или восемь мутантов разнесло в клочья, еще нескольких посекло осколками, но никого из людей благодь не задело. Убедившись в этом, Горс командовал. Огонь! Стрек от автоматных очередей огласил Сосновку. Очень скоро застегнутые врасплох белки превратились в дырявые кровавые тушки. Те из них, кто чудом уцелел, напрочь забыли про храбрость и бросились на утек. За ними вдогонку ринулся проголодавшийся от напряжения Анубис. Фух, я было думал, что нам крышка, выдохнул Леха, садясь на корточке. И я, признался Сеня. Да, просто несказанно повезло, что все вышло так, как вышло, и мы отделались только испугом, сказал Гор. Передохните пару минут, замените рожки в автоматах и двинем дальше. Не стоит здесь надолго оставаться. Сталкер предложил своим подопечным выбор — продвигаться, как и раньше, в сравнительной близости от границ парка или уйти подальше вглубь, где было опаснее, велик шанс найти редкие и дорогие артефакты. Воспоминания о столкновении с белками еще не выветрились у парней из памяти, но, посовещавшись, они решили выбрать второй вариант. Как предсказуемо! Все, кого я приводил сюда, не соглашались довольствоваться малым. Впрочем, понять их можно. Ради добычи они в зону и приходят. Анубис еще не вернулся, и Гор решил выдвигаться без него, чему парни несказанно обрадовались. Несмотря на свою полезность, а также безобидность и лояльность по отношению к ним, новички в присутствии псевдопса чувствовали себя очень некомфортно. Они никак не могли избавиться от мысли, что стоит хоть немного расслабиться, доберман непременно набросится на них и загрызет. спустя спустя полчаса и полтора десятка оставленных позади аномалий, пятерка дошла до памятника летчикам. Фемориал представлял из себя жалкое зрелище. Пилон и две стеллы, сделанные из бетона, во многих местах раскрошились, и в них уже едва угадывался изначальный замысел скульптора. Бронзовый рельеф лица летчика, очевидно, под воздействием какой-то аномалии оплавился, став похожим фильмов-ужасов восьмидесятых годов. «У меня мурашки по коже от этого места», признался Ростик. «То есть разрушившийся памятник тебя пугает, а все остальное типа норм?» с издевкой спросил Сеня, однако его голос звучал уже не так самоуверенно, как раньше. «Представь себе, да». Гор еле слышно хмыкнул. Он и сам испытывал какое-то странное ощущение каждый раз, когда проходил мимо мемориала. При этом до конца было неясно, то ли так просто шалит подсознание, то ли здесь реально присутствовало нечто, что вызывало смесь тревоги, страха и необъятной тоски и заставляло внутри все сжиматься. «Пацаны, смотрите, там что-то лежит!» «Э, куда ты пошел?» Гор обернулся на голос и увидел, что Темыч, ни с того, ни с сего свернувший в сторону, направляется прямо в аномалию. «Назад, придурок! Вернись в строй!» — крикнул сталкер и бросился парню на перерез. Но было уже поздно. Дальнейшее происходило будто в замедленной съемке. Как только Темыч оказался прямо в центре аномалии, она распахнула свой зев. Молодой человек тут же провалился по пояс под землю, от неожиданности издав звук, похожий на смесь мычания и икоты. Гору ничего не оставалось, как стоять и смотреть, что произойдет дальше. Он знал, что парень уже обречен. В оцепенении находились и остальные участники похода. Темыч успел лишь бросить недоуменный взгляд на своих товарищей. В следующий момент аномалия захлопнулась и исчезла, отсекая таким образом половину туловища парня. Боль к нему пришла не сразу, равно как и осознание произошедшего. Широко раскрытыми глазами он уставился на то место, где у него должны были быть ноги. Из его глотки уже был готов сорваться крик, но подошедший сзади гур закрыл бедолаге рот ладонью. Вторую руку сталкер положил ему на затылок. Одно резкое движение, хруст позвонков, тело Темыча, вернее, то, что от него осталось, дернулось последний раз и мягко упало на траву. «Вы что сделали?» трогнувшим голосом спросил шокированный Леха. Проявил милосердие, избавил его от страданий. Он в любом случае был уже не жилец. Шокированная троица молчала, не в силах отвести взгляд от трупа товарища. Эту пространственную аномалию называют по-разному. Кто-то хлеборезкой, кто-то секатором. В действии вы ее прекрасно видели. Теперь нижняя часть туловища вашего лысого друга телепортировалась куда-нибудь на другой конец зоны. Или болтается на ветке дерева, кто знает. В любом случае, его уже было не спасти. Он бы истек кровью, прежде чем получил медпомощь. Да и вряд ли бы он захотел жить в таком виде. Только какого хрена он туда поперся? Я же ясно дал понять, что любое несанкционированное передвижение чревато последствиями. И вот, полюбуйтесь. Мы уже не узнаем, что на него нашло, сказал Ростик шмыгая носом. Казалось, еще немного, и он заплачет. И почему вы его не остановили? Видели же, что он куда-то почесал, дебилы? Несколько минут все безмолвствовали, тишину нарушал только шелест листьев на ветру, и периодически вдалеке раздавался еле различимый вой какого-то зверя или мутанта. А может Ростик вытер рукавом намокшие глаза. Может вернемся? Сдурел что ли? Сеня отвесил карлику под затыльник. Несильно, но ощутимо. Хочешь все бросить и удрать, поджав хвост? Мы десятой доли планируемого не собрали. То есть все это было напрасно, да? И Артем получается погиб напрасно. Так и знал, что не нужно было тебя с нами брать. Только и знаешь, что ныть. Парень все сильнее распалялся и ударил носком сапога Ростика по пятой точке. Еще мамочку свою позови давай. Пускай она тебе сиську даст успокоит своего малыша. Все, все, успокойся, вмешался Леха и на силу оттащил Сеньку на безопасное расстояние. Успокойся, я сказал. Посмотри на меня. Сеня, на меня. Мы не пойдем назад до тех пор, пока не набьем рюкзаки артефактами. Слышишь? Ростик, он просто ляпнул, не подумав. Так ведь? Карлик энергично закивал. Вот, так что дышим глубже и сохраняем спокойствие. А с Темочем что будем делать? Задал резонный вопрос, сменивший гнев на милость Сеня. До этого хранивший молчание и со стороны наблюдавший за развернувшейся перебранкой гор вклинился в разговор. Как что? Оставим его здесь, разумеется. или кто-то из вас потащит его бренные останки на своем горбу? Очень сомневаюсь. Или, может, вы хотите его похоронить? Только вряд ли у вас с собой есть лопаты, а автоматами вы могилу и до завтрашней ночи не выкопаете. К тому же его труп поможет задержать мутантов, которые могут последовать за нами. Поэтому давайте без дурацких вопросов. Я уже говорил и повторю еще раз, но последний. Вы в зоне, а не на курорте. Вы знали, куда шли, а если не знали, тем хуже для вас. Нянькаться я с вами не собираюсь. Хотите вернуться? Пожалуйста, пойдем сию же секунду. Хотите продолжить наши увлекательные путешествия? Мелости прошу, но тогда в случае чего пеняйте на себя, господа хорошие. Итак, как поступаем? Троица единогласно решила двигаться дальше. Они переложили артефакты, найденные Темычем себе в рюкзаки и забрали вещи, которые могли им пригодиться. Дав время проститься с товарищем, Гор повел их за собой. О своих догадках сталкер сообщать спутникам не стал. Он считал, что причиной, по которой Темыч ушел с маршрута, стала оплавившаяся стеклянная бутылка, принявшая причудливую форму. Издалека ее легко можно было запросто спутать с артефактом бабочка, что очевидно и произошло. В любом случае, это всего лишь одна из версий, хотя и самая правдоподобная, по мнению Гора. Вариант с захватом разума тоже имел право на существование, но телепатов в Сосновке никогда не водилось, да и непонятно было, почему воздействовали на одного только Темыча. Одни вопросы и ни одного ответа. Гору оставалось надеяться, что Леха, Саня и Ростик не отчебучат ничего подобного и все они выберутся из парка целыми и невредимыми. Еще его тревожил Анубис. Пес слишком долго не появлялся и у сталкера стала неприятная екать в груди. Очередной перекресток приготовил людям неприятный сюрприз. Дальше мы не пройдем, придется повернуть назад и выбрать другую дорогу. Объявил Гор. Что такое? Почему? Тут кругом аномалии, проще обойти, а главное безопаснее. Я ничего не вижу, сказал Леха. И я. Форм поддакнули Сеня и Ростик. Это потому, что у вас обычные глаза, а у меня специальные импланты, позволяющие видеть в десяти разных спектрах. Сталкер, посмотрев в озадаченные лица спутников, поначалу сохранял невозмутимость, но потом согнулся пополам и расхохотался. Опешившие поначалу парни вскоре засмеялись вместе с ним. Вот дурачьё! Что? Поверили? спросил Гор, вновь став серьезным. Если вы не видите аномалии, это не значит, что их нет, и что их не вижу я. Пробудите в зоне с моё и тоже научитесь. А пока вот, смотрите. Сталкер достал из нагрудного кармана жилета болт и кинул перед собой. Не долетев до земли нескольких сантиметров, железка взмыла вверх со скоростью пули и, казалось, затерялась где-то в верхних слоях атмосферы. По тому месту, куда угодил болт, пошла репь, охватившая через секунду пространство перед людьми в несколько десятков квадратных метров. «Да, вы правы, туда мы не пойдём», сказал впечатлённый увиденным Лёха. Гор похлопал его по плечу. «Омный мальчик». Тут, словно эта фраза сработала как призывающее заклинание, из-за деревьев вышел Анубис. Морда его была вся в крови, а с края рта свисал клок рыжей шерсти. Охота явно удалась на славу. Подойдя к сталкеру, пёс встал на задние «А ты, негодник, где шлялся? Признавайся», заинтересовался Гор, почёсывая своего питомца за ухом. Анубис отвёл глаза и обнажил жёлтые зубы. Так он показывал, что ему стыдно, но всё же не совсем. Парней возвращение пса не шибко обрадовало. Им было гораздо спокойнее без него. Несмотря на то, что мутант ничего плохого им не сделал и даже приносил пользу, они ощущали в нём угрозу и, как ни старались, избавиться от этого чувства не могли. Ведомые Анубисом люди двинулись дальше. Мутант за версту чувствовал аномалии, поэтому удавалось с лёгкостью обходить опасные участки пути. На удивление после стычки с белками другие твари как будто не осмеливались нападать на людей, наблюдая за ними лишь издалека. Вскоре группа Гора вышла к полю, на котором росли причудливые цветы, высотой в половину человеческого похожие на ромашки, только с длинными острыми шипами вместо лепестков. Земля была испещрена корнями. «Ох, ни хрен аж себе, как они разрослись!» воскликнул Гор, вскинув брови от удивления. «Хорошо, хоть их здесь не так много. Что ж, здесь, ребятки, нужно быть предельно внимательными. Вот эти шипастые растения называются смертострелами. Сами по себе безобидные, но если до них дотронуться или наступить на корни, они в два счета нашпигуют вас своими колючками. Станете похожи на дикобраза. Умереть, может, и не умрете, но приятного, поверьте, мало. Самому быть подушкой для булавок мне, к счастью, не доводилось, но описание ощущений во всех красках и деталях слышал из первых уст. В общем, ступайте крайне осторожно, и будет вам счастье. «За мной!» Миновать поле казалось сталкеру не такой уж сложной задачей, тем не менее он выверял каждый свой шаг. Ему совсем не хотелось проверять на себе или ком-то из подчиненных меткость смертострелов. Парни шли следом, стараясь наступать на то же место, что и их проводник. Так, не торопясь, они прошли весь опасный отрезок пути, оставив диковинные цветы позади. Неожиданно Леха, шедший последним, промычал что-то нечленораздельное и упал на землю. Из пробитой насквозь голени торчал шип длиной в полметра. «Ты на что-то наступил?» склонился над ним гор. «Нет, не знаю, я хзы вообще, срань господня, жесть, как больно! Не припомню, чтобы смертострелы атаковали просто так. Ну да какая уж теперь разница! Закуси рукав, сейчас я вытащу из тебя эту штуку!» Гор крепко обхватил основание шипа и с силой дернул. Леха, выпучив глаза, издал полный боли стон, на глазах выступили слезы. «Повезло, что смертострелы не ядовитые растения, а то бы к тебе песец пришел! Расслабься, жить будешь! Однако нам придется остаться на ночлег. Скоро стемнеет, и произойдет это раньше, чем мы выйдем отсюда. Да и, в принципе, передвигаться во мраке затея плохая». «Не нравится мне это», нахмурился Сеня. «Неужели не дойдем?» «Не дойдем. Знаешь, меня тоже не радует перспектива куковать здесь ночью с такими лоботрясами, как вы. Ну, что поделаешь?» «Конечно, чисто теоретически можно пристрелить его». Гор указал на Леху, который вмиг стал белее мело. «И тогда, да, до темноты мы сможем покинуть парк, но уже втроем». «Успокойся, приятель, я пошутил. Если не будете делать глупостей и удача будет на нашей стороне, я вас выведу. Давайте не будем терять время. Крипыш, помоги своему хромому другу добраться до той поляны, а ты, малыш, помоги мне собрать растопку для костра. Хватай все, что для этого подходит. Ветки, сухие листья, шишки, да побольше. Этот участок относительно безопасен, но все же будьте начеку». Как и обещал, гор стемнело довольно быстро. Температура воздуха также резко упала на несколько градусов. Троица уселась вокруг бойко потрескивающего костра. Талкер расположился чуть поодаль, прислонившись спиной к дереву. Всевдопес лег рядом с хозяином, положив голову на лапы. Идиллия, если не брать во внимание место, в котором они находились. «Итак, господа, расклад такой. Ложитесь спать, я остаюсь дежурить. Чуть только расцветет, выдвигаемся, и самое позднее, к полудню, выйдем из парка». «А как же вы? Вы не будете спать?» интересовался Ростик. «Не буду. Я человек стойкий, к невзгодам привычный. Могу, если надо, и трое суток не спать. Вот вам надо сил набраться, особенно хромоножки». «Сами вы хромоножка», надул губы Леха. «А где гарантии, что вы не слиняете и не оберете нас, а?» спросил Сеня. «Ну, если то, что вы еще живы, для вас не гарантия, то я тогда не знаю, чего тебе еще надо. Если бы я хотел вас кинуть, убить или еще что, давно бы уже это сделал. Так что давай обойдемся без глупых вопросов». «Я все равно вам не доверяю, так что спать тоже не буду». Гор пожал плечами, как бы говоря, «Да пожалуйста». Но уже через двадцать минут сталкер с улыбкой наблюдал, как парни отошли во власть Морфея, а Сеня так и вовсе захрапел. Неожиданно Анубис встал, подошел к спящему Лехе и улегся у того в ногах. «Ты чего это?» шепотом поинтересовался Гор. Саберман лишь на секунду поднял уши и выразительно посмотрел на хозяина, будто говоря «Все в порядке, не волнуйся, я просто тут полежу». «Я корем заделался». «Ну-ну». Ночь выдалась на удивление спокойной. Никто и ничто не мешало сну юных охотников с артефактами. Только один раз неподалеку послышалось какое-то шуршание, но даже Анубис на него никак не среагировал. Возможно, мутанты боялись огня костра, который сталкер поддерживал периодически подбрасывая туда ветки и шишки. Вдруг тишину прорезал отчаянный крик Лехи. «Отцепись от меня, тварь! А-а-а-а, сука, отцепись!» Его товарищи, как по команде «Рота-подъем» поднялись на ноги, и Сеня, увидев подли Лехи перепуганного Анубиса, не задумываясь, со всей силы пнул того в морду. Всегда пес жалобно заскулил, но тут же пришел в себя и оскалился. Тут же к нему подскочил гор, заслонив собой. — Что происходит, мать вашу? И какого хрена напал на Анубиса? — Он хотел убить Леху, — пророчал Сеня. — Лучше отойдите и не встревайте, а не то... — Не то что, здоровяк! Сеня на мгновение стушевался, дальше его голос звучал уже не так грозно. — Не то хуже будет. — Напугал так напугал. Прямо до дрожи в поджилках. — Я спрашиваю еще раз. Какого хрена? И почему хромоножка орет, как резанный? — Он... Он укусил меня за ногу. Он... Леха все никак не мог прийти в себя. — Ты что несешь вообще? Анубис тебя вообще не трогал. Просто лежал рядом с тобой, — сказал сталкер. — Тебе, видимо, кошмар приснился. — А? Кошмар? — Что? Нет, но это было так по-настоящему, будто взаправду, — стушевался Леха, постепенно возвращаясь из сна в реальность. — Посмотри на свою ногу, дурак, и ты увидишь, что кроме раны от шипа там ничего нет. — А теперь ты... — Гор перевел взгляд на Сеню. — Немедленно попроси прощения у Анубиса. — Чего? Не буду я просить прощения у мутанта. Совсем, что ли? — Я дважды повторять не буду. Несмотря на то, что Гор произнес это спокойным тоном, у всех по спине пробежали мурашки. — Ты ни за что ударил моего пса. Так что или ты немедленно извинишься, либо позволю ему самому вступиться за свою честь. Но прежде мы с твоими друзьями сделаем ставки, продержишься ли ты больше пяти секунд. В любом случае справедливость будет восстановлена. — Джонни лучше сделай, как он говорит, — попросил Ростик. — Мне кажется, он не шутит. — Вообще не шучу, — подтвердил сталкер, не сводя глаз с сени. Анубис за спиной Гора продолжал скалиться и рычать, но стал успокаиваться, чувствуя, что напряжение понемногу спадает. — Ладно, ладно, хорошо. — Извини меня, пожалуйста, собака. — Анубис, — поправил сталкер. — Анубис, — процедил сквозь зубы сеня. — Что ударил тебя? Я был очень неправ и раскаиваюсь. — Так нормально? — И такого больше не повторится. — Как по мне, не хватает искренности. Но спросим у пострадавшего. — Ты как? Принимаешь извинения? Анубис гавкнул один раз и сел. От былой злобы не осталось и следа. — Принимает, — сказал Гор. — Счастье-то какое! Господи, как будто в детский сад вернулся. — Впредь, прежде чем что-то сделать, сначала подумай. — Анубис бы никогда не навредил члену моей команды. — Тогда что он делал рядом с Лехой? — Не знаю. Возможно, захотел защитить самого слабого из нас. Леха попытался что-то сказать, но сталкер его перебил. — Не спорь. Ты же самый пяти метров не пройдешь, только если на карачках. Сейчас даже ростик в большей кондиции, чем ты. Гор посмотрел на часы. — Рассвета еще примерно час. Ложитесь и постарайтесь еще поспать. — Только что бы больше без закидонов. — Боюсь, я уже не смогу заснуть, — сказал Леха. — Налогично, — боркнул Сеня. — А я бы поспал, — зевнул ростик и лег на свое прежнее место. — Дело ваше. Никого не заставляю, — произнес Гор. — Но через час выдвигаемся. Сталкер вздохнул. Сталкер вздохнул, сел на прежнее место, закурил и посмотрел на усыпанные звездами неба. Когда-то давно он мечтал стать космическим пиратом, бороздить просторы Вселенной, путешествовать из одной галактики в другую. Но детским мечтам не суждено было сбыться. Жизнь приготовила Гору другую судьбу, не менее фантастическую, но оказавшуюся более реальной. И ему она нравилась. Больше всего на свете Гор боялся рутины. В попытке избежать ее он пришел в зону и нашел свою обетованную землю, а вместе с ней и призвание. Хороший заработок, зашкаливающий адреналин, новые знакомства. И все это каждый день. О лучшем он не мог и помыслить. Сталкер навострил уши. Парни не спали, лишь делали вид. Перешептывались. И думали, их никто не слышит. Откуда им было знать, что это не так? Некоторое время Гор прислушивался к их разговору, затем встал, отряхнул со штанов налепший мусор и неторопливо подошел к резко затихшим парням. Словно нашкодившие дети, пойманные с поличным, они испуганно смотрели на своего проводника. «Больше двух говорят вслух», — сказал сталкер. «Нет, ну я точно в детском саду», — покачал головой Сеня. «Что вам нужно?» «Мы разговариваем между собой, вас это никак не касается». «Я вот тоже знаю одну поговорку. Может, слышали? Любопытный Варварий на базу...» Да говорить он не успел. Гор молниеносно вынул из набедренного футляра нож и до самого Эфеса вогнал Сеня в подбородок. Тот умер мгновенно, возможно, даже не успев ничего понять. Никак не ожидав такого развития событий, Ростик впал в ступор, а Леха стал отползать от костра, но из-за больной ноги получалось у него плохо. Сталкер слегка улыбнулся и подмигнул к Арлику. Ростику удалось лишь выдавить из себя какой-то тихий утробный звук, прежде чем потерять сознание. Лицо Гора вновь сковала маска хладнокровия, и он повернулся к Лехе. «Да что на вас нашло? Что вы... зачем?» Леха уже не предпринимал попыток удрать, понимая их тщетность. «Из всех вас ты мне казался самым нормальным», — признался Сталкер. «И я, если честно, расстроился, узнав, что ошибался». «О чем вы говорите?» «Я думал, скорее уж этот вечно всем недовольный бугай захочет меня убить». «Но нет. Не он оказался зачинщиком. Он всего лишь тебя поддержал». Леха судорожно сглотнул. «Что? Как? Вы не могли... Вы не могли этого слышать?» «Мог. Еще как мог. Знаешь, зона научила меня многим вещам. И вот одна из них. Если я решил что-то сделать, не откладывай в долгий ящик. Не убивайте! Пожалуйста! Я все сделаю, только не убивайте!» Мольбы парня нисколько не разжалобили гора. Он придавил коленом шею Лехи, перекрыв кислород, обхватил его голову ладонями, положил большие пальцы на глаза и с силой вдавил их в глазницы, полностью погрузив внутрь. «Давно хотел так сделать!» — прошептал сталкер, вытирая перчатки об траву. «Занятно, конечно, но повторять, пожалуй, не буду. Только в самом крайнем случае. Уж больно грязное и склизкое убийство». В живых остался лишь ростик, который по-прежнему лежал без сознания. Гор решил дождаться, когда тот придет в чувства, благо, что уже через десять минут карлик открыл глаза. «Вы... вы их убили? И меня тоже убьете?» «Тебя не убью, ты ни в чем не виноват. Хорошо, хоть на твой счет я не ошибся». «Выходит, вы слышали все, о чем мы говорили?» Сталкер кивнул. «Ну как?» «Очень просто. В янтарных бусах, которые я вам дал, есть очень чувствительный микрофон. Благодаря которому я мог слышать любые ваши разговоры, благодаря гарнитуре в ухе. Но они не защищают от мошкары. Я выдумал эту байку, чтобы молодые зеленые юнцы, такие как вы, носили их постоянно и даже не думали снимать. Услышав проназревающий заговор против меня, я тут же стал действовать. Я многое могу простить, только не предательство. Подумать только. Эти подлые говнюки хотели, чтобы я их вывел из парка, а потом втихую пристрелить и меня, и Анубиса. Я ни одну группу в Сосновку водил. Но такое в моей практике впервые. Ты, Ростик, молодец, что решил не поддерживать их. Иначе бы тебя ждала та же участь. Я пытался их отговорить, образумить, но они будто не желали ничего слышать. Опять назвали ссыкуном. Ты все сделал правильно. И никакой ты не ссыкун. Бояться совершенно нормально. Каждый человек чего-то боится. — Спасибо. Ростик слегка улыбнулся. — Кстати, я не считаю вашего пса опасным. По-моему, он хороший. — Вот именно. Только вот они этого не понимали. За что, впрочем, и поплатились. Я предупреждал, ты сам слышал, что если меня не слушаться, быть беде. И вот результат. Что ж, мой маленький друг, языками чесать мы с тобой потом будем. А сейчас поступим так. Забираем с трупов по максимуму, что сможем унести, и уходим. Скоро как раз и расцветет. Тела оставим здесь. Тут их скоренько сожрут за милую душу. Когда выйдем отсюда, ты всем будешь говорить, что они умерли в стычке с белками. Ясно? Какова будет официальная версия? Правду никто не должен узнать. Это породит много слухов, вопросов. Они тебе, ни мне, они ни к чему, верно? И вот еще что. Все артефакты, которые сможешь унести, будут твоими. Остальное достанется мне. Оставшуюся часть моего гонорара тебе выплачивать не придется. Договорились? Такой расклад тебя устраивает? Более чем. Ростислав, а? Минувший день выдался непростым. Если ты не против, приглашаю тебя в три толстяка промочить горло. Я угощаю. Думаю, отказаться было бы некрасиво. Еще как! Еще как! События минувшего дня начнут преследовать ростяка в ночных кошмарах. Но сегодня он старался о них не думать. Сегодня все плохое он оставил позади. И сегодня все было хорошо. Юрий Смирнов. Волчонок. Волчонок. Вовка юркнул следом и отпустил проволоку, которая задобежала натянутой струной, мерно покачиваясь. Они оказались в самом обычном на вид лесу. Но все трое знали, что теперь ступили на запретную территорию. Шустрее двигайтесь. Ваське надоело ждать товарищей и самому скорее хотелось оказаться на месте. Сколько же дрейфил? Дрейфил по двум причинам. Во-первых, он не понимал, почему вдруг ребята старше его на два года, которые постоянно над ним издевались, неожиданно сменили гнев на милость и решили с ним подружиться. А во-вторых, раньше он никогда бы даже близко не смел подойти к запретной зоне. «Ну что, Колян?» Вовка легонько подтолкнул его в спину. «Нет здесь ничего страшного. Сказки одни». Ольга оглянулась на старшеклассника, но унять дрожь в коленях все равно не мог. К запретной зоне ходили самые разные слухи и пересуды. Одно страшнее другого. Даже его бабушка порой поминала это место как средоточие зла. А вот взрослые лишь махали руками на нелепые домыслы. А зачем тогда обносить изрядный участок леса колючей проволокой? Ставить вышки с автоматчиками? Иногда по ночам даже в центре поселка, который расположен довольно далеко от зоны, где Колька живет вместе с бабушкой, слышится отдаленный стрек от пулемета. «В кого же они тут стреляют?» «Ладно, потопали». Вовка шмыгнул носом и бросил косой взгляд на своего товарища Ваську Пепла, который был на голову выше друга. «Скоро совсем темно станет, а нам еще обратно надо успеть». Колька поймал себя на мысли, что идти вместе с этими ребятами в зону все-таки плохая идея. Но показать себя размазней и трусом в глазах старших товарищей он не хотел. Да и как ему было упасть в грязь лицом, если они только-только приняли его за своего? Вовка уверенно ступал первым. За ним, постоянно озираясь по сторонам, брел Васька. Колька плелся в хвосте, пугаясь каждого шороха. Через полчаса пути стало заметно темнее, и Вовка выудил из кармана брюк небольшой фонарик. Щелкнул включателем и выхватил кругом света едва заметную тропу, убегающую дальше в тихий сосновый лес. Но по тропе шли недолго. Неожиданно свернув в сторону и зашелестев ботинками по палой листве и желтым еловым иголкам. Давай тут, наверное. Вовка повернулся к Ваське, и тот, мотнув головой, резко развернулся к Кольке и ударил того в подбородок. Колька потеряла равновесие и шумно рухнула на землю. Пульсирующая боль в голове не давала подняться на ноги, все вокруг завертелось каруселью. Пациент готов. Потирая кулак, усмехнулся Васька пепел. Где веревка? Вуаля! Вовка, как волшебник, вытащил из кармана бельевую веревку, смотанную в тугой комок. Тащи его к тому дереву. Ваське не нужно было повторять дважды. Он тотчас поднял безвольное тело Кольки за шкирку и рывком поставил на ноги. Тот качался, как пьяный, не понимая, что происходит. Он даже не мог сопротивляться, когда эти двое заломили ему руки вокруг дерева и накрепко связали бельевой веревкой. — Ну что, сиротинушка ты наша, повелся? Вовка нагло смотрел в Колькины глаза, хотя еще только вчера понебратски хлопал его по плечу и называл своим другом. — Ребята, да вы чего? Колька еще до конца не верил в то, что произошло и считал все затянувшейся несмешной шуткой. Думал, что сейчас Вовка рассмеется, развяжет руки и скажет, что просто проверял его на храбрость. — Слышь, дурачок, ты серьезно думал, что мы с Васьком будем дружить с таким недоумком, как ты? Васька пепел заржал и с лета ударил Кольку в грудь, напрочь выбив весь воздух из легких. Колька стал хватать воздух ртом, но никак не мог вздохнуть. — Вряд ли твоя бабулька станет искать своего внучка в этом месте. Вовка обвел темный лес вокруг взглядом. — Да и до утра ты все равно не доживешь. Вовка вдруг повернулся к привязанному к дереву спиной и стал удаляться. Пепел последовал за ним. — Стойте! Куда вы? — заголосил Колька, и Вовка мгновенно оказался рядом, зажимая его рот своей потной ладонью. — Не ори, дебил! — шикнул он. — Будешь кричать, они придут и сожрут тебя. Колька в ужасе вытаращил глаза и стал вращать ими в разные стороны. Ему уже чудилось, как из тьмы выступает нечто, тянет к нему свои огромные щупальца, чтобы отведать живой плоти. — Заткни это, мой идиот, урод! Новый приказ Вовки, как и любой другой, Пепел выполнил беспрекословно. Он снял с Колькиной левой ноги ботинок, стянул носок и плотным комком затолкал ему в рот. — Так-то, Лауче! В глазах пленника стояли слезы. — Теперь все! Вовка зашел к Кольке за спину. — Прощай, неудачник! Шаги обидчиков зашелестели за спиной, оставляя отчаявшегося парня один на один с запретной зоной. Колька долго и отчаянно плакал, жалея себя, проклиная свою наивность. Как же он не смог сам догадаться, что разительная перемена в отношениях с его обидчиками всего лишь уловка, чтобы заманить его сюда? А он уже было подумал, что стал среди них своим, поднялся до их уровня, потому что они не смогли его сломать. Били, издевались, но Колька никогда не сдавался, всегда поднимался, вытирал кровь под разбитым носом и шел дальше, смотря на них волчонком. Когда Вовка вдруг протянул ему руку и сказал, — Ладно, кремень, давай забудем все, что было. Вижу, что пацан ты ровный. Тогда Колька был счастлив. Он, наконец, стал своим. Он мог больше не бояться тычков или бесконечных упреков с их стороны. Даже бабушка заметила его преображение, впервые вздохнув с облегчением после того дня, когда родители Кольки погибли в автокатастрофе. А что в итоге? Он прикован к дереву посреди жуткого места, о котором ходят самые невероятные легенды. Дышать было тяжело. Пепел затолкал вонючий носок слишком глубоко. Кольке пришлось приложить неимоверные усилия, чтобы языком вытолкнуть его изо рта. Он стал жадно ловить воздух, чувствуя, что никак не может надышаться. Вдруг рядом в кромешной тьме хрустнула ветка. Колька отчаянно задергался, стараясь выпутаться из-за подни, но веревка лишь сильнее врезалась в кисти рук, затягивая узел. Нужно успокоиться. Ничего страшного здесь нет, успокаивал себя подросток, хотя сердце трепетало, как крылья стрекозы, готовые вырваться из груди. Но шум больше не повторился. Колька начал пальцами ощупывать узел, надеясь его развязать. Узел оказался довольно простым, но справиться с ним в таком положении оказалось не так просто. Руки уже порядком затекли и плохо слушались. Немеющими пальцами он сумел развязать один из узлов и с облегчением выдохнул. Дальше дела пошли быстрее, и уже через десять минут упорного и кропотливого труда Колька потирал правой рукой левое запястье, разгоняя кровь. Повезло, что пепел ничего не смыслил в узлах, иначе Колька бы провозился до утра, если вообще смог бы с ним справиться. Вокруг было так темно, что он боялся отойти от смолистого соснового ствола и продолжал держаться за него одной рукой. Пока он был привязан к дереву, вся куртка измазалась в смоле. Где-то здесь должна быть тропа, по которой они пришли. Но как найти ее в такой кромешной темноте? Колька сделал несколько шагов вперед, выставив руки перед собой, и почти мгновенно наткнулся на очередную сосну, больно ударившись лбом. Может, лучше дождаться утра? Нет, так не пойдет. Бабушка уже наверняка так разволновалась, что на его поиски отправился весь поселок. Колька босой ногой наступил на длинную палку, нагнулся и взял в руки увесистый сосновый сук. Таким можно и обороняться, подумал мальчик, хотя он понятия не имел, от кого может защитить обычная палка, когда в зону ходят только люди с огнестрельным оружием, да и те, поговаривают, частенько пропадают. Превозмогая страх и чудовищную усталость, он побрел вперед, ожидая, что вот-вот нащупает ногами твердую почву тропы. Теперь приходилось идти только в одном ботинке, вторая нога была не обута. Пепел после того, как снял его ботинок с ноги и затолкал носок в рот, зашвырнул обувку куда-то в кусты. Искать ботинок в темноте оказалось бессмысленной затеей, да и найти голую ступню твердь тропы было гораздо проще. Но пока Колька наступал только на сухие острые шишки, хвою и старые ветки, которые хрустели под ногами, издавая звуки выстрелов в ночи. В стороне послышался странный треск, какой бывает от задорного костра. Сквозь ветви впереди Колька рассмотрел некий мерцающий объект, который переливался разными цветами. Подойдя поближе, он замер от восторга. На небольшой полянке гулял светящийся шар. Это он издавал столь характерный треск, касаясь деревьев и отскакивая от них, снова возвращался на свою невидимую орбиту. Зрелище было столь завораживающим, что Колька долго не мог отвести от него глаз, совершенно не представляя, что он такое наблюдает. Приближаться к этому объекту он так и не решился и побрел дальше, припадая на босую ногу. Теперь палка сгодилась и как посох. Подросток уже давно потерялся во времени и не понимал, сколько часов он провел в зоне, но заметил, как пространство стало сиреть, а на востоке забрежил рассвет. Колька остановился передохнуть и прислонился спиной к дереву, как услышал недовольный звериный рык. Он резко отпрянул в сторону и выставил перед собой палку, защищаясь от еще невидимого в сумерках врага. Враг не заставил себя долго ждать и медленно показался из-за дерева. Волк пронеслось в голове Кольки, ведь они охотятся стаями. Но этот волк оказался каким-то странным, что делало его вид еще более устрашающим. А еще Колька понял, что животное ранено или больное. Из разорванного бока зверя торчали белые ребра и на траву крупными каплями стекала кровь. Волк ощерился, сделал неуверенный шаг в сторону человека, но оступился и взвизгнул от боли, чем еще больше напугал мальчишку. От страха тот едва не выронил палку, но продолжал стоять напротив зверя, выжидающий смотря тому прямо в глаза. Впоследствии Колька так и не смог понять, почему хищник отступил. Он вдруг замер на месте и стал пятиться задом, после чего исчез чаще и больше не появлялся. Начало потихоньку пригревать. При дневном свете лес казался не таким страшным, каким виделся вчерашним вечером. Колька уже начала представлять, как вытянутся лица Вовки и Васьки, когда он выберется из леса. Осталось только из него выбраться. Вот нужной тропы, как назло, нигде не встречалось. Сосновый лес стал потихоньку редеть и перешел в Березняк. Под большими белоснежными деревьями даже стали попадаться грибы, но Колька не решался их трогать. Уж больно чудные они были. Таких раньше никогда не видывал, хотя нередко ходил за грибами с родителями. Снова накатила грусть. Так с ним бывало каждый раз, когда он вспоминал отца и мать. Не боясь трудностей, они закаляют характер, бывало говаривал отец. Только так углубился воспоминания, что сам не заметил, как запнулся о что-то в высокой траве и растянулся на земле, ударившись носом. Когда он увидел, что послужило препятствием, то мгновенно вскочил на ноги и уставился на человеческое тело. Мужчина оказался мертвым. Его пустые глаза удивленно смотрели в небо. В руках он продолжал сжимать автомат, который ему явно на теле мертвеца Колька не обнаружил, да и осматривать труп внимательно было страшно. Ему казалось, что мертвец сейчас встанет, схватит его за отворот куртки и дохнет в лицо запахом гнили. Автомат так и манил мальчишку, но чтобы взять его с собой, нужно было приложить немало усилий, чтобы выдернуть его из окостеневших рук и освободить ремень, а для оказаться. Зато на ремне в кобуре торчала рукоять самого настоящего пистолета, который и стал первым трофеем. Пистолет оказался довольно тяжелым, но с ним Колька чувствовал себя в большей безопасности, нежели с обычной палкой. Рюкзак мертвеца, разорванный в клочья, валялся рядом, а его содержимое разбросано на земле. Все съестные припасы достались животным, но тело человека по какой-то неведомой причине они не тронули. Может, это были не звери? Колька еще немного постоял над трупом, вздохнул, жалея, что размер ботинок у мужчины оказался слишком большим, и побрел дальше. С каждым шагом он все больше терял надежду, что сможет выбраться из этого странного места, даже не предполагая, что все дальше уходит в зону. Голод заставлял кольку присматриваться к грибам, выискивать глазами ягоды, земляники или черники и даже пить воду из лужи, где, как ему казалось, она была чуть чище. Сейчас ему уже было наплевать, что в желудок может попасть инфекция. Сейчас он думал только об одном — выжить. «Эй, паренек, а ну стой!» Мужской бас заставил подростка замереть на месте и крепко сжать рукоять пистолета. «Не делай резких движений», приказал голос, «и пистолет брось!» Колька хотел повернуться, чтобы рассмотреть того, кто ему угрожает, но мужчина снова прикрикнул, «Пушку брось, малец! Я не хочу в тебя стрелять!» тяжелый пистолет выпал из Колькиных похолодевших рук в траву. «Теперь медленно повернись!» последовал новый приказ. Парень развернулся, и первое, что увидел перед собой, это дуло автомата, направленное в его грудь. Оружие двумя руками сжимал мужчина в странноватой одежде. Сначала Колька подумал, что это военный, но на его одежде не было ни шевронов, ни знаков различия, да и сама форма совсем не была похожа на армейскую. На поясе болтался противогаз, за спиной выселся тяжелый рюкзак, а на голове странная советская шапка петушок. Лицо мужчины скрывала густая борода и усы, которых даже нельзя было толком рассмотреть его рот. «Ты кто такой?» Мужчина явно недоумевал, что в таком месте мог забыть подросток. Парень смотрел на него затравленно, словно волчонок, не желая отвечать. «Если этот человек не военный, то может оказаться кем угодно?» «Чего молчишь?» незнакомец опустил автомат и сделал шаг навстречу. «Ты как здесь оказался?» Вместо ответа из глаз мальчишки потекли слезы, которые оказались куда красноречивее любых слов. «Отмычкой, что ли, взяли?» предположил мужчина и потемнел лицом, но Колька совсем не понимал, о чем тот говорит. «Есть хочешь?» незнакомец суетливо сбросил со спины рюкзак и вытащил наружу шоколадный батончик, который протянул мальчишке. «Да бери, не бойся!» мужчина убрал автомат за спину. «Меня дядя Миша зовут?» «Коля», буркнул мальчик и осторожно взял из рук незнакомца шоколадку. «Ладно, Коля», вздохнул дядя Миша, «надо тебе, брат, выбираться отсюда. Детям здесь не место». Колька зашуршал фантиком и в три укуса расправился с подарком. «Можешь ничего не говорить», устало произнес сталкер. «Сам знаю, как сюда иной раз попадают». «Давай, бери свой пистолет и пойдем». «Странно», подумал Колька, «он совсем не боится, что я буду вооружен». «Я знаю, что ты мне в спину не выстрелишь, Коля», будто прочитав его мысли, произнес дядя Миша, «не такой ты человек». «От худо вам знать», вдруг запротестовал Колька. «Глаза убийцы выглядят иначе», многозначительно изрек дядя Миша и неожиданно пошел в сторону, даже не дожидаясь, что подросток пойдет следом за ним. Колька даже растерялся, но быстро собрался с мыслями и буквально побежал за мужчиной. «Ты еще и босой, что ли?» дядя Миша не сразу заметил, что парень обут только в один ботинок. Он вытащил из рюкзака видавший виды эластичный бинт и намотал его на Колькину босую ногу на манер носка. «Так, до границы доберемся, а там это поселок рукой подать. Ты ведь оттуда?» Вместо ответа Колька просто кивнул. «Уж не знаю, как ты по минному полю прошел, но сразу видать парень фартовый». «Был бы фартовый, сюда бы не попал», пробурчал в ответ подросток. «Тоже верно». Дядя Миша шел уверенно, будто ходил по этим местам не один год. Колька совсем не понимал, как тот ориентируется на местности. Мужчина петлял словно заяц, обходил некоторые места стороной, хотя мальчишка никак не мог понять, что в них было такого, что от них стоило держаться подальше. «С этой стороны лес не такой опасный», отвлекал его разговорами дядя Миша. «И живности немного, но забрел ты, брат, далековато». «А почему запретную зону все так боятся?» не удержался Колька. Миша хмыкнул и остановился, не зная, как объяснить подростку, что это за место. «Здесь, в лесу, километрах в десяти отсюда. Раньше располагался закрытый научный центр. Говорят, что ученые проводили эксперименты с неким новым видом энергии. Даже что-то пошло не так, и утечка этой энергии вызвала взрыв. После взрыва территорию обнесли колючей проволокой. В лесу стало опасно. Народу сказали, что здесь радиация, чтобы он лишний раз сюда не совался, а по факту сам черт не разберет, что выползло наружу после этого взрыва. Вскоре стали появляться мутировавшие животные, да такие, что мало походили на обычных зверей. Звери стали нападать на людей. Но потом сам лес вовсе стал чудным, врождая странные предметы, которые ученые нарекли артефактами зоны. Вы ведь не военный, подметил Колька, а гражданским сюда нельзя. Верно сказано, хохотнул дядя Миша. Поэтому никому не стоит говорить, что ты меня здесь видел. Я постараюсь вывести тебя к посту военных, а они припроводят тебя в поселок. Нервы они, конечно, тебе потреплют, но ты стой на своем, мол, заблудился в лесу и не видел никакой колючей проволоки. Иногда со стороны поселка гребники забредают на опасную территорию. Там кое-где ограждения давно нет. Жуткое мохнатое существо возникло из ниоткуда и наотмашь ударило своим зазубренным отростком беспечно болтавшего дядю Мишу. Сталкер охнул, развернувшись к мутанту, который уже заносил свою кривую косу для нового удара, но сумел стянуть с плеча автомат и дал очередь от живота, рассекая тело твари пополам. Мутант взвизгнул так, что кольки заложило уши и повалился в траву, загребая задними ногами. Через несколько мгновений он затих, дядя Миша лежал рядом в траве и зажимал рукой рану на животе. Так, малец, его лицо побледнело и на щеках выступили капли пота. Иди сюда. Колька упал на четвереньки, боясь смотреть в сторону поверженной твари и пополз на зов мужчины. Когда он оказался рядом и взглянул, как кровь хлещет из раны на теле дяди Миши, то сразу понял, что тот умирает. На земле и траве рядом с ним было слишком много крови. Сейчас пойдешь на север, дядя Миша сделал усилие и рукой показал, где находится север. Пойдешь быстро и никуда не сворачивай. Выйдешь прямо к посту. Там тебе помогут. Ну как же вы? Я вас не брошу. Пропадать вдвоем глупо, сталкер сглотнул слюну. Эти твари по одной не ходят. Если заявится вторая, то тебе конец. Он оттолкнул от себя пацана и захрипел. Беги! Ольга сел на задницу, но новый крик дяди Миши заставил его вскочить на ноги и броситься бегом в ту сторону, в которую указал сталкер. Он не помнил, как долго бежал, но замер всего на несколько мгновений, когда за спиной захлебнулась автоматная очередь, после чего все стихло. Ольга горько заплакал и быстрым шагом пошел дальше. Перед его глазами стояло лицо дяди Миши, единственного человека, кто ему помог и кто так бесславно погиб. На пост он вышел к вечеру. Опешившие солдаты чуть не открыли огонь по грязному мульчугану, выступившему из чащи. Оборванный, голодный, трясущийся от страха, он не проронил ни слова, пока из него хоть что-нибудь пытался вытрясти молодой лейтенант. Сразу было видно, что парень пережил такое, о чем, может, уже никогда не расскажет, поэтому его не стали лишний раз донимать бессмысленными расспросами и отправили в поселок. «Видать, опять эти твари где-то проволоку прорвали», злился лейтенант. «А мне так давно надо это место бетонным забором отгородить или устроить ковровые бомбометания», проворчал сержант, стоявший рядом и глядевший, как в зоне оцепления садится солнце. «Не дождешься от них», лейтенант сплюнул себе под ноги. Галина Белякова «Палач» «Чувство справедливости в некоторых может быть настолько сильно, что начинает жечь изнутри. Из маленькой искорки разгорается в яркое пламя, которое готово испепелить не только своего носителя, но и того, в чью сторону направлено чувство. Я хотел бы оставить его здесь, среди высоченных крепких камышей, захлебываться собственной кровью и болотной мутью, которую назвать водой можно разве что с натяжкой. Но не мог. Это было бы неправильно. Возможно, позже кто-нибудь из мужиков скажет мне «Рейн, на кой ляд ты его сюда приволок? Оставил бы, где нашел. Главное, что больше он никому не навредит». Но только решать его судьбу совсем не мне. Нет, я не считаю, что поимка мною для этого идиота нечто судьбоносное, но та самая пресловутая отправная точка в один конец. Его судьбу решать будет медведь. И решать по справедливости, как положено. Я лишь помог. Или только смогу помочь, если этот архаровец не сбежит куда подальше. Связал, отобрал оружие и вещи, автомат, из которого он пытался меня убить, и скудный провиант. Подумал бы, что сталкер напал из желания наживы, если бы не знал, кто он, и не был в курсе объявленной охоты за его головой. Поднял за грудки и посмотрел в светлые карие глаза. Сделал это с укором, чтобы человек смог прочувствовать свою вину за содеянное, но встретил лишь злую насмешку, которая словно специально встрепенула во мне заснувшую неуверенность. Будь я героем боевика, то сказал бы, допрыгался подлец. Но в жизни зачастую слова бывают лишними. Я знал, кто он, он знал, кто я, и что сказать хочу тоже наверняка догадывался. Молча оттолкнул его и рывком пихнул вперед. Молча шагай. Дамьян повиновался. Когда мужики из группы обсуждали этого парня, я представлял его себе совершенно иначе, и отчасти был разочарован, что доставившись столько хлопот сталкер оказался обычным человеком. Прытким, изворотливым, возможно хитрым, но совершенно неприметным, которых по зонях бродит не одна сотня. На первый взгляд и не скажешь, что он мог расправиться с кем-то из моих товарищей. Но факт есть факт, и руки Дамьяна испачканы в их крови. Хочется мне в это верить или нет. Он определенно силен. стягаться с группой медведя задача не из простых, учитывая, что принимают в нее далеко не каждого встречного. Все бойцы как один, опытные, прожженные местной жизнью, ее ритмами и правилами. Когда старший группы дал добро на мое вступление в их братство, счастью не было предела. Это значило, что еще вчерашняя одиночка Рейн стал достаточно опытен и силен для того, чтобы помогать более слабым элементам сталкерского сообщества. Обрел кров, относительно стабильную работу и какую-никакую опору в лице новых товарищей, чья слаженность между собой считалась местными чуть ли не эталонной. Меня приняли в группу незадолго до смерти первого бойца. Так какой глупый, как мне показалось. Зарезали в пьяной драке практически под стенами бара. Я не знал его и поэтому печали от кончины не испытывал, но сумел понять, что, будь ты хоть трижды успешным укротителем монстров, от простой человеческой слабости защитить не сможет даже самая крепкая броня. Второй погиб вскоре, и уже его смерть не выглядела как досадная случайность. Целенаправленные убийства, подлые и неаккуратные, словно преступник не сильно старался замести за собой следы. Словно хотел, чтобы его личность раскрыли. Пока разбирались, деталь за деталью складывались в картину, на которой вырисовывался как раз этот Дамьян. медведь, недолго думая, объявил, что сталкера нужно найти и обезвредить, а причиной его решений объяснил банальной обидой, мол, мужичка в свое время в группу не взяли, вот и мстит, наводит беспорядок. И кто знает, как много времени потребуется ему для того, чтобы из желания насолить, перестать ограничиваться только группой медведя и начать бросаться на обычных вольников из пригорода. Я понимал, что подставлять под бесчинство подконтрольную территорию, доверенную смотрителем, категорически нельзя, поэтому приказ об убийстве или поимке преступника принял беспрекословно, не допуская мысли об оспаривании ни на секунду. Уступил, как и остальные члены группы. Как же иногда по-тупому помирают некоторые. Я бодро прервал мучившую меня тишину. В драке оказался сильнее пленника и хотел лишний раз указать на свое превосходство. Давятся фасолью, захлебывают с рвотой, лезут на тех, кто априори сильнее. «Храбришься?» дерзко ответил Дамьян, идущий впереди меня. Он не обернулся, но я и без того смог услышать насмешку в его вопросе. «Ну-ну, я-то знаю, что ты просто боишься. Не меня, а того, что сделает с тобой зона за провинность?» «А с тобой что сделает?» парировал я. «Как вообще тупицы вроде тебя так долго ухитряются тут выживать?» «Все-таки необделенный умом человек вряд ли станет кого-то убивать тупо из-за отказа обо вступлении в группу. Нормальный махнет рукой и будет устраивать свою жизнь дальше». «Ох, простите нас, быдло необразованные! Ведь чтобы вылизывать жопу медведю и его прихвостям нужны недюжинные интеллектуальные способности». Саркастичный тон сталкера и посыл слов заставили меня снова приложить к нему руку, но удар и последующие падения пленника не заставили умолкнуть. «А они, между прочим, те еще ублюдки, и зря ты корчишь из себя рыцаря в белом плаще. Ты ведь даже не в теме ситуации. Просто как собачонка выполняешь то, что приказали и ведешь себя так же, как принято в вашей псовьей стайке». Пленник не спешил подниматься на ноги, неуклюже ворочаясь в попытке встать. То ли изображал, что связанные конечности являются помехой, то ли правда никак не мог изловчиться и выполнить действие. Возня пленника стала затягиваться, и я решил его поторопить. «Такую ты ересь несешь!» Неудивительно, кто не захотел иметь с тобой дело. Я обошел его сбоку по дуге, чтобы наблюдать спереди, но остановился, когда Дамьян, очевидно, из-за моих передвижений, замер в ответ. «Работать с таким, как ты, себя не уважать! Поднимайся, или я поволоку тебя морды пожиже!» Облака стали сгущаться, я медленно начинал подходить к концу, когда деревни Вольников было еще несколько часов пути. Желая поторопиться, я не учел, что зона слышит и иногда коверкает их, исполняя совсем иным образом, либо вставляя палки в колеса, чтобы они вовсе никогда не сбылись. Остановился, чтобы грозно бросить оскорбления, и, ослепленный желанием показать собственное превосходство, не сразу заметил, что ступни мои уже по щиколотку погрузились в вязкую болотистую землю, которая никак не желала отпускать. Стараясь выбраться, я слышал хохот Дамьяна и с каждым движением погружался все глубже в кусок аномальной жижи, в которую вступил по собственной невнимательности. От досады и глупости ситуации мое лицо обдало жаром, тело никак не могло расслабиться, чтобы ослабить хватку аномалии. Понимал, что иначе выбраться не смогу, но никак не мог себя контролировать. Когда пленник с самодовольной ухмылкой подошел к аномалии ближе, я понял, что его кривляния не были бессмысленными. Пытался высвободиться из пуд и сделал это удачно. Оставалось надеяться только на то, что этот урод просто сбежит, а не пустит мне пулю в лоб, припоминая все ранее сказанное. Ой, как неловко получилось! Дамьян иронично изобразил досаду и окинул быстрым взглядом округу. Наверняка присматривается, чтобы никто не помешал его побегу. Но сталкер уходить не спешил. Напротив, усевшись на землю и наблюдая за мной с какой-то жалостью. От его взгляда злость во мне закипала с новой силой. Держу пари, окажись в аномалии я, ты бы уже ушел. Ну а что есть, то есть. Как насчет того, чтобы послушать мою ересь? Не помирать же тебе в тишине, я молча смирил его хмурым взглядом, все еще стараясь расслабить тело и, подкатывающее к голеням цепкой жижа, зарождало во мне непрошенную панику, решающую какого-либо желания говорить. Так, спросил, словно у тебя есть выбор, не затягивая время, начал монолог бывший пленник. Медведь сказал, что я мщу из обиды. Отчасти он прав, но я обижен не на то, что он якобы не взял меня к себе, а на то, что он забрал жизни моих друзей. Таких же наивных дурачков, как и ты, которые верили ему на слово и прохлопали момент, что зверина по кликухе оказалась реально тупым животным. Помнишь, пару месяцев назад в пригороде гуляла еще одна группа? Нас было ощутимо меньше, и мы не покушались на медведевы лавры. Просто тоже хотели жить своей толпой, работать. Так ведь проще, согласись, чем выживать в зоне одному. Помогали вольникам по возможности, поселились на элеваторном комплексе. Неподалеку от вас, кстати. Кондрат даже со смотрителем договорился, чтобы тот и нам работенку подкидывал иногда. И после этого в нашей жизни возник ваш косолапый. Стал крутиться вокруг со своими шакалами. Я уже потом понял, что просто разнюхивал все, и ни о каком сотрудничестве речи никогда не шло. Хотя на словах он именно это и предлагал. Под чьим контролем какая часть земель вольников будет находиться, какую работу какая группа будет выполнять. Обещал помогать, если бандосы нагрянут, или охрана периметра начнет приставать. У него ведь и там подвязки свои были. Якобы наше наличие его ребят разгрузит немного, что радостно. Только, как потом оказалось, он планировал от нашей группы избавиться, что удачно провернул. Напел смотрителю, что мы склады на деревню потихоньку обносим, и провиант весь толкаем бандосом. А помимо этого еще и нет-нет, да и шабашим на них периодически. Смотритель мужик толковый, но поверил медведю сразу, потому как бандосы эти ему порядком крови успели попить. И на деревню саму нападали, и машины с поставками грабили, да и вольников-самоходок периодически обдирали, отправляя гулять по зоне с голой задницей. И похожие случаи, когда кто-то изнутри поселения на них работал, уже были, так что он даже не сомневался в донесении верного работничка. Дал позволительную нас убрать, и медведь с радостью выполнил миссию. Добился, чего хотел. Уж не знаю, грызет ли его совесть за это, но я сомневаюсь. Я выжил, потому что в ходке был и остался переночевать в хуторе по пути. Думал, раз так душа неспокойна, то нечего по ночи шастать. Оно вон как все обернулось. Болтовня Дамьяна позволила мне сконцентрироваться, и хватка аномалий стала ослабевать. Я смотрел на этого поникшего мужичка и почему-то верил его словам, мысленно понимая, что озвученная причина на его убийство действительно была неубедительной, да и подробностей никаких никто не рассказывал. Меня бесит просто, что крыс и медведь живет припеваючи, закосив кучу невинного народа, продолжил Дамьян. Я не делаю сейчас из своих пацанов святых, таких людей не существует в принципе, все в чем-то грешные, но то, как этот ушлепок поступил, он говорит вам о чести, вы слушаете, но готовы ею поступиться в какой-то момент, потому что так вели отправила в сообществе. Я пытался найти себе помощников, чтобы одному на медведя не лезть, но никто мне не верил и отказывались, даже бандосы идти работать не стали. Возможно, у твоего командира и с ними договоренность есть. Подумай на досуге. Вот и пришлось идти в одиночку. Не мог я оставить пацанов неотомщенными. Почувствовав послабление аномалии, я резко дернулся вперед в надежде выбраться, но та только сильнее вцепилась и затянула по колени. Дамьян, усмехнувшись, поднялся на ноги и вынул из штанов тактический ремень. Намотал один конец на руку, а другой кинул мне. Половина пластиковой пряжки со шлепком приземлилась на поверхность жижи, и я быстро подхватил брошенный хвост, не дав аномалии поглотить его. Шумно выдохнул, медленно наклонился вперед, стараясь расслабить ноги, а через несколько мгновений спасательная тактика дала свои плоды. Вступил одной ногой на твердую землю, затем другой, наконец-таки избавившись из плена жижи. Я был удивлен поступку Дамьяна и поблагодарил бы его, но никаких чувств показывать не стал. Сталкер продолжал быть моим пленником, очевидно не самым разумным, упустившим удачный момент для побега. Я тебя, кстати, не помню, ты новенький у них? спросил тот уже без едкой насмешки. Не обессудь новенький, но я не мог пройти мимо попавшегося медвежонка. Если ты думаешь, что заморочил мне голову и сейчас отправишься в Освояси, то ошибаешься. Я всеми силами старался показать свою несломленную позицию, отчетливо понимая, что на самом деле, прежде чем отправлять сталкера на смерть, разобрался бы в ситуации как следует. Но приказ есть приказ. Снова связал его покорные руки, на этот раз повторив узел трижды. Шагай, раз не додумался сбежать. А смысл? Вы не отстанете от меня, а я от вас, бросил со странным облегчением пленник и зашагал по тропе в сторону пригорода. Они окружили его словно коршуны, отвлокли на окраину деревни, привязали к столбу и метались вокруг, галдя, наверное, все подряд, что лезло в голову. Смехались, замахивались, но не трогали, позволяя Дамьяну дожидаться своей очевидной участи. Медведь похвалил меня, фаотически потрепал за плечо, а мне не давало покоя то, что рады поимке сталкера, только его ребята. Большинству вольников казалось было абсолютно плевать, и громкие слова медведя об избавлении от угрозы и обретении безопасности звучали настолько фальшиво, что игнорировать это не было возможно. меня одолевали сомнения. Я понимал, что верить рассказам преступника безоговорочно не следует, но услышанное снова и снова прокручивалось в голове, не оставляя места покою. Так за что он убил наших двоих? Я спросил у медведя словно невзначай, когда тот перестал меня хвалить. Так обижен-ка он, я же говорил, буднично бросил командир. Когда уходил, грозился после нас вообще всю деревню вырезать. Мстители хренов. Я согласно кивнул, стараясь принять объяснение как истину, дабы не позволить разбиться сформированному в моей голове образу этой группы. Медведь похоже разглядел сомнений в моих глазах, так как поспешил уверить в истинности собственных слов. Что бы он тебе не наговорил, все брехня, такие ублюдки только делают, что лгут и выживают за счет своей лжи. Ты ведь парень не глупый, не стоит принимать все, что слышишь, за чистую монету. Мужчина вывел итог, а я так и не решился сказать ему, что именно это и делаю, ставлю под сомнение. Медведь не даст времени чтобы покончить с преступником, и это лишний раз тешит мое сомнение. Представление о товарищах рушилось в моей голове, словно сдуваемый ветром карточный домик, а я, как дурак, стараюсь его безуспешно удержать. Во взгляде Дамьяна не было ни мольбы, ни злости. Он был пуст, словно мужчина уже успел смириться с приговором. Я стоял рядом, твердо сжимая в потной ладони пистолет, угрожающий, смотрящий черным глазом дуло на голову пленника. Медведь устроил целое представление, собрав вокруг людей, что-то рассказывая назидательным тоном, но, судя по лицам сталкеров, те откровенно скучали, и речи мужчины им были абсолютно не нужны. Я подумал, разве будут так относиться к избавлению от настоящей угрозы? Сглотнул вставший в горле ком, сконцентрировавшись лишь на том, чтобы никто не увидел моего истинного состояния. Когда медведь выкрикнул мое имя, я без раздумий нажал на спусковой крючок, дав отдачу дернуть плечо. Дамьян замертво повалился на землю, а я чувствовал, как со звуками ликования моих товарищей внутри что-то бесповоротно ломается. Правды я не узнаю. Да и не нужна она, если дело уже сделано. Угрюмо заливая водкой свои сомнения, я пытался убедить себя в том, что поступил правильно. Пусть погибший сталкер, возможно, и был прав, пусть и на моих руках теперь кровь невиновного, но Дамьян верно подметил, жизнь в сообществе требует соблюдения его правил и отыгрыша роли. И я буду играть, какой бы жестокой ни была роль, каждый раз доламывая изнутри то, что еще осталось целым. Константин Скуратов Дополнение к контракту Ствол калаша, слегка покачиваясь в крепких руках, смотрел прямо мне в лицо. Я мог описать автомат в малейших деталях, перечислить все вмятинки на затворной крышке, рассказать, как и обо что стерлось в ранении металла, куда подевался складной приклад и почему вместо шомпола торчит кусок проволоки. Потому что это мой калаш. Был. Несколько секунд назад барон сказал палачу. До базы осталось километра полтора. Места тихие, знакомые. По-моему, проводник нам больше не нужен. Пристрели его. Палач с разворотов впечатывал свой каменный кулачищем мне прямо в солнечное сплетение. И пока я оседал, ловя непослушными губами, стремительно покидающий легкий воздух, ловко снял с моего плеча мой калаш, щелкнул предохранителем и ткнул стволом между глаз. Интересно, палач это прозвище или профессия? А может, тут работы и хобби совпали? Вон какой здоровый чертяка. С одного удара поставил меня на колени. Ходка была самая обычная. Барон сосватал меня в новоселках за смешные по местным меркам деньги. До заброшенного завода дошли без потерь. Пока ребята шустрели по тамошним зданиям, я в волю выспался, наелся и даже пострелял по каким-то неясным теням. После совершенно дружеской ночевки отправились назад. Как говорится, ничто не предвещало. Я спохватился. Не о том думаю. Сейчас палец палача согнется, а моему верному калашу абсолютно пофиг, чья перед ним голова. Барон с трудом выдавил я из себя. Дай десять секунд. Вожак пожал плечами, картинно засучил рукав. Три, два, один, время пошло. Вот почему у всех этих вожаков, главарей, паханов всегда такие прозвища? Типа они по умолчанию главны? Барон. Портос мечтал стать бароном. Почему я вспомнил Портоса? Из каких закромов памяти он выплыл? Где я с ним познакомился? Черт, опять понесло остапа. Кстати, кто такой этот остап? Нет времени, оно уже почти закончилось. Стрелять? спросил палач. Я покажу дорогу на прииск, выпалил я чуть раньше калаша. Ребятки из группы барона, только что уютно расположившиеся, дабы ни одна деталь моей казни не осталась незамеченной, дружно вздрогнули. Барон присел на корточки, чтобы наши лица оказались примерно на одном уровне, пальчиком отвел ствол от моего лба и сказал добрым дедушкиным голосом, мягко-мягко, «Врёшь, бот, никто в зоне не знает дорогу на прииск, потому что прииск это сказочка для юных сталкеров. Нет никакого прииска, поэтому ты не можешь показать нам туда дорогу». Бот это я. Когда я пришел в зону, меня звали ботаник за очки и неуемный интерес к природе. Потом в целях упрощения сократили прозвище. Стали звать ботан. Но тут вышла заминка с ударением. Тогда один слог обрезали. Получился бот. Ничего, нормальное прозвище, грех обижаться. А прииск вы когда-нибудь о клондайке слыхали? Где артефакты кучами дожидаются, чтобы отъявленные смельчаки до них добрались? Слыхали? Ну вот, клондайк по сравнению с прииском как пустыня Гоби по сравнению с дельтой Амазонки. И врет барон. Прямо мне в глаза врет. Все сталкеры знают о прииске. И многие там побывали. Только назад в сообщество никто не вернулся. Я покажу дорогу на прииск, повторил я, наконец, начав дышать нормально. Я знаю, как туда добраться. Между прочим, чистая правда. За пять лет я бывал на прииске раз двадцать. Водил всяких. Отчего и этих не сводить? Барон поднялся на ноги, в задумчивости принялся почесывать нос через стекло маски. В легендах зоны прииск упоминается как место, где водятся совсем уж невероятные артефакты, как по возможностям, так и по стоимости. Если за лилию сталкер может неделю бухать не просыхая, за грибок он уже получит комплект хорошей снаряги. Подвернется колючий камень, сразу поменяешь ствол на самый крутой, что производится в любой стране мира, по выбору, и так далее. Но артефакты из прииска штучный товар. Глаз змеи легко меняется на скромный теремок на берегу Средиземного моря, черное сердце добавит к теремку яхту размером с небольшой эсминец, а неприметная мочалка введет вас в лучшие дома Парижа и Лондона, как нового графа Монте-Кристо. Именно поэтому все, побывавшие на прииске, обратно в зону не возвращаются. Кроме меня. А с чего это такой аттракцион неслыханной щедрости? спросил барон, перестав корябать стекло маски. Я ответил честно. Жить хочу. Очень. Логично, согласился со мной барон. Только что мешает мне подвесить тебя за ноги на ближайшем дереве и дать в волю поковырять твое тельце ножичком моему верному палачу? Значит, все-таки профессия. С маленькой буквы писать нужно. С маленькой буквы писать нужно на могильном камне. Я, конечно, с радостью расскажу ножичку всю правду, но когда вы случайно пропустите нужный поворот и вместо прииска окажетесь в гнездовье топтунов, с кого будешь спрашивать? С меня вряд ли. Я на дереве мертвый вишу. Вишу. Короче, нет меня. И прииска не будет. И вас. Если и будет, то намного меньше. А так, заключим новый контракт, я вас привожу на место, вы отпускаете меня живым и здоровым. Все довольны. Бурные и продолжительные аплодисменты. Логично, снова сказал, обдумав мои слова барон. Кивнул палачу, тот рывком поднял меня с колен, как Сталин Россию. Я потянулся за верным калашом, но палец сквозь фильтр сказал «С-с-с», размахнулся и закинул железного друга далеко в кусты. Ладно, переживу. Места в самом деле знакомые. Далеко идти? спросил барон. Часа за три должны уложиться. Вы, ребята, упакованные, с вами монстров даже без ствола могу не бояться. Пошли, что ли? И мы пошли. Вокруг гудели и искрились аномалии. Со всех сторон раздавались злобные вопли. Деревья пытались ветками выбить мне глаза. В общем, обычная ходка. Ничего нового. Через три часа, надо же, угадал, я ткнул пальцем в сторону заросшего кустарником холма и сказал «Нам сюда». Раздвинул ветви и указал на врытую в склон ржавую двухсотлитровую бочку. «Издеваешься?» Мура спросил барон. «Это вход. Кстати, если кому-то прямо сейчас захотелось внести правки в контракт, выход из прииска не здесь. То есть, по-простому обратной дороги нет, только вперед. Не волнуйтесь, я дорогу знаю». «Ну что, кто первый?» «Да уж точно не ты», буркнул барон, поглянулся, поманил одного из сталкеров. «Давай, копыта, аккуратнее. Помни, я за тебя этого фраера на мелкие ленточки лично буду резать». Копыта что-то пробубнила в мой адрес, я лишь смущенно улыбнулся. Сталкер долго вглядывался во тьму бочки из-под бензина, потом медленно пополз вперед и исчез. Вскоре до нас донесся радостный трехэтажный мат-перемат. Вторым был палач, третьим, естественно, я. Вскоре присоединились и остальные. Мы стояли посреди большой пещеры. Темно не было, по потолку и стенам змеились синие молнии, типа разряд в стазисе. Блин, откуда в голову лезут такие умные слова? Может, я вообще в каком-нибудь университете раньше учился, потому и прозвище ботаник? «Куда дальше?» спросил барон, причем голос у него был вполне крепкий. «Держит вас он дворянское отродье благородье». «За мной», ответил я, но очередного логично почему-то не дождался. Мы прошли ровно десять шагов. Я, барон и палач. С потолка сорвались проснувшиеся молнии и прошили копыта и двух сталкеров, так и оставшихся для меня неизвестными. Запахло горелым мясом. «Ну да», поспешил я ответить на невысказанный вопрос, «на прииск можно пройти только втроем». «Почему не сказал раньше?» «А вы бы поверили? Нет? Ну нет же? И они бы не поверили, решили бы, что их хотят кинуть». «Еще сюрпризы будут», прохрепел охреневший барон. Хотел сурово, а вышло жалко. Никаких. Зоной клянусь. «Сейчас минут двадцать в потемках, а там и прииск. Не волнуйтесь, выход найдется». По-моему, они не сильно мне поверили, но пошли следом, нянчив в руках свои крутые стволы. Ради бога, лишь бы не начали палить с перепугу во все стороны. Прииск за несколько часов до заката зрелище не для слабонервных. В смысле офигительное зрелище. Вокруг валялись все виды артефактов, которые можно было встретить в зоне. Валялись одиночно, группами и кучами. Они мерцали, подпрыгивали, меняли цвета, жужжали. Голова шла кругом. Барон и палач встали столбами посреди этого богатства и лишь издавали звуки, очень похожие на икание. Я к этой картине привычный, поэтому сразу полез на высокий камень, что стоял посреди прииска. На всякий случай. Мне артефакты не нужны и случайная пуля тоже. Пусть мальчики сначала придут в себя. Мальчики запрыгали мячиками, наверное, вытряхивая из полных штанов наваленное счастье. А потом дружно кинулись в разные стороны, подбирая артефакты, отбрасывая и снова подбирая, но уже другие, подороже. «Смотри, барон!» заорал палач. «Что я нашел?» Я из интереса тоже посмотрел. Даже хотел кое-что сказать этому балбесу, а потом подумал, зачем говорить, и промолчал. Палач шел навстречу барону, держа в левой руке черное сердце, а в правой белую звезду. Ну, вы понимаете, как в детской считалочке, про черные и белые, только не горелые. Забрала шлема поднята, лицом молодое, даже красивое, таких, говорят, девкам нравятся. Оступился, свел руки, артефакты коснулись друг друга. От звука взрыва я слегка оглох. Барон долго лежал там, куда его отбросило взрывной волной. Я даже начал волноваться. Неужели убило? Нет, шевелится, руками по дешевым артефактам водит, ногами их в кучу сучит. Контузия. Везучий чертяка. В смысле, я. Потом я сидел и наблюдал, как барон ходит между артефактами, уже без фанатизма их перебирая. Он поднялся ко мне на камень, тяжело отдуваясь. На поясе свои контейнеры, через плечо контейнеры палача, небось, жалеет, что еще три комплекта в пещере остались, лениво подумал я. Чего наковырял? Он открыл крышки. Глаза змеи, все пять штук. Ясно, будет на лазурном берегу улицу теремков покупать. Знаешь, бот, пора отсюда выбираться. Не грохнешь меня на выходе? Клянусь! Как-то неубедительно прозвучало. Да мне что с того? Спускайся, я следом. Барон выпрямился, сделал шаг правой ногой. А левый не смог, потому что я удержал ее рукой. Он скатился вниз, громыхая контейнерами и оружием, как консервными банками. Я тяжело вздохнул и тоже спустился. Нормально, без происшествий. Барон лежал у подножия камня, сложившись вчетверо. Из-за разбитого стекла шлема виднелись глаза, полные боли. Я подошел, сел рядом. И только быстро не умирай, сначала выслушай одну историю. Забавную. Было это лет пять назад. Группа сталкеров решила пройтись по зоне, а чтобы мало ли что взяли с собой отмычку зеленого пацана из деревни дураков. И поиздеваться можно над желторотиком и скинуть в случае чего не жалко. Полезный балласт. Пацанчик шестерил, как юнга на крейсере. Водички принесет, костер разожжет, прикурить даст. Прислуга высшего сорта. Сталкеры аж тащились, как им нравилось. А пацан глядел на них и думал «Ничего, скоро и я стану тертым сталкерюгой. Все же меня уважать будут, прозвище мое с благоговением произносить. Ботаник!» «Не отключайся, тварь!» Я ловко пнул барона в перелом бедра. Он застонал, но глаза открыл. Так вот, напал на лагерь Топтун, и все храбрые сталкеры храбро бросились наутек. Остался отмычка один на один с монстром. И пожрал монстр Ботаника, только в самом конце чуток поперхнулся и выплюнул, не доживав. А храбрые сталкеры, вернувшись, так решили, чего на бедолагу патрон тратить, сам сдохнет. А у нас есть дела поважнее. И ушли, оставив пацана умирать. Помнишь, барон, или у тебя таких отмычек дофига было? Я вытащил из его нагрудного кармана пачку сигарет, зажигалку, закурил. Хоть она и не любит табачный дух, но сегодня можно чуть-чуть обнаглеть. Я уже тогда не хотел умирать. И пополз я в ночную тьму. И обнюхивали меня страшные монстры, но не трогали. И раступались передо мной аномалии. Знаешь почему? Я затушил окурок, а кевлар костюм барона. Тебе скажу. Она не разрешала. Понимаешь? Она зона. И так я впервые оказался на прииске. Тогда о нем еще никто не знал. Она меня сюда направила. я полз нагребая впереди груду артефактов. А потом, когда силы совсем иссякли, залез на нее и умер. Я замолчал, пригляделся. Да нет, смотрит. В глазах плещется ужас. Подожди, барон, дальше будет еще веселее. За пять лет меня убивали не помню сколько раз. И всегда я приходил в себя на кучу артефактов в центре прииска. Как в компьютерной игре. Понимаешь? Поэтому я сменил прозвище. Теперь я бот. Непись. Чтобы снова стать человеком, мне нужно выполнить условия контракта. Десять лет доставлять сюда человеческий материал. Качество не имеет значения. Даже кабаны и зомби тоже подходят. И я таскаю. А среди сталкеров распускаю слухи о прииске. Выношу отсюда дорогие камушки и подбрасываю на хоженных тропках. И знаешь, работает. Зона не просто разумна. У нее еще и тяга к искусству. Но пока она может создавать только артефакты. С дешевыми, понятно, достаточно одних минералов. В более дорогие идет органика. Чем дороже артефакт, тем в нем органики больше. Но самые дорогие требуют в составе наличия человеческого мозга. Сегодня была славная охота. Четыре здоровых действующих мозга достались моей художнице. Кстати, не самая плохая судьба, согласись, провести остаток жизни в составе артефакта. Но я сделал дополнение к контракту. И она, подумав, согласилась. Я посмотрел прямо в глаза барону и тихо продолжил. Тех сталкеров звали Кирпич, Змей, Коляда, Мажор и Барон. С Колядой, Кирпичом и Мажором ты уже сегодня встретишься в аду. Змей еще где-то бродит, но жадность скоро и его приведет на прииск. А я ему в этом помогу. Вы не станете артефактами. Вы станете просто трупами, которые быстро сгниют. Я не позволю такой мрази украшать ее произведение. Помогите, промычал барон. Не сомневайся, помогу. Из чувства врожденного гуманизма, ответил я, вытягивая из-за спины старый верный потертый калаш. Дмитрий Корсак Белое небо Прошло почти двое суток, а они все еще живы. Неужто зона изменила правила минус один человек в день? Затаилась? Решила поиграть? Или все же приняла как своих? Нет, конечно же нет. Лезет всякая чушь в голову. Нечего приписывать зоне гуманизм и симпатию к людям. Это человеческие качества. Но ничего человеческого у нее нет и быть не может. Нет у зоны своих. Для нее все чужие, как и она, чужая для всех нас. Мартина идет первой. Под подошвами ее берцев хрустят сухие ветки, она отмахивается от вездесущего гнуса и упрямо шагает вперед. Шаг ровный, хоть и дышит тяжело. Понятно, устала, еще и жарко. Темные волосы собраны в тугой хвост, за спиной тяжелый рюкзак. Армейские брюки немного полнят ее, но, как ни странно, совсем не портят. на ее крепкий зад одно удовольствие. Только не об удовольствиях сейчас надо думать, а о том, как бы она опять не заговорила о десятом квадрате. Столько трудов стоило увести ее оттуда, пришлось наплестить черт знает что, вспоминать стыдно. Помни, что случилось с Джонсоном, когда он пропал в восьмом квадрате? Как это еще цветочки по сравнению с тем, что творится в десятом? Вроде поверила. По крайней мере, на ее скуластом лице не отразилось ни талики сомнения. Вообще странная женщина. Замкнутая не по-женски, молчаливая, физик со степенью. Могла бы быть красивой, если бы не выглядела такой серьезной. Другой бы ситуации нет, только не сейчас, не в зоне. Еще и слишком хорошо подготовлена физически для обычного ученого. Хотя проверка Мартины ничего не показала, совсем уж сбрасывать ее со счетов не стоит. Все они тут с двойным дном. Или он себя напрасно накручивает? А Джонсон виноват сам. Зона не прощает беспечности. Его искореженное тело гончарно шел утром на второй день экспедиции в полукилометре от лагеря. Рядом валялся геологический молоток. Наверняка пытался отбить кусок тотемного столба. Подобную бесцеремонность Зона никогда не прощала. Даже первую попытку грубого вторжения она пресекла жестко. Она не только уничтожила тех, кто нанес ей урон. Она отследила, откуда пришли обидчики и ударила по городу в Забайкалье, где размещалась воинская часть. Но Джонсона ничему не научила эта история с военными, а ведь почти двадцать лет прошло. Прошлогодняя хвоя под ногами сменилась россыпью черники. Природа в Забайкалье осталась нетронутой, только привычный вид обманчив. Опасности в зоне на каждом шагу одна радость, что о большинстве из них давно известно. И разбросаны они по зоне практически равномерно, так что в десятом квадрате их ничуть не больше, чем в восьмом или первом. Но приказ начальства был однозначным. Никто из членов экспедиции не должен попасть в десятый квадрат. Так все-таки секретный НИИ есть? спросил гончар на вводной. Ответом было едва заметное движение бровей, но любопытство победило субординацию. Значит правду говорят, что зона результат неудачного эксперимента, испытание нового вида оружия, да? Шеф тогда снизошел до пояснений, хотя мог бы этого не делать. Да какой там НИИ, невесело хмыкнул он, старая заброшенная лаборатория, догарнизонная казарма. Но если их найдут, то вон не будет. Как же, вот она, причина и источник появления зоны, а вот и он, виновник. Тут шеф опять скривился и в сердцах добавил. И никому в голову не придет обратить внимание на вторую точку фолкленды. Может, все дело в ней? Но для мировой общественности все уже ясно. Русские, испытывая сверхоружие, проткнули землю насквозь. А то, что британцы еще в восьмидесятых чуть не атомную войну развязали за этот кусок никому не нужной земли с пингвинами, ничего не значит? Может, они уже тогда что-то знали? А американские эсминцы, тусовавшиеся, как девки на дискотеке у этих клочков суши, тоже не в счет? Нет, тут шеф покачал лысой макушкой. Делай, что хочешь, но чтобы ни один ученый из этой экспедиции в десятый квадрат не попал. А если попадет, из зоны чтобы не вышел. Неявный карт-бланш на устранение был дан, да только он не убийца. Гончар это и сам знал о себе, и зона была с ним согласна. Убийцы в зоне не выдерживают, сходят с ума, как это случилось с бутчиком. А он гончар налажал, не сумел вовремя разглядеть, и руководство тоже обделалось, ничего подобного в досье обутчики не значилось. Ельник закончился, придорожная чахлая поросль раступилась, впереди показалась грунтовка. Кроны деревьев больше не заслоняют небо, и становится видно, как сильно в зоне оно отличается от обычного. Никакого синего цвета, сплошная ровная белизна, словно художник, рисуя пейзаж, оставил часть белой бумаги незакрашенной. Мартина привычным движением вынимает компас, несколько секунд недоуменно крутит лимб, затем, выругавшись, убирает обратно в карман. Забыла, что компас здесь не работает. Здесь ничего не работает. Куда теперь? Прямо по дороге. Она сверяется с картой и хмурится. Мы же вроде здесь уже были. Или нет? Дорога ведет в пятый квадрат, а мне нужно в десятый. Вот ведь упрямая женщина. Только не показывает раздражение. Свернем через пару километров. Нужно обогнуть опасный участок, примирительно говорит гончар. Раздумывает она всего секунду, потом молча разворачивается и идет по дороге, не замечая, как впереди над землей поднимаются столбики голубоватого тумана. Рыв ветра чуть не сбивает их с ног, бросает в лицо пригоршню мокрого снега, шибает в нос запахом океана и пингвиньего дерьма. Здесь, на Фолклендах, оно в избытке. «Ты это специально?» Лицо Мартины выглядит даже не злым, а почти несчастным. «Да откуда же я мог знать, что там телепорт? Зона же постоянно меняется?» Гончар пытается перекричать ветер. «Знал, конечно же знал!» Заприметил, когда первый раз пересекали грунтовку и намеренно повел ее туда. Гончар опустил на землю рюкзак и достал теплую Аляску, припасенную именно для такого случая. Мартина молчит, только буравит его колючим взглядом. «Ну, вспомни Бучика хотя бы», говорит он, застегивая молнию на куртке. «Когда он ночью к Семи камням пошел, он же с артефактами отправился, не думал, что вместо артефактов в кишку угодит. Не было раньше у Семи камней ничего опасного, любую карту посмотри». Конечно, это была не вся правда. Зачем Бучик, биолог экспедиции, тогда отправился к Семи камням, Гончар не знал. Зона поманила, как и его самого. Он тогда внезапно проснулся среди ночи. Наверняка о шалости зоны. А утром оказалось, что их группа уменьшилась еще на одного человека. Мартина тогда первая требовала, чтобы они отправились на поиски пропавшего. Гончар пошел один, понял, что не нужно им смотреть на то, что стало с ученым. Обезумевшего биолога он нашел на поляне у Семи камней. Вокруг валялись окровавленные тушки зверьков. Похоже, ученый рвал их зубами. И сам Бучик, окровавленный и растерзанный каким-то более крупным зверем, истекал кровью. Хотя, может, зверь ни при чем, и это он сам разодрал себе горло. Так уж получалось, что зона в гипертрофированном виде вытаскивала все, что было в человеке. И хорошее, и дурное. Другого выхода, кроме как быстро и безболезненно отправить ученого на тот свет, не было. Тем более, что даже в таком состоянии Бучик пытался напасть на него. О Мартини и остальным он тогда сказал, что нашел труп. «Но я не убийца», повторил про себя Гончар. «Это все зона». Ветер крепчал, гнал по небу фиолетово-черную мглу, в которой вспыхивали лиловые молнии. Еще одна причуда зоны. Небо здесь всегда затянуто тучами, как в Забайкалье, на небе всегда молочная пелена. По этим признакам спутники и обнаружили обе зоны, восточную и западную, антиподы друг друга. Два аккуратных квадрата, начерченных словно по линейке. Квадрат в Забайкалье и точно такой же квадрат на Фольклендах с противоположной стороны земли. Будто кто-то проткнул земной шар насквозь. Ветер внезапно затих, Артина тоже почти успокоилась. «Будьте вы прокляты со своей зоной и своими секретами!» в ее голосе слышится едва сдерживаемая ярость. «Оденься, замерзнешь!» Вот и все, что он мог ей сказать. Вокруг простиралась безлюдная холмистая равнина. Только если в Забайкалье природа осталась нетронутой, здесь все изменилось. Усты желтого дрока превратились в черные шипастые заросли, из земли лезли какие-то губчатые выросты и острые как бритва кристаллы. Иногда кристаллы разрастались в плиты, напоминающие минерал гематит, такие же черные и блестящие. Кое-где вверх поднимались мрачные башни, которые впоследствии назвали башнями сатаны. Порой над их вершинами появлялась зеленоватая зарева, и становилось ясно, что внутри что-то происходит, что башни живут своей непонятной жизнью. Попасть внутрь пока никому не удалось, хотя намеки на вход и даже подобие ступеней в башнях имелись. Нужно двигаться, здесь мы замерзнем. Знать бы еще, куда двигаться, ворчит Мартина. Она уже надела куртку. Натянутый на лоб капюшон сделал ее лицо чужим, незнакомым. Она беспомощно оглядывается. Но спросить дорогу не у кого, здесь только пингвины. Вот, кстати, пингвины совсем не изменились. Какими были, такими и остались. Неуклюжими, неторопливыми овальнями. Нам туда, Гончар указал направление. Там аэропорт, надеюсь, часа за четыре доберемся. Мартина с сомнением глядит на него. Откуда ты знаешь? Солнца нет? Можно было бы сориентироваться по ветру, он тут всегда дует с запада, так ведь и он затих. Гончар поманил ее и кивнул на гнезда пингвинов с остатками скорлупы. Во-первых, пингвины никогда не устраиваются далеко от побережья, а во-вторых, ничего не замечаешь? Мартина хмурится и молчит. Гончар хмыкает и показывает на светлые разводы, расходящиеся от гнезд. Гадят пингвины всегда по ветру, значит, запад там. Нужно вернуться в восточную зону, я там не закончила, с нажимом говорит Мартина. Вряд ли это зависит от нашего желания, усмехается гончар. Телепорты появляются и пропадают сами собой. Наш уже пропал. Опять приходится лгать. Нет, тот телепорт, который перекинул их в западную зону, действительно пропал, но то, что нет действующих постоянно, было ложью. А где город? Хончар указал направление. Идем туда. Зачем? Там давно никто не живет. В Стэнли, единственном городе на Фолклендах, действительно никого не осталось. После атаки Фолклендов с британского эсминца зона ответила жестко. Тогда потонул не только стрелявший эсминец, но и весь флот поблизости от островов. Городу и аэродрому тоже досталось. Погибли немногие, но уехали с острова поголовно все. Я иду в город, упрямо повторяет Мартина. Можешь составить компанию, а можешь двигать на аэродром. Приходится соглашаться, не отпускать же ее одну. Три часа пути по бездорожью вымотали их больше, чем день переходом Гончар еле стоял на ногах. И как только Мартина держится? Ведь кабинетные ученые, откуда только силы берутся? Или она такой же физик, как он, геолог? Но сразу видно, в западной зоне она впервые. Иначе с чего бы ей шарахаться от почерневших вросших в камень овец? Зато башню сатаны Мартина оставила без внимания, даже шаг не замедлила. Это ученый-то, физик. Гончар специально проложил маршрут буквально в ста метрах. Настоящий физик душу бы продал, чтобы оказаться рядом, его бы от башни пришлось оттаскивать силой. Да, есть о чем подумать. Разруха и запустение — именно такие слова пришли на ум, когда они увидели Стэнли. Обвалившиеся крыши домов, заросшие черным шипастым кустарником сады, ржавые остовые автомобилей. Здесь давно никого нет, но Мартина упрямо шагает к набережной, к Англиканскому собору, к единственному каменному зданию на острове. Оконные витражи разбиты, внутри наверняка холодно и сквозит. Если хочешь передохнуть, лучше выбрать жилой дом, мягко советует гончар. Мне не нужен отдых, нагрызается Мартина. Если уж мы оказались здесь, то навестим настоятеля. Какого еще настоятеля, теряет терпение гончар? Все давно уехали. Пять лет назад он был в Стэнли. Я это знаю. Она делает упор на знаю. И говорил, что никуда не уедет отсюда. Ладно, черт с тобой. Собор так собор, мысленно соглашается гончар. Что угодно, лишь бы не десятый квадрат. Внутри, как и ожидалось, полу осколки стекол и куски обвалившейся штукатурки. На стенах чернеют подтеки, зеленым светится в полутме плесень. Здесь нет ни одной живой души, только ветер свищет в раскрытые окна. Однако Мартина упрямо идет к алтарю. Глаза привыкают к сумраку, и гончар замечает коленнопреклоненную фигуру. Настоятель? Мартина наклоняется к человеку, что-то тихо говорит по-английски, затем переходит на испанский. Она почти кричит, но гончар сумел разобрать только отдельные слова. Дети, беда, зона. В отчаянии Мартина трясет фигуру, и та рассыпается в прах. Нужно уходить. Здесь им нечего делать, но Мартина категорически отказывается покидать город. Они бредут по улице, высматривая признаки жизни, но в городе давно никого нет. Что она надеется здесь найти? А может, она просто сошла с ума, думает гончар? Он уже примеривает варианты, как поступить, но Мартина наконец-то выбивается из сил и предлагает и предлагает сама. Давай зайдем в дом. Брикеты торфа дают достаточно тепла, хотя с ними пришлось повозиться. В садовой бочке нашлась дождевая вода. Пара обеззараживающих таблеток сделала воду пригодной для питья, но не смогла отбить вкус ржавчины и чего-то химического. Как же я ее ненавижу, говорит после долгого молчания Мартина. Кого ее, не понял гончар? Зону. Так почему же согласилась на эту экспедицию? Это личная, невнятно бурчит она. А ты почему? Для ученого тут настоящий рай, сплошные тайны, он удивленно поднимает брови. А попасть невозможно. Жду народной экспедиции под эгидой ООН, это редкая удача. Конечно, удача, добавляет про себя, когда все шесть членов экспедиции шпионы или еще хуже. Мне можешь не заливать, я вашего брата насквозь вижу, невесело усмыхается Мартина. Какой ты ученый, ты же сталкер, у тебя же на лбу вот такими буквами, она широко разводит указательные и большой пальцы, написано ЗОНА. Конечно, одно другому не мешает, ты вполне можешь быть геологом, но прежде всего ты сталкер. Вот это сюрприз. Бывший мой из таких ЗОНА, 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 она для вас и семья, и работа, и отдых пополам с сексом, и любовь всей жизни. Мартина молчит, потом качает головой и усмехается своим мыслям. Странно как. Я ее ненавижу, но уйти не могу. Ты любишь, но стремишься быстрее убраться отсюда. Дальше притворяться бессмысленно. Я не люблю ее, я просто хочу ее понять. Но раз уж пошел откровенный разговор, может, расскажешь, что за личные причины? Олег, Мартина впервые обращается к нему по имени, у тебя есть дети? Да, дочь, пятнадцать недавно исполнилась. Очень самостоятельная девица, только мы, к сожалению, не часто видимся. Зона бывшая жена и... Я не понимаю. Значит, у тебя обошлось, вздыхает Мартина. Зона забирает детей, детей сталкеров. Действует хитро, через сны, через подсознание, завлекает, уговаривает и уводит к себе. Они уходят, оставляя глупую, по-юношески пафосную записку, что-то вроде «Впереди большая беда, и я должен быть в зоне. Она спасет меня, а я спасу человечество». Две недели назад у меня так сын ушел. Тоже пятнадцать. Что-то тут не вяжется. Мартина же из Швейцарии. А как же паспорта, визы, билеты, КПП? Неужели никто не остановил одинокого подростка, пока тот добирался в Забайкалье? Восточную зону мы проверили всю, кроме чертова десятого квадрата. Там детей нет. Здесь их тоже нет. Да я и не думал, что найду их в Стэнли. Тут все мертво, страшно. Это место не для людей. Они там, в десятом квадрате. Там есть где укрыться, я знаю. Нам нужно туда. Ух, отпустила. Вот и настоящая причина. Десятый квадрат. Чего только не придумает изощренный женский ум, чтобы добиться своего. Если бы байка про детей была правдой, бывшая жена уже бы давно достала его звонками, ведь по каждой мелочи телефон обрывает. Тут где-то есть постоянный телепорт, и ты наверняка знаешь где, продолжает уговаривать Мартино. Не иди за мной, отправляйся на КПП, лети домой, а я должна быть там. Кончар раздумывает с минуту. А впрочем, что тут делать? У него приказ. Потом берет карту и отмечает крестиком точку. Прямо в центре области 134. В просторечии камышовые поля. Смерть там быстрая и без мучений. Граница зоны видна невооруженным взглядом. Черные безжизненные плиты сменяются травой. Желтеет дрог. Трава хоть и старая, пожухлая, но это настоящая земная трава. И тучи земные. Молоденький британский капрал проверяет документы и поднимает шлагбаум. Самолет прибудет через пару часов, по-английски, говорит он. А пока чая? И тут в кармане рюкзака взрывается писком смартфон. Целый ворох звонков и сообщений от бывшей жены, в том числе и голосовых. Катя пропала, надрывом кричит жена. Оставила глупую записку и ушла. Ну почему тебя никогда нет рядом, когда ты нужен? Ниже был текст той самой записки. Мама, впереди большая беда, я должна быть в зоне, она спасет меня, а я спасу человечество. Под недоумевающим взглядом капрала, только что вышедший из зоны человек, ныряет под опускающийся шлагбаум и бегом возвращается обратно. Только бы успеть, только бы успеть, бьется в голове единственная мысль. Он не убийца, он просто выполнял задание. Анна Мариновская все еще человек. Темно и громко, очень громко. Голова раскалывается от нестерпимой боли, обручем неумолимо сдавливают виски, что глаза, казалось, вот-вот полезут из орбит. Сильнее, еще сильнее, с каждым рыком двигателя. Глаза ожгло, но на них не пролилось ни слезинки, словно тело успело утратить этот навык. Машина подскакивает на очередном ухабе, аж зубы клацнули, хоть и приглушенно, под надетым и затянутым на шее грубым мешком. Затылком приложило аж что-то твердое. Сознание благодарно уцепилось за возможность раствориться во мраке. Без пронизывающих душу стонов тех, кто лежал рядом, и мыслей о том, что ждет впереди. Показалось? Да не, новых везут. Мужчина приподнял кисть, тряхнул рукой, открывая под рукавом несвежей строгой рубашки, на удивление новенькую омегу. Золотой корпус сверкнул в лучах закатного солнца. Чуть опередили график. Позер, хмыкнул второй, задирая голову и неторопливо выдыхая вверх тонкую струю дыма. полюбовался, так сказать, своим творением. День выдался знойный, душный, безветренный. Редко тут случались другие. Остачертело. Самоубийца последовал беззлобный ответ. Рядовой разговор двух уставших друг от друга людей, сотню вариаций, которого они уже испробовали за месяцы изоляции. Мужчина встал с обломка опорной стены, размялся, бережно потер запястье, где под засаленной тканью скрылась цацка стоимостью с добротную подмосковную однушку. Из богатой жизни сюда больше ничего не привезешь. Вездесущая степная пыль слилась с цветом видавших виды джинсов. Натужный рев старенького мотора звучал уже совсем рядом, хоть сам грузовик пока еще бултыхался по бездорожью за высоким ковылем. Ну, пойдем, что ли? Новое серое облако, тяжелое и почти ощутимо плотное, заволокло воздух. Курильщик легко поднялся с примятой травы, сделал несколько шагов вперед. Замер. Нелепо и не к месту принюхался. Улыбнулся хитрой ухмылкой, покрутил тлеющий окурок в непомужски тонких пальцах, подул, раскаляя фильтры до огненных искр. Левкой движения и он летит вниз. И, недолетев пару десятков сантиметров, полыхает пламенем, переливающимся из зеленого в алый. На рыхлую землю упал лишь пепел. Говорю же, самоубийца ты, протянул мужчина в грязной рубашке. В его глазах не было и грамма интереса. Каждый развлекается как хочет, Лех. Второй отошел от аномалии, прикрыл глаза. Кожу приятно покалывало. То ли от курева, то ли от выброса адреналина. Ежедневный ритуал. Абсолютно бессмысленный. Ничто не прибавляло смысла работе, кроме сумм, которые им отвалят по окончании очередной командировки. Над верхушками стеблей акулии спиной замаячила крыша серой газели. Возмущению Лехи предела не было. И все? Нет, серьезно? Со всех сел за кордоном пятеро? Не перед тобой мне отчитываться, огрызнулся водитель. С хозяином сам переговорю. Боец, не покинувший пассажирского кресла, чуть шевельнулся. В проеме окна недвусмысленно мелькнул ствол автомата. Тонкий намек. Не стоит быковать. Делайте свою работу и хорош. Второй научный сотрудник хитро прищурился, миролюбиво отшагнул назад. Ладно, ладно, он понял. Это напарник оказался туговат. Ну, или слишком самолюбив, ощущая себя приближенным к хозяину. Вот пусть сам и разбирается. Рука Александра скользнула в карман брюк. Привычным движением, не доставая всю пачку, приподнял картонную крышку. Натолкнулся на пустоту. Вздохнул, прислушался к угасающей перепалке. Как добиться результата, если наш прогресс упирается в ваши поставки? Поставки безвольными мешками лежали в пыли, выгруженные молчаливыми охранниками лаборатории. Осознали уже, что лучше не шевелиться, чем по почкам тяжелыми сапогами огребать. Только две девчонки жалобно всхлипывали. Достонало лицо неопределенной национальности, возраста и адресной принадлежности. Бомжа еще до поимки отходили его же собутыльники, так что тут ему заехали уже потреснувшим ребрам. Водила не ответил, посчитал ниже своего достоинства. Лишь убедился, что товар передал в лабу в сохранности и почти в целости, ну и посылки еще с большой земли, там же в ящиках сгружены, да и удалился во своясье. Вскоре только крыша газельки над ковылем заходила туда-сюда и радостно рычал «Заносите», скомандовал Леха, «Камеры с восьмой по двенадцатую». Охрана, что призраки, даже полубесчувственные тела переносили без единого лишнего звука. Тишина, словно и не существовало тут ни их, ни лаборантов, ни самой лабы. Собственно, так оно и было, ни на картах, ни в архивах, ни единого упоминания о ее существовании». Белые халаты натягивали прямо на запыленную одежду. Никого не волновала стерильность. Да и о какой чистоте речь? Здесь, на заброшенных и всеми богами забытых территориях. Даже в новостях упоминания и ЧЗО мягко и плавно сводились к минимуму. Незачем тревожить мирных людей новостями из ряда ночных кошмаров. Аномалии, мутанты эти. Мутанты, Саня хмыкнул. Последнего пленников тащили в камеру. Сдернули мешок. Блеснуло подрежущими глаза яркими лампами лезвия ножа. Вместо натерших веревок на запястьях защелкнули браслеты наручников. Между ними цепь протянули от вбитого в стену крюка. С подошв берцев на бетонный пол осыпались песок и солома. Ничего больше в камере и не было. Голые стены да грязный пол. Закрыли громыхнув двумя дверьми из бронированного стекла с небольшой прорезью для еды и массивной решетчатой, где между частых прутьев и детская ладошка прошла бы с трудом. Двенадцатилетняя большеглазая девчушка, едва солдаты скрылись из виду, всхлипывая, забилась в угол. Лишь вздрагивала от малейшего шума, доносившегося из коридора. Двое ученых, если они были достойны подобного звания, прогуливались вдоль камер, осматривая новые поступления. Конец коридора тонул в полумраге. Лаборатория вместила бы десятки подопытных. Вот с полной загрузкой можно было разойтись, столько вариантов проверить, а так лишь по проторенному пути бродить и надеяться, что очередной подопытный его осилит. Леха зевнул. Крепкие. Может, хоть до третьей фазы доберемся. Предлагаю начать уже завтра. Время-то уже позднее. Напарник отмахнулся. Да, конечно. Не хватало еще недосып ловить. Э, охрана! И подозвал фигуру в пиксельном камуфляже. Покормите их. Сегодня никаких проблем не ожидается. И свяжитесь с верхушкой. Не мешало бы первые семь камер почистить. А то скоро от вони свихнемся. Боец кивнул и растворился в потемках. Наблюдающего за охранником Александр пробрала нервная дрожь. Кудощавые, но жилистые люди, никогда не показывающие лиц, с неизменным АКМ на ремне за спиной и бесшумной походкой вызывали опасения. Порой от духоты лечь и помереть хочется, а им нормально, будто и не люди вовсе. Кого боятся? Чего опасаются? Бетонные коридоры радостным эхом подхватывали звук шагов двух мужчин в белых халатах. В выделенных им комнатах сохранялось какое-то понимание чистоты, хотя бы на полу. В душевых воды, разумеется, не было. Вместо нее залежи пачек влажных салфеток. Утрись, так сказать, и не. Скрипнул пружинами матрас. Свет по расписанию отключили на всей базе разом. Фаза первая Человек Лицом к стене, руки перед собой. Мужчина вяло вошкался на полу. Белочка то ли еще держала его ласковыми мохнатыми пальцами, то ли уже уступила адреналину и боли от трещин в ребрах. Молчаливые бойцы ввезли в камеру операционный стол, как в дешевых ужастиках, с увесистыми цепями для конечностей и ремешками для тела. «Нет, нет, нет, нет», недоверчиво зашептал мужчина, с места не двигаясь. Его, разумеется, не слушали. Выдрузили, по-прежнему связанного, на стол, зафиксировали так, что одними глазными яблоками шевелить мог. Лохмотья ниже плеча отрезали легким движением ножа. Капельницы и поднос с разноцветными шприцами ученые внесли самостоятельно, под пристальным присмотром двух вояк, что безмолвными тенями слились со стенами. «Нет, нет, нет», продолжал бедолага, будто умалишенный. Леха устало вздохнул. «Сам заткнешься или тебе помочь?» «Нет, нет», рука ученого потянулась к одному из шприцев. Игла, хоть явно не новая, легко пробила грязную штанину на бедре и кожу. Продолжающий не то шептать, не то лепетать мужчина через несколько минут заклевал носом, а потом и вовсе отрубился. Леха самодовольно хмыкнул. «Идеально рассчитанная доза». Терпеливый вздох Александру сдержать не удалось. Бахвальство с наглостью заменяли его коллеге половину человеческих чувств, а оставшиеся вытеснили алчные планы, где домик в какой-нибудь Черногории с видом на море был самой незначительной целью. Но вместо этих размышлений он спокойно произнес. «Нам хватит третьей версии мутагена на всех подопытных из новой поставки. На одном можем четвертой попробовать. Я нашел и удалил ту досадную примесь, которая дала не самый приятный результат. Вроде бы». Ученые синхронно поморщились и сглотнули, вспомнив кисель из человеческих тканей, растекшиеся по полу соседних камер. «Думаю, пока остановимся на третьей». Хозяин обещал новую поставку вслед за этой. Так что вновь пальцы касаются медицинской стали подноса, благоговейно сжимают пластик другого шприца. Алый, почти как кровь, цвет не предвещал подопытному ничего хорошего. Нечего жалеть материал. Катетер установить было несложно. Вены, что грибы после дождя в сезон, не пропустишь. Игла прокалывает гибкую трубку, и с каплями физраствора в организм бедолаги потекла проклятая жидкость. Спеленатый мужчина не шевельнулся. Под закрытыми веками даже глаза не шевелились. Сон ему гарантирован без сновидений. Да и зачем, когда вокруг него наяву начинается кошмар? Ну, тут все. Двигаемся дальше. И из коридора донеслось. Лицом к стене. Руки перед собой. Вновь дым марает чистое небо. Таудри чистые. Скучные. Хоть бы облачко какое, хоть бы тучи, а лучше ливень, в конце концов, на эту грешную и сушеную землю. Окурок крошечным огненным болидом вспыхивает в аномалии. Когда-нибудь ты обязательно доиграешься, включает привычную пластинку Леха. Когда-нибудь промахнешься на пару сантиметров и хана. Все мы внезапно смертны, равнодушно пожал плечами ученый, и вновь к заветной коробочке едва не потянулся, остановился лишь усилием воли. Чистить вроде причин не было. Мне плевать, сам знаешь, заветный конверт-то пополам делится, но неужели незачем вернуться, не ради одной любви к работе ты подписал контракт. Выдох, щелк, затяжка. Издевку проглотил вместе с дымом, покатал на языке. Да как и ты, дорогие машины, любовницы, домик где-нибудь, в той же Швейцарии, например, и не работать, чтобы больше никогда. О, наш человек, уважаю. Сигареткой угостишь? Молча протянул ему картонку. Смолил Леха в этот раз жадно, густо, скоро, а курок смачно втоптал носком ботинка в вездесущую пыль и вниз пошел. И лишь тогда Александр прикрыл веки и позволил памяти показать ему два лица — жены и дочери. Фаза два. Все еще человек. Объекты в работе седьмой день. Видимых изменений пока нет. Датчики фиксируют стабильное ускорение пульса и повышенную на половину градуса температуру у всех пяти. Предположительно, иногда появляются фантомные боли конечностей. Узнать точнее не представляется возможным в силу того, что допросить объекты не удастся. Те из них, что еще способны идти на контакт, несговорчивы, так что это лишь предположение на основании наблюдений. У одного кататонический синдром. Впрочем, возможно, причина не в мутагене. Что еще забыл? Впрочем, пока все. Алексей отложил диктофон. Да потопный какой-то совсем. Вообще, записи на компьютерах вести нужно было, но ему нравилось с видом вершителя судеб нарезать круги по камере и рассуждать о высоком, пока жертвы безвольно молчат и трясутся от ужаса. Это куда сильнее тешило эго, чем когда с аутиста медленно тыкаешь на клавиши. Позже, без свидетелей. Или на Санька спихнет, тот формально по рангу ниже. Вот и вздыхал Александр, предчувствуя незапланированный объем работ. Прикованная девочка с кляпом во рту, снотворной стала жалко тратить, тяжело дышала. Грудь часто вздымалась и опускалась, даже на показатели датчиков смотреть не нужно. Вот только и не разобрать, нервы это или результат действия мутагена. Скальпель привычным движением оказался в руке Лехи. По лицу Санька пробежала мимолетная тень. О том, что быть здесь ученым означало иногда становиться мясником, он временно забывал. С бледного запястья девчонки на стол сначала закапало, а затем потекла небольшими ручейками кровь. Из-под кляпа донесся приглушенный вой, жесткие ремни намертво фиксировали содрогающиеся худенькие тельцы. Саша окинул внимательным взглядом капельницу, чтобы случайно не встретиться с объектом глазами. Все-таки временами работа оказывалась тяжелее, чем ожидалось. Запах железа в душной камере смешивался с вонью отхожего места. Отстраниться от неприятных мыслей ему все равно не удалось. пласт кожи с неприятным звуком шлепнулся в приготовленный лоток. Вопли девчонки не смолкли, но постепенно перерастали в сдавленные хныганьи. Ученые завели отстраненную беседу о планировках домов, панорамных окнах и количестве лошадок под капотами премиальных машин. Склицание «О!» спустя десяток минут прервало обсуждение обводов новой Ауди. Двое мужчин деловито принялись рассматривать свежую рану на руке девочки и с огромным удовлетворением в глазах кивать. Кровотечение остановилось само собой. «Что ж, коллега, поздравляю, мы дошли до второй фазы. Надеюсь, остальные объекты порадуют тем же». Леха вышел сразу следом за охраной. Александр же, запнувшись, обернулся к распятой на столе девочке. Несколько секунд глядел на нее и, зачем-то бросив станет немного легче. Покинул камеру. Поднявшийся ветер принес им обрывки животного воя, дикого, захлюбывающегося, жутковатого. «Надеюсь, это не что-то сбежавшее из старой лабы», похотнул Леха, и его глаза масляно блеснули, когда взгляд упал на чужую початую пачку мальбора. Коллега вздохнул и молча протянул ему сигарету. Алексей с упоением вдохнул тяжелый сладковатый запах, сдул налипший табак и пожевал ее губами. Огонек у него свой был. Крутанулось колесико, щелк. «Единственный монстр здесь, мы», выдохнул Александр. «А?» Собеседник не расслышал. Погромче пришлось повторить. «Думаю, здесь единственные монстры, те, что у нас в подвалах». «Ага, но осторожность не помешает». И погладил кобуру, что на поясе в лабе пистолет даже оружием не считали, только способом или защититься от неудачного эксперимента, или застрелиться, если с первым не сложилось. Спали с ним, ели с ним, наверное, и кувыркались бы, будет здесь получше с женщинами. Вспомнились две пубертатные девицы из камер. «Никто не узнает, а если и узнает, да плевать всем». Танька передернула. «Ну нет уж, переживем и без этого». В этот раз пламя отливало голубым. В этот раз он на него даже не глянул. Небольшую столовую наполнял звук стучащих по грубой жестяной посуде вилок. Удивить готовкой, соображенной в основном из круп и консервов, было сложновато, но повару удалось. В очередной раз варево вышло еще менее вкусным и еще более отвратительно выглядящим. Хоть самому берись за кастрюли и поварешки. Не возьмутся, разумеется. Это ниже достоинства высококвалифицированных специалистов, один из которых и вовсе едва не правая рука хозяина. Рядом с мисками сияли глянцевыми экранами ноутбуки. На них данные какие-то, таблицы, изображения. Работа была здесь единственным развлечением. Расчеты завершились. Результаты анализов крови обнадеживали. Вот это самое перспективное. Леха задумчиво потер щетину. Хотя, казалось бы, я ставил на бомжа. У него активность мутагена минимальна. Интересно, это личная особенность или, так сказать, проспиртованность организма? Да черт его знает. Нам-то какая разница? Зировку давай на 20% увеличим, чтобы добро не пропадало. Хоть посмотрим, что получится, если не получится. Согласен. А девчонка? Видимо, станет первой. Окрик солдат, стойка с капельницей, стол на колесиках. Громыхает. Болит голова. Лучше бы отключиться, но, как назло, сознание не спешит ее покидать. Пусть все наконец закончится. Скальпель вновь в руки ученого. И острая боль вгрызается в запястье, а кляп в уголке губ. В этот раз боль погасла быстро. Быстрее с каждым разом. Александр брел по морю травы, что скрывало его фигуру почти целиком. «Если вляпаешься, тебя не спасу даже я», донеслось до него от развалин завода, скрывающих вход. «Курси». «И найденные во время выполнения контракта артефакты обязан сдать». «Знаю». Леха помолчал, не понимая, с чего вдруг напарнику захотелось покинуть безопасную заводскую территорию и побродить среди растительности. Проскинул мозгами и почти наугад бросил. «Если тебя вдруг моральные терзания не отпускают, то бросай это дело!» «Знал, на что подписываешься». Ковыль скрыл то, как Саня запнулся. Затем остановился, молнию расстегнул. В тишине безлюдной степи звуки безошибочно подсказали ученому, чем занят напарник. Он хмыкнул. «У меня свои цели есть», спокойно поветал Сашка, возвращаясь. «Избить с них такая мелочь не способна». «Тише, тише, как скажешь», примирительно проговорил Алексей. «Хорошие новости!» воскликнул Леха. В ответ мрачно пошутили. «Кто умер?» «Ай!» ученый отмахнулся рукой. «Первая половина командировочных. Хозяин в этот раз сам приехать не смог, но, как видишь, слово держит», и протянул пухлый конверт. Саня заглянул, вытащил купюру, выкрутил и довольно хмыкнул. Стопка иностранных бумажек согрела душу. Конверт к ней же поближе и отправился. В карман рубашки. Увидев расплывающуюся по лицу напарника улыбку, Алексей съехидничал. «Но одной ногой ближе к домику у моря?» Продолжая ухмыляться, Санек кивнул. Холодные внимательные глаза не отражали лишних эмоций. «Да, еще немного», ответил он. Потянулся, размял затекшую спину, беззаботность изобразил. Мешали воспоминания о толстой детской медицинской карте. Слишком толстой, чтобы не выделяться среди сотен других. «Совсем чуть-чуть», полголоса пообещал он себе. Фаза три. Уже не человек. Только придумали и сразу к пятому. Ну, а чего бы нет. Отличие от третьего только в использовании артефакта зеленка при синтезе. Не думаю, что вылезут какие-то сюрпризы. Оба выдохнули. Благо, камера наконец отмыли, и прогулка мимо них сшибает запахом хлорки, а не разложения. Собственно, ближе к делу, а точнее к занятым камерам. Уже нехнычущая девчонка вновь распластана на столе. Уже настороженные солдаты по очереди держат ее под дулами автоматов. Электроды оплетают пленницу тонкой паутиной, и в вырезанных прорехах в одежде виднеется грязная кожа. Тест на регенерацию радовал ученых неимоверно. Кровотечение останавливалось за 45 секунд. Через сутки на месте снятой кожи красовалось новое, пунцовое, словно свежий шрам. Удивительный процесс. Только единожды им удалось добиться подобного ранее. Звон в медицинском лотке, и прозрачная жидкость в капельнице приобретает розовый цвет. Девочка смотрит в потолок пустым, отрешенным взглядом. Александр поправил электрод, закрепленный на лбу, и вздрогнул. Теперь пленница глядела ему прямо в глаза. Зрительный контакт он разорвал не сразу. Сначала, словно завороженный, любовался, не понимая, чем именно, а как понял, отшагнул и выдохнул, успокаиваясь. Охрана отреагировала на его шатание повышенной готовностью, и только кивок Лехи заставил их опустить оружие. Девочка вновь уставилась наверх. На ее лице больше не было ни страха, ни боли, только бесконечная усталость. Все в порядке? Да, да, ногу судорогой свело. Все отлично. Впредь Саша избегал смотреть в сторону лица девчушки. Как только они закончили, мужчина торопливо ушел наружу курить, долго-долго отплевывался и прятал лицо в ладонях, убеждая себя, что на столе лежала не его дочь. Нет, ну, конечно же нет, принялся обеседовать с воздухом. Ей сейчас деньги нужны, а не мои сопли. Сука! Пальцы в рыхлую землю ввонзились, сжались. Из вытащенного кома мелкой взвесью разлетелась пыль, а затем сам ком трухляво осыпался вниз. Девчонка беспризорница, никто о ней не пожалеет. У меня есть цель, цель, есть. Да, соберись. Хватит. И неожиданно громко крикнул «Хватит!» Крик спугнул какую-то ящерицу, вылезшую погреться на солнце. И только лишь. Безжизненный край. Ничего тут больше не происходило, кроме того, что творили они. Время остановки кровотечения сократилось до 30 секунд. Время заживления на 3 часа. И радовало это ученых до чертиков. Девчонка превосходила все поставленные прежде рекорды и при этом сохраняла вполне жизнеспособные показатели. Иными словами, не собиралась откинуться в ближайшее время, в отличие от предыдущих объектов. Пятый мутаген бил по успешности остальные, но и побочка у него выявилась неожиданная. Кожа девочки приобрела зеленоватый оттенок, словно ее очень сильно мутило. Поначалу так и подумали, но анализы, прочие внешние признаки, все оказалось в норме. Леха даже нашел эту особенность милой, дескать, как в фильмах Марвел или Орг всяких, такая вот отсылка к большому миру, что за кордоном своей жизнью живет. Пока они меняют будущее без преувеличения всего человечества. Девочка в перерывах между приковыванием к столу даже не шевелилась. Сидела на корточках, прислонившись спиной к стене, обнимала колени руками и из-под чуть прикрытых век глядела перед собой. Кляп больше не требовался, болевой порог пополз вверх и даже порезы не вызывали иной реакции, кроме как подергивания уголка рта. Хозяин премию пообещал за такой прорыв, улыбался Алексей. Он почти все время проводил или в камере с девчонкой, или в компьютере, систематизируя собранные по ней же данные. Остальные пленные не вызывали у него особого энтузиазма, с ними хватало и ежедневного введения дозы мутагена. Саньку тоже отдохнуть времени выпадало мало. Данные по девочке сменялись слишком часто, скорость мутации нарастала и упустить что-то из-за жалкого отдыха не хотелось. В конце концов, хоть бы из азарта, захватившего обоих исследователей. Вот и вкалывали они на пару, не покладая рук, скальпелей и шприцев. Не понял, моргнул Леха, почесал трехдневную щетину, подумал, все еще не понял. Помимо цвета кожи изменилось что-то еще, но мозг не спешил объяснять хозяину, что именно было не так. Александр торопливо подошел к пленнице, протянул руку, приподнял голову, словно кукле. На бледновато-зеленом подбородке появилась он не знал, как это назвать, щупальца. Исследователи озадаченно переглянулись. «Сильные внешние отличия от людей нежелательны», озвучил Леха одно из условий эксперимента, и тут же протянул. «Но с другой стороны, это ведь еще не сильные, да?» «Эм, пожалуй, да». Александр, поежившись, опустил голову девушки и, успокаивающе, ее плеча коснулся. Несознательно. Запоздало сделал вид, что рассматривает почти затянувшиеся шрамы. Рачито спокойно отошел, будто ничего такого и не было. «Соберись», подумал он и пожалел, что сам себе пощечину отвесить не может. Словно услышав его мысли, девчонка медленно повернула к ученому голову. Посмотрела пустыми глазами. «Запишешь, Сань?» Алексей то ли ничего не заметил, то ли сделал вид, что не заметил, но лопатки коллеги взглядом буравил исправно. «Да фигня вопрос. Прямо сейчас, пожалуй, и схожу. Завтра можем переходить к следующим тестам на регенерацию. Начнем с фаланг пальцев. Почему-то я уверен, что результат будет, и будет он впечатляющим». Ночь прошла тревожно, вернее, тихо, как и обычно, но Александр и век не сомкнул. «Это же глупо», убеждал себя. «Что ей, до моих слов? Она почти овощ. Разве с овощами разговаривают? Здравствуй, картошка, как дела?» Сплюнуть захотелось. Ворочаться еще начал. Никак уж сон не шел. Идиот. Ну неужели на самом деле, а? Совесть мучает. Облегчить ее хочется. Тогда нехрен было соглашаться на эту работу. Знал, что тут не хомячки, не обезьянки даже. И тут же принялся с собой спорить. А выбор? У меня выбор разве был? Я просто делаю то, что должен. Это единственная возможность. Нет других. Не было и не будет. Помолчал в темноте. Минуту, две, десять. Вздохнув, поднялся с койки и прошептал. Безумие. Цвет фонарика мотался по стенам в такт шага. Направляясь по коридорам в сторону камер, прокручивал в голове диалог. Монолог, вернее. Что она ему ответит? Как? Как снимет груз с души? Смешно. Едва обратно не повернул. Но ноги упрямо вперед несли, не позволяя смолодушничать, ну или проявить благоразумие. Охранный пост в коридоре у камер, под единственным работающим источником света, встретил его безо всякого удивления. Плевать им было на работников умственного труда. Лишь была бы цела осталась, да прогресс маломальский был. Проверить кое-что надо, пока мысли есть, пояснил он вояком. Думаю, можно без сопровождения. Бойцы несколько секунд переваривали его слова, затем кивнули и вновь замерли. Когда он прикрыл за собой двери, вместе с темнотой его обнял и страх. Огромными усилиями мужчина убедил себя, что прикованная к стене в дальнем углу пленница все же не сможет ни на кого накинуться. На свет фонаря девушка не отреагировала, как и вообще на его появление. «Прости», сглотнув ком в горле, выдавил из себя мужчина, «просто прости, я лишь делаю свою работу». Ничего не произошло, и чувствовал он себя теперь очень глупо. Совесть не засияла кристальной белизной, не посыпались с нее тонны налипшей грязи. «Мне очень деньги нужны, ничего личного». В камере повисла тишина. Исследователь просто смотрел на пятно света, в котором скорчилась маленькая и безразличная ко всему фигурка. Таня бросалась спасителю на шею, не молила о помощи, не звала папочкой, как ее ровесница с такими же серебряными глазами. Отдавшись еще одному бессмысленному порыву, мужчина подошел к пленнице вплотную и, леденее от собственного безрассудства, присел рядом. Луч фонаря уперся в стену, камеру отражением осветил. «Ты вряд ли поймешь», проговорил он охрипшим голосом, «но мне правда очень жаль всех вас». И рукой коснулся девичьего плеча. Теперь скрываться было не от кого, от себя разве что. Что он вообще делает? Может, это и не его воля вовсе была. Сюда прийти. Голова девочки повернулась. Ее глаза по-прежнему ничего не выражали. Даже фокус плавал где-то далеко за пределами камеры. «Прости еще раз», коснувшись тонких горячих пальцев и случайно тронув ледяную цепь, он поднялся, сделал несколько шагов к выходу и зубы сжал. Опустив подбородок к груди, всхлипнул. «Хватит! Отпусти меня!» Девочка равнодушно смотрела куда-то сквозь мужчину. «Отпусти! Прошу!» Сцепив кулаки, он тихо застонал. «Не могу!» Рука поднялась по бедру к кобуре с пистолетом, достала старенький казенный ПМ. Развернувшись к пленнице, он поднял оружие и медленно выжал спусковой крючок. Выстрел в закрытой камере оглушил мужчину. О том, что внутрь зашла охрана, он догадался лишь по полоске света, притянувшейся из коридора, и не спешил оборачиваться. «Она попыталась напасть на меня!» Александр надеялся, что публика поверит. Голос дрожит от пережитого ужаса, а не угрызений совести. «Когда проводил осмотр!» «Очень жаль!» Услышать голос Лехи он точно не ожидал, равно как и услышать именно эти слова. «Очень жаль, что ты сломался!» Бойцы никак не отреагировали, когда Алексей достал свой пистолет. «Ты ведь человека живого застрелил!» «Девочку!» «А? Каково?» «Отпустил бы ее!» «Дал сбежать!» «Странный ты!» «Нет же! Своими руками!» «Жизнь отнял!» «Жестоко!» «Жестоко! То, что мы с ними делаем!» выдавил Саша и повернулся к ним лицом. Вернее, попытался повернуться. Чужой выстрел не позволил ему завершить начатое. Пуля пробила голову. С такого расстояния тяжело было бы промахнуться и ребенку. Присев над телом, Леха принялся шарить по карманам убитого. Пустую сигаретную пачку нашел. Покачал головой, продолжая поиски. «Эх, говорил я тебе, курение убивает!» Конверт, еще не успевший пропитаться кровью, перекочевал в карман халата. «Приберите здесь потом», бросил он в пустоту и удалился. Вояки не спорили. Воля ставленника хозяина равна его собственной воле, и они здесь лишь за тем, чтобы ей следовать. от потери объекта было тоскливо. Только отчитался о результатах наверх, и тут такое... Он подозревал, конечно, но не предполагал, что напарнику хватит на подобные решимости. Тьфу! Теперь логи исследований придется вести самому, пока с большой земли не пригонят нового помощника. Устало потеряв глаза, он открыл файл последнего доклада. Последнее напечатанные строки гласили «Мутации объекта касаются только физических параметров. Активность мозга прежняя, если не пониженная. Все способности не обнаружены. Сила объекта выросла на 70% по сравнению с первоначальной. Данные по регенерации приведены выше и внушают отдельный интерес». Вздохнув, Алексеев писал информацию о гибели самого перспективного образца. Иван Харченко «Остаться человеком» «Храбр тот, кто найдет в себе силы не отнять чужую жизнь, а пощадит ее». Джон Рональд Ройал Толкин «Герметизация шлюза завершена», сообщил металлический голос из динамика. Где-то внутри стен раздалось несколько последовательных щелчков и дверь наконец распахнулась. Девушка в комбинезоне химической защиты надела на голову шлем и шагнула наружу. «Может быть, не стоит идти одной, Аврора?» Вслед за ней из бункера вышел молодой парень. Высокий, тощий, с длинными руками, заостренными чертами лица и крючковатым носом, поверх которого очки в толстой оправе. На нем был лишь серый лабораторный халат, накинутый на покатые плечи. Следующей ночью обещали выброс. «Все будет хорошо», уверенно ответила девушка, на ходу защелкивая последние пряжки и замки на комбинезоне. «Я туда и обратно, ты же знаешь». На ремне за одним плечом висела укороченная винтовка, за другим самый обычный плотно набитый тряпочный рюкзак. «Я тебе говорил, что профессор категорически не одобряет этих твоих прогулок». «Не одну сотню раз», улыбнулась девушка, «и минимум дважды за сегодняшнее утро». «Этот твой доктор не может подождать до послезавтра?» «Нет», ответ был твердым. «Я не навещала его уже месяц и обещала передать копии последних отчетов». «Возьми с собой хотя бы Аркадия». «Вот еще, с этой железякой я и к утру на базу не вернусь». Девушка быстро шла через внутренний двор комплекса по направлению к подъемным воротам. «Это не железяка», парень поправил очки, «а специально разработанный робот-ассистент, предназначенный для сопровождения научных... «Да знаю, знаю, не начинай». Девушка надела прорезиненные перчатки, закрепив их к рукавам на петельки. «Это твой Аркадий хороший компаньон, но мне совсем не хочется таскать его на себе по болотам. Ты же знаешь, у него то манипулятор заклинит, то процессор перегреется, а на прошлой неделе он и вовсе увяз в трясине, так что техникам пришлось вертолет за ним отправлять». «Да...» парень казалось смутился. «Я уже много раз говорил профессору Сахарову не переживай». Девушка закончила все приготовления, наконец посмотрела на своего спутника и улыбнулась ему. «У меня безопасный маршрут, а в случае чего я всегда могу остаться у доктора». «Почему ты надела это старье?» парень критически осмотрел оранжевый комбинезон. «В таких уже даже ассистенты не ходят». «Не понимаю, ССП-9М гораздо практичнее и удобнее». «Мне совсем не нравится новая модель». Девушка сняла очки и протянула их спутнику. «Во-первых, из-за модернизации она гораздо тяжелее предыдущей. Во-вторых, система фильтрации воздуха не рассчитана на долговременное пребывание в сильно загрязненных областях. И в-третьих, ладно, ладно», молодой ученый вздохнул и поднял руки в знак капитуляции. «Сдаюсь». «Да и цвет дурацкий». Она откинула прямоугольную крышку прибора, зафиксированного на груди, и отщелкнула несколько тумблеров. «Какой-то кислотный, что ли». «Послушай, Аврора», оглянувшись по сторонам, тихо сказал ученый. «Да». Девушка подняла взгляд. Ее друг, старший лаборант Лавров, все утро вел себя весьма странно, а сейчас выглядел чем-то очень обеспокоенным. Казалось, он уже собрался с силами, чтобы сказать ей что-то очень важное. «Будь осторожна, прошу тебя». Ученый порывисто обнял девушку. «И старайся не идти мимо завода. Вчера там снова видели кадавров». Вернусь к ужину, немного ошарашенная, она улыбнулась другу и помахала часовым на вышках по обе стороны ворот. В стенах что-то громко зажужжало, и платформа на толстых цепях медленно поползла вниз. Девушка миновала проложенный над бетонным рвом мост под неодобрительным взором начальника охраны. Ряжистый, одетый в камуфляж капитан Игнатьев проводил ее внимательным взглядом и, когда она наконец сошла на противоположную сторону, крикнул дежурному, чтобы закрывал калитку. Когда ворота за спиной поднялись, Аврора сняла с плеча винтовку и быстрым шагом двинулась вперед. Над янтарем занималось утро. По небу ползли тяжелые хмурые тучи, сквозь которые лишь изредка проглядывало тусклое солнце. Заболоченная земля тонула в желтовато-серой дымке, а слабый ветер осторожно колыхал стены высокого камыша. От моста до ведущего к заводу шоссе была проложена бетонная дорога и некоторое время можно было идти по ней. То справа, то слева виднелись ржавые остовые брошенные когда-то строительной техники. Местами кустилась хилая серая растительность. Снова откинув крышку нагрудного прибора, Аврора спрыгнула с бетонного покрытия. Прорезиненные ботинки тут же зачавкали по раскисшей грязи. Несколько числовых значений на квадратном экране детектора выросли уже после десятки шагов, а встроенный датчик издал тонкий звук, предупреждавший о значительном радиационном загрязнении. Девушка включила систему фильтрации воздуха и оглянулась на научную станцию. Из поросшего камышом оврага виднелись лишь неприступные стены, вышки и крыши бункера, утыканные шпилями локационных антенн. Но вперед, тихо сказала сама себе и уверенно двинулась по направлению к проложенной под дорогой сточной канаве. Через нее можно срезать часть пути, вместо того, чтобы идти по открытой местности, рискуя попасться на глаза, рыскающим всюду с норком или прячущимся среди ржавого хламах кровососом. Конечно, винтовка с глушителем являлась хорошим подспорьем при встречах со многими обитателями янтаря, но Аврора старалась прибегать к ее помощи лишь при самой крайней необходимости. Старательно переставляя ноги в раскисшей грязи, девушка вспоминала свой первый полевой выход, едва не ставший для нее последним, если бы не приставленная к группе охрана. Тогда она еще не знала, что обнаруженное существо было с норком, одним из самых опасных монстров зоны. Да и откуда ей было знать? Ведь это был ее первый полевой выход, настоящее приключение для еще вчерашней студентки университета, твердо решившей овековечить его с помощью фотоаппарата, который, к слову, этого приключения не пережил, будучи разбитым о землю при падении. Надеюсь, вы понимаете, что я буду вынужден доложить Сахарову об этом инциденте. Калугин, которого от сбора материалов не отвлекло даже появление монстра, наконец поднялся, убрав последнюю колбу в специальный поясной контейнер. Ох, и влетело ей тогда за злостные нарушения всех инструкций и предписаний при работе с аномальными образцами в полевых условиях. Поднимался даже вопрос об отстранении. Перед выходом с вами проводился инструктаж? Да, конечно. У вас имелись при себе средства самозащиты? Да, пистолет. В таком случае мне вдвойне непонятны ваши действия, Громова. Заступился к ее неожиданности лишь профессор Фельдман, пришедший в лабораторию со сделанными ею снимками. На моей памяти вы первые, кому удалось подобраться к снорку так близко. Он изучал глазами сгорбленный силуэт монстра. Да еще и сфотографировать. Как вы смогли так удачно подобрать ракурс? Это вышло случайно, девушка объясняла произошедшее в сотый раз, а потом опять и опять. К счастью, все закончилось лишь выговором и отправкой на исправительные работы в столовую, а также многочасовыми тренировками в стрелковом тире под чутким руководством капитана Игнатьева. Кроме того, к ее собственному удивлению, профессор Фельдман подарил ей новый фотоаппарат. От нахлынувших мыслей ее отвлек раздавшийся слева щелчок. Этот сухой звук сработал даже лучше сигнала от датчика аномарий. Девушка встрепенулась, винтовка мгновенно оказалась в руках. Зомбированный стоял в нескольких метрах, увросший в землю кабины грузовика и целился в нее из пистолета. В грязной, изорванной одежде еще угадывался сталкерский комбинезон. Кожа на перекошенном лице частично разложилась, оголяя подгнившие мышцы. «Ура!» заклокотал мертвец и уже намеревался спустить курок. Короткая винтовочная очередь разнесла покрытую коросты голову с остатками волос. Тело, похожее на старую деревянную куклу, неловко качнулась и медленно завалилась на траву. Продолжая сидеть на колене, девушка еще некоторое время оглядывалась по сторонам. Кадавры обычно не ходят в одиночку. Затем спокойно поднялась и продолжила путь. Теперь, по прошествии нескольких лет, убийство оживших мертвецов или сталкеров, утративших разум от пси-излучения, почти не вызывало в душе смятения и переживаний. Ей быстро пришлось понять, что в зоне нет места для лишних эмоций. Человечность и сострадание не остановят наемника, которому заплатили за твою голову. Бродяга-бандит пристрелит тебя даже за пару малоценных артефактов или поношенные ботинки, а затаившемуся за ближайшим кустом мутанту все равно, как гуманно ты обошелся с его сородичем на последнем полевом выходе. Ты для него пропитание, которое нужно умертвить любой ценой, чтобы выжить. Вскоре впереди за порослью кустарника показалось жерло трубы. Теперь осталось лишь обойти по широкой дуге увязший в лужи экскаватор, его ржавые останки вгоняли детектор в панику даже на почтительном расстоянии. После короткого инцидента лаборантка держала винтовку под рукой и внимательно оглядывалась по сторонам. Нельзя подпускать к себе кадавров так близко. Свод сточной трубы был достаточно высоким и позволял человеку пройти в полный рост. Аккуратно уклоняясь от свисающих с потолка гроздев странной растительности девушка двигалась вперед. Здесь нужно было идти медленно, старательно переставляя ноги в мутные местами доходившие до колен в воде. Луч установленного на винтовку фонарика гулял по сырым заросшим мхом-стенам. Перед противоположным выходом труба значительно изогнулась вправо. Вглянувшись на уже пройденный окутанный темнотой отрезок пути, девушка вышла из-за поворота. Довольно крупная, сидящая на мокром камне крыса подняла заостренную мордочку на непрошенную гостью. Аврора замерла в тот же миг, инстинктивно реагируя на движение, но зверек уже ретировался, а из воды хвост. Вот и выход. Аккуратно раздвинув ветки стволом винтовки, Аврора рассматривала пространство впереди. Ей предстояло пересечь широкую низину с брошенными в ней автобусами и легковушками, затем перемахнуть через холм, миновать старый железнодорожный узел. Севернее были совсем пустые, заброшенные земли, и путь через них не предвещал никаких опасностей. Снорки напали на нее у железнодорожного узла. Встретить их здесь, среди навеки застывших на рельсах товарных составов, поросших полынью разгрузочных платформ и полустанков, было маловероятно, но в этот раз девушка буквально не оставила монстрам ни единого шанса, разогнав их с помощью нескольких светошумовых гранат. Выяснить, что определенные низкочастотные импульсы способны влиять на поведение снорков совершенно случайно удалось профессору Фельдману. Исследовательская группа под его руководством несколько недель проводила испытания новых сканеров аномалий. Сначала на повышенный интерес мутантов к ученым не обращали особого внимания, нападения случались и раньше, но в один из дней, когда в ходе испытания интенсивность работы сканеров постепенно увеличивалась, снорки потянулись к источнику со всей округи. Занервничали даже сопровождающие, когда количество окруживших лагерь мутантов перевалило за два десятка. Избежать жертв удалось лишь благодаря хладнокровию руководителя группы. Сопоставив имеющиеся факты, профессор Фельдман быстро понял, чем вызвана странная агрессия снорков, и перенастроил сканеры на генерацию низкочастотных волн. Спустя пару минут монстров и след простыл. После этого был проведен ряд дополнительных экспериментов, лишь подтвердивших теорию Фельдмана, и вскоре штатное снаряжение курсирующих по зоне научных групп пополнилось новым типом светошумовых гранат с особым зарядом, который при детонации создавал разовый низкочастотный импульс, полностью безвредный для человека, но крайне эффективный против снорков. Недовольное рычание получивших отпор монстров перестало доноситься, как только девушка спустилась с покатой насыпи, отделявшая железнодорожную станцию от обширного заросшего травой луга, сразу за которым выселась стена леса. Именно там, в тени, среди низких еловых ветвей, Аврора позволила себе рухнуть без сил прямо на хвойную подстилку. Она лежала долго. Из-под стекла шлема доносилось лишь тяжелое хриплое дыхание. Вскоре, устроившись на ближайшем пне и вытянув уставшие ноги, она сняла шлем и, наконец, вдохнула полной грудью. Лесной воздух, прохладный, но не совсем свежий, первый миг перехватил горло. Утерев лицо и глотнув кисловатой воды, девушка вытащила КПК из специального наручного кармана. Взгляд забегал по квадратному экрану. Новостная сеть, как и обычно, пестрила сообщениями. Очередной выброс случится завтра ночью с вероятностью 96,6%. Сталкеры, если вдруг вы оказались далеко от надежного укрытия, двери нашей станции всегда открыты для вас. Еженедельный прогноз от ученых на яндаре. Сталкер, жизнь дарит тебе возможность найти верных товарищей в рядах свободы. Только здесь ты найдешь тех, кто прикроет спину и поделится последним куском хлеба. Радио Свобода. Сталкер, защити мир от заразы зоны, вступи в долг. Комендатура долга. Ищутся добровольцы для выполнения опасных, но хорошо оплачиваемых заданий. Заинтересованным подходить в сторинген. Бармен. Куплю два артефакта «Ночная звезда». Цена значения не имеет. Нахожусь на кордоне в деревне новичков. Петруха. Монолит — это свет и знание, знание и свет. Он вернется, вернется, избранные спасутся. Источник неизвестен. Дальнейший путь прошел почти без приключений. Здесь, в лесу, воздух был относительно чистым, и Аврора не стала надевать шлем. Он был тяжелым и значительно снижал обзор, а ей хотелось внимательнее рассмотреть окружавшие ее деревья и кустарники и, может быть, даже сделать несколько фотографий для ее научной работы, посвященной флоре и фауне зоны. Тяжелый запах гари привлек внимание. Остановившись, Аврора сверилась с детектором, но не обнаружила поблизости аномальных очагов. По мере продвижения казалось, что зловоние усиливается, и вскоре она стояла на краю обширной поляны, центр которой был усыпан грудой сгоревших тел. Здесь ей пришлось снова надеть шлем, чтобы хоть как-то оградить себя от вездесущего горького запаха горелой плоти. Приблизившись, она смогла рассмотреть среди слабо дымящихся, засиженных мухами останков туши нескольких кабанов, псевдоплотий, слепых псов и даже изувеченного кровососа, а чуть в стороне насаженные на срубленные ветки головы монстров. От увиденного ее замутило, к горлу подступил тяжелый ком, а картина жестокой расправы над мутантами еще долго стояла перед глазами. Обойдя притаившийся посреди прогалины трамплин, девушка выпила воды и умыла покрасневшее лицо. Казалось, чудовищный запах прилип к ней, и она будет чувствовать его вечно. Передохнув и успокоившись, продолжила путь. В этом месте лес начинал редеть, а твердая земля постепенно превращалась в раскисшую болотную грязь. Помогите! Прошу вас! Нет, не послышалось. Аврора оглянулась по сторонам, положив ладонь на рукоять винтовки. Сначала показалось, что на прогалину вышел еще один зомби. Невероятно грязная сталкерская куртка, драные, задубевшие штаны и, видавшие виды, расхлебанные берцы. Худое лицо перемазано, глаза полузакрыты, из носа текла кровь, на щеке глубокая запекшаяся царапина. Грудь и плечо перетягивали пожелтевшие бинты, пропитавшиеся темным в паре мест. Случайный человек наверняка принял бы его за зомби, но Аврора знала, что даже свежие зомби быстро теряют способность к связанному общению. Он шел к ней, пошатываясь и, кажется, сказал что-то еще. Затем попытался опереться о ствол хилой березки, но та легко качнулась под его весом, и парень рухнул лицом в жухлую лесную подстилку. Страх, овладевший ей в первое мгновение, наконец перестал крутить внутренности в узел, и девушка бросилась на помощь. Легкое тело удалось перевернуть без труда. Парень едва дышал, выдыхая редко и с пресвистом. Без лишних слов, Аврора вкатила ему в плечо противошоковую инъекцию и обезболивающее из научной аптечки. «Держись!» промотала она, потирая грязь с его лица и подставляя к губам горлышко фляги. Парень пил медленно, давясь и кашляя. «Мне нужно посмотреть твою рану». Убедившись в отсутствии переломов и тяжелых травм, Аврора помогла ему сесть и прислониться к стволу дерева. Бинты размокли и разлохматились. Было видно, что намотаны в спешке неумелой рукой. С трудом оторвав очередной слой, девушка заметила, что к груди чуть ниже двух пулевых попаданий был примотан странный почерневший бугристый комок. «Это что, кровь камня?» Аврора удивленно смотрела на то, что осталось от артефакта. «Она самая». «Да ты псих!» диагностировала девушка. Ей много раз доводилось слышать о безумцах, использующих артефакты зоны. С помощью одних, по слухам, можно было остановить даже самое серьезное кровотечение, другие способствовали скорейшему заживлению глубоких ран на теле, третьи помогали долгое время не чувствовать усталости, четвертые в разы повышали всесопротивляемость. Перечислять полезные свойства, нашедшие у бродяг широкое применение, можно было до бесконечности. любой здоровый на голову человек никогда не решился бы контактировать с радиоактивными, малоизученными порождениями зоны. Парень попытался открыть глаза и посмотреть на свою спасительницу. «Что с тобой случилось?» «Долг. Они идут за мной. Они скоро». Будто в подтверждении его слов, со стороны, откуда появился несколько минут назад он сам, послышались громкие голоса и раскатистое эхо короткой автоматной очереди. «Он там, за деревьями! Что им нужно?» «Моя голова». Девушка оглянулась по сторонам. «Беги, спасайся. Если узнают, что пыталась мне помочь, не пощадят. Я должен найти болотного доктора. Мне известно, что он живет где-то поблизости. Это правда. Я как раз иду к нему». Он вдруг резко схватил ее запястье. Она дернулась от неожиданности, но хватка холодных пальцев оказалась крепкой. «Закрой глаза и представь его дом! Быстро!» То, что произошло дальше, она не смогла бы описать словами. Окружавшая их картина вдруг смазалась, неизвестно откуда налетели порывы гудящего ветра, вокруг заплясали зигзаги крохотных молний, и мир утонул в ослепительной вспышке света. Двое мгновенно исчезли, ставив после себя лишь углубления в земле, а дерево, о которое парень опирался еще секунду назад, рухнуло с идеально ровным полукруглым срезом на стволе. С трех сторон на прогалину вышли люди в черно-красных комбинезонах. Не опуская оружие, медленно собрались у места, где только что произошла какая-то неведомая чертовщина. «Тебе нужны еще какие-то доказательства, командир?» спросил один из них. «Сорока не соврал! Этот выродок действительно мутант!» и снова обдурил нас. Высокий, крепкий долговец снял с лица респираторную полумаску и внимательно осмотрел место, где еще недавно видел странный, возникший из ниоткуда полупрозрачный искрящийся пузырь. «Телепортация?» «Не исключаю», отозвался другой, уже обошедший поленку с детектором аномалий. «Сможешь выследить?» Командир повернулся к одетому в серый плащ сталкеру. Тут присел на корточке у идеально ровного углубления и аккуратно касался кончиками пальцев земли на его дне. «Думаю, да». Сталкер повертел в ладони разрезанную надвое еловую шишку. «Щенок еще не знает, на что способен. Не может перемещаться на большие расстояния. Он наверняка идет к болотному отшельнику, который живет по слухам где-то поблизости». «Веди!» кивнул командир и обратился к другому долговцу. «Парисенко, свяжись со вторым отрядом, пусть приступают к верхним болотам». Ощущение было неприятным, будто все внутренности сделали двойное сальто и никак не желали возвращаться на свои места. Ее мутило, кружилась голова. Они лежали в центре островка, окруженного высоким камышом. Пахло болотом и киной, отовсюду доносилось надсадное лягушечье кваканье. Еще немного посмотрев на низкоплывущие над ней серые облака, Аврора с трудом приподнялась на локте. Как и догадывалась, они совершенно точно находились посреди болот. Этот факт пока не желал укладываться в звенящей голове. Последним, что она запомнила, была ослепительно яркая вспышка и какой-то странный металлический звук. А еще глаза странного парня, в последний миг вспыхнувшие нестерпимым голубым светом. Он лежал рядом на боку и, казалось, совсем не дышал. Поразмыслив, Аврора вновь сделала ему укол и сменила повязку на груди. «Что это было?» первым делом спросила она, как только парень открыл глаза. «Я хотел перенести нас к жилищу доктора». Он говорил с трудом, деревеневшие сухие губы не желали шевелиться. «Где мы находимся?» «Что значит перенести?» Ее удивляло, как спокойно и обыденно он говорит об этом, будто проделывал подобные не одну сотню раз. «То и значит, парень закашлялся. Прошу, давай поговорим об этом позже. Я расскажу все, обещаю. Где мы?» «На болотах?» Аврора пожала плечами. «Дом доктора, кажется, в той стороне». Из-за стены камышей открывался вид на бескрайний, затянутый трясинами простор. «Отведи меня к нему». «Зачем тебе, доктор?» «Мне нужна его помощь. Разве не видно?» Ничего не ответив, Аврора помогла сталкеру подняться, закинув его руку на плечо и поддерживая сбоку. Он не был тяжелым, но идти, то и дело, выдирая ботинки из густой болотной жижи, было нелегко. Помимо этого, требовалось постоянно проверять путь впереди и сверяться с детектором, часто сигнализировавшим об опасной близости аномалий. Иногда приходилось останавливаться, чтобы загодя обойти опасные болотные испарения, с легкостью проедающие самые мощные защитные фильтры. Пару раз они останавливались на короткие передышки. Парень отключался, едва оказавшись на земле, и вновь поднимать его на ноги с каждым разом было все труднее. Дважды путников едва не засосало в трясину, а позже чуть не прибило воронкой, которую Аврора сначала даже не заметила и почувствовала лишь за мгновение до неизбежной гибели. Самочувствие парня ухудшалось, он то и дело спотыкался, терял равновесие и заваливался на еле-еле бредущую спутницу. На привалах она пыталась поить его водой и на свой риск даже вколола мощный стимулятор из аптечки, но все усилия были бесполезными. Раненый сталкер был истощен морально и физически, спасаясь от наверняка многодневной погони. Вскоре он уже не шел, а лишь механически переставлял ноги, все больше опираясь на плечо девушки. Приближалась ночь. Разномастные островки камыша сменялись один за другим. То тут, то там из болотной тины выглядывали голые кустики и хилые деревца. Молодой сталкер окончательно выбился из сил, повиснув на плече и без того уставшей спутницы. «Твоя цель здесь», невнятно бормотал он, низко опустив голову. «Путь завершается. Иди ко мне». «Нет! Нет! Не убивайте его! Нет!» При этом Авроре казалось, что каждый раз голос парня меняется, становится то хриплым, то более высоким и утробным. Она шла медленно, тяжело дыша, изгорбившись под небогатым весом раненого. Небольшой, обнесенный забором хуторок неожиданно возник впереди будто мираж и девушка с трудом шагнула на ведущую к обветшалым избам тропинку. Слева, между приземистыми домиками и покосившимся забором, росли несколько ухоженных цветущих яблонь. В центре, перед самым большим и наиболее сохранившимся домом, был колодец. Здесь, у хуторка, детекторы перестали улавливать даже минимальное радиационный или аномальный фон. Здесь будто не было зоны. Становившись перед низкой калиткой, Аврора стиснула зубы и удобнее перехватила сползающего вниз совершенно отключившегося парня. Оставался последний рывок. Она уже видела свет, льющийся из квадратных окошек, фонари, скудно освещающие тропинку от забора до дверей дома доктора. Собирая остатки сил, чтобы не упасть и тяжело переставляя ноги, Аврора не сразу заметила, как на крыльце дома появился кровосос. Низко опустив округлую бугристую голову, он неслышно пробрел мимо. Аврора, забывшая от страха, как дышать, отметила, что у него нет одного глаза и нескольких предротовых щупалец, но все раны были старательно очищены и заштопаны умелой рукой. Она все стояла и смотрела вслед монстру, пока тот не поравнялся с калиткой и буквально не растаял в воздухе прямо на глазах, став одним целым с окружающей хутор вечерней полутьмой. «Доктор!» крикнула она на подходе к дверям. Казалось, еще секунда и силы окончательно оставят ее. Он появился в дверях, окинул гостей коротким внимательным взглядом и быстро подхватил раненого под другое плечо. «Когда же меня перестанут удивлять ваши пациенты, доктор?» Аврора уже с трудом соображающе едва смогла поприветствовать старого друга. Как только доктор и сталкер исчезли внутри, она тяжело грохнулась на низкую скамейку справа от двери и, опустив голову, закрыла глаза. Казалось, без висевшего на ней тела должно стать легче, но руки и ноги по-прежнему гудели от усталости, дышалась с трудом. Неизвестно, сколько времени она просидела в таком положении, ни разу не пошевелившись. Девушка открыла глаза, лишь когда почувствовала рядом тяжелое дыхание, а после что-то мокрое коснулось ее раскрытой ладони. «Привет, здоровяк!» вяло улыбнулась она, когда нечто ткнулось в ее колени приплюснутой мордой. «Как поживаешь?» Это был верный друг и спутник доктора, псевдопес по кличке Цербер. Мохнатый, покрытый густой рыжеватой шерстью, он был гораздо крупнее своих бродячих по зоне сородичей. Любой другой человек, наверное, испугался бы, но Аврора знала, этот лохмач грозен лишь с виду. Вскоре на крыльце показался сам хозяин дома, уже одетый в операционный халат, и потрогал ее за плечо. «Здравствуйте, доктор!» она устала улыбнулась ему. Он был все таким же, среднего роста, широкий в плечах, ежик седых волос над высоким лбом и аккуратная подковообразная оборотка. Большие добрые глаза контрастировали со строгим лицом. «Как ваше самочувствие, Аврора Сергеевна?» от улыбки этого человека вдруг, казалось, слегка посветлело. «Еще не поняла. Что с раненым?» «Состояние тяжелое». Доктор помог ей подняться и повел в дом под руку. «Парень жив лишь твоими стараниями. Хотя при таких ранах и истощении должен был уже умереть. Нужно извлечь пули, а потом я попробую стабилизировать его состояние». «Доктор!» Аврора решила рассказать о произошедшем. Потом уверенно прервал он. Его дом был самым большим в поселке и единственным с целой крышей. Виновав короткий коридор с висящими на стене крючками для верхней одежды, они оказались на небольшой кухне. «Ужин на плите, поспать можете в моем кабинете». Доктор усадил девушку за стол и вдруг посмотрел на нее с отцовской теплотой. «Ты молодец, Аврора. Не каждый смог бы протащить на себе раненого через эти болота». «Я не могла по-другому», зарделась девушка. «Вы же знаете». «Знаю». Он кивнул. «Спасибо тебе». После доктор тщательно вымыл руки в рукомойнике и ушел в соседнюю комнату, оборудованную под операционную. Аврора оглядела знакомую кухню. Со времен ее последнего визита ничего не изменилось. Тот же стол, укрытый прозрачной клеенчатой скатертью, те же стулья с высокими спинками, тот же низкий холодильник, дверцу которого украшал потертый календарь за 1986 год, рукомойнику, дверью в операционную и алюминиевое ведро под ним, плита у противоположной стены и пузатый чайник. Над всем этим несколько старых деревянных шкафов, наверняка заставших еще СССР с посудой и прочей кухонной утварью. Отчаянно пытаясь бороться со сном, девушка сделала себе кружку крепкого чая и несколько бутербродов из серого хлеба и колбасы, добытых в холодильнике. Не помогло, чувство относительной сытости заставляло глаза слепаться еще сильнее. Цокая подощатому полу когтистыми лапами, в дом вернулся Цербер и, получив от девушки щедрый кусок колбасы, устроился рядом подремать. Из состояния полудремы ее выводили редкие вскрики, доносившиеся из-за двери операционной. Иногда появлялся доктор, промоча что-то под нос, быстро исчезал в своем кабинете и возвращался назад, держа что-то в руках. Девушка видела, что халат местами испачкан кровью. Борясь со сном, она ушла в соседнюю комнату, исполнявшую роль кабинета и спальни. Там достала из шкафа с застекленными дверцами несколько толстых папок, села за стол и, подперев голову руками, принялась читать записи о пациентах и интересных случаях, зафиксированных доктором. Настоящее имя неизвестно. Прозвище Стрелок. Дата поступления 16.05.2011 Предварительный диагноз Серьезные повреждения коры головного мозга вследствие длительного воздействия так называемого выжигателя. В скобках Вероятно наблюдаемый длительное время пребывал в северных районах зоны, предположительно Припять и АЭС, прикрываясь от радара с помощью некоего защитного шлема, в данный момент неисправного. Без должного лечения в дальнейшем возможно частичная или полная потеря памяти. Кроме всего прочего, проникающие пулевые ранения и закрытый перелом левой руки. Дальнейшая запись отличалась цветом чернил, видимо, была сделана позже. Немыслимо. Едва залечив раны, пациент покинул дом, заявив, что ему срочно нужно отправляться на север. Следующая подпись, выполненная карандашом, гласила «Если это так важно, почему же ты не объяснил, зачем ты идешь туда, и как тебе удалось сделать эту фотографию?» Ниже к пожелтевшей странице на маленький кусочек скотча был прикреплен снимок, изображавший громаду Чернобыльской АЭС, частично засвеченную непонятной вспышкой на заднем плане. От взгляда на фото вдруг стало не по себе. Аврора почувствовала странную, пугающую энергетику, исходящую от фотографии. На мгновение ее будто обдало сквозняком из мрачных, опутанных тишиной подземельей станции. Спешно захлопнув папку, она принялась за следующую. Но вскоре буквы в строчках начали сливаться в сплошные непонятные полоски, и Аврора, положив голову на сложенные перед собой руки, наконец заснула. Доктор разбудил гостью под утро и пригласил к завтраку. Вид у него был уставший, лицо осунулось, а под глазами залегли темные тени. На кухне в нос тут же ударил аромат крепкого кофе. За столом, к ее удивлению, сидел и молодой сталкер, выглядевший заметно лучше. Под майкой на груди свежие бинты, согнутая левая рука на перевязи, раны на лице обработаны зеленкой. Увидев ее, он просиял и осторожно поднялся. Было заметно, что пытается свести движение к минимуму. Здравствуйте! Волос, как ей показалось, тоже заметно окреп. Прошу прощения, но я не знаю, как вас зовут. Аврора, представилась девушка, усаживаясь напротив. На столе уже была большая сковорода с яичницей и тарелка с хлебом. Некоторое время завтракали в полной тишине, нарушаемые лишь звоном посуды и негромким чавканем цербера на полу. В доме царило странное, непонятное напряжение. «Как продвигаются дела с вашей научной работой?» обратился доктор к Авроре. «Идет полным ходом». На ее лице появилась улыбка. «Еще раз спасибо за ваши материалы. Без них мне бы не удалось набрать нужной информации». «Пустики». Он лишь махнул рукой, но его тревога и озабоченность не укрылись от глаз Авроры. «Спасибо вам». После долгого молчания вдруг проговорил парень и внимательно посмотрел на обоих. «Если бы не вы, меня бы уже не было в живых. Но я должен уходить. Не хочу подвергать вас еще большей опасности». «В этом доме вам ничего не угрожает, молодой человек», спокойно сказал доктор. «Если вы вправду благодарны нам, пожалуйста, поведайте свою историю с самого начала. Как вы оказались в зоне и что с вами произошло? Я не помню. Ничего не помню». Немного поразмыслив, ответил он. «Еле живого, меня нашел старый излом, живший в глуши к северо-востоку от кордона». «Прохор Пантелеич!» доктор улыбнулся едва заметно. «Как поживает мой старинный дрог?» Долговцы убили его несколько дней назад. Лицо парня вдруг потемнело, когда пришли за мной. Аврора заметила, как быстро изменился взгляд ее наставника, как тень скорби и сожаления пробежала по немолодому лицу. «Он рассказывал тебе что-нибудь?» тихо спросил он. «Сказал лишь, что это произошло сразу после сверхвыброса». «Сверхвыброс?» повторил доктор задумчиво. «Это многое объясняет». Он перевернул зону. Многое изменил в ней. К слову, именно после сверхвыброса в зоне начали появляться так называемые пространственные пузыри. Рассказывайте дальше, молодой человек. Он позволил остаться в его доме. Парень вздохнул тяжело. Пытался понять, что со мной случилось, откуда у меня все эти странные способности, пробовал даже учить управлять ими. «Да, Прохор Пантелеевич был человечнее многих людей», со вздохом протянул доктор. «И по доброте душевной показал, как пользоваться артефактами, да?» «Так и есть», сталкер смутился под пристальным взглядом собеседника, судя по всему, вспомнившего про разряженную кровь камня. «Заигрывание со свойствами артефактов крайне опасная практика, молодой человек, которую я не одобряю». Доктор сострожился, но уже через мгновение сменил тему. «Как вы узнали о ваших способностях?» «Почти все случайным образом. Например, однажды нас застал в поле случившийся на день раньше выброс, и стоило мне лишь на секунду подумать о доме, раз, и мы уже валяемся на полянке перед ним». Прохор Пантелеевич как-то связывал проявление способностей с выбросами. «Кажется, да. Что еще умеете?» Доктор что-то записал на лежавшем перед ним листке бумаги. Ничего не говоря, парень уставился на свой стакан с недопитым кофе, и тот, слегка содоргнувшись, плавно взмыл вверх. Удивлению Авроры не было предела. Поначалу она даже отпрянула от стола. На секунду голубоватого свечения в глазах этого странного парня. «Мысли читаете?» подумал доктор, пристально глянув на него. «Иногда», кивнул парень, «выходит, не со всеми. С Прохором Пантелеевичем не получалось». «Видимо, он вам этого не позволял». Доктор снова сделал на листке пометку. «Что-нибудь еще?» Парень повернулся к спящему на полу церберу. Пошла секунда, и пес встрепенулся, будто ощутив незримое прикосновение к собственному сознанию, и вдруг сел перед ним будто по команде. «Ваш пес очень хорошо разбирается в людях, доктор». «Знаю. Вы и Аврора Сергеевна одни из немногих людей, к кому он относится дружелюбно». Девушка по-новому глянула на сталкера. Еще вчера он казался ей обычным, угодившим в передрягу неудачником, но, услышав его историю, она поняла, через что ему пришлось пройти за последние пару дней. «Как долг вышел на вас?» спросил доктор. «С этого все и началось. Пару дней назад, бродя в лесу в поисках кореньев Мандрагоры, я увидел, как какого-то новичка закрутило вихрем карусели. Ничего не оставалось, кроме как вытащить его, хоть Прохор Пантелеевич и предостерегал меня от контактов с обычными людьми. «Как я и сам до конца не понял». Парень пожал плечами. «Я просто выдернул его из аномалии». «Силой мысли, что ли?» «Удивительно». На листке бумаги добавилось коротких записей. «А на следующий день этот идиот явился к нашему дому вместе с Квадом Долга. Видимо, вернувшись в бар, начал бахвалиться о своем чудесном спасении, и кого-то из долговцев его рассказы очень заинтересовали. Другого объяснения у меня просто нет». «Что случилось потом?» «После долгого молчания спросил доктор». «Прохор Пантелеевич пытался поговорить с ними, объяснить. Слова давались тяжело, но они попросту изрешетили его из автоматов. А я... я не успел ничего сделать». Повисло молчание. Аврора видела, как большие глаза парня наполнились слезами. «Как ты сбежал от них?» «Мне иногда удается перемещаться на небольшие расстояния. Прошу, не спрашивайте как. Сам не знаю. Прохор Пантелеевич связывал это с пространственными пузырями, о которых вы говорили». «Я тоже склоняюсь к этому варианту, молодой человек. Но если пузыри мне наблюдать доводилось, то людей, способных их создавать, я встречал. Спустя время долговцы настигли меня и гнали от самых армейских складов. Их командир, капитан Иванцов, убежденный фанатик и садист. Когда я перемещался, удавалось ненадолго отрываться, но они вновь и вновь находили меня, и в конце концов в лесу неподалеку у меня встретилась Аврора. Парень глянул на свою спасительницу. «Простите, что подверг вас такой опасности и доставил столько неприятностей?» «Ерунда!» Девушка не сразу нашлась с ответом. «Вы помните ваше имя, молодой человек?» спросил доктор. «Иезекииль». «Я помню, что раньше меня звали Иезекииль». «Что-нибудь еще?» «До появления в зоне лишь непонятные обрывки, какие-то серые стены, железная лестница, и иногда во сне слышится странный голос». «Голос?» «Он зовет к себе». «Зовет и больше ничего». «Мне кажется, я слышал о чем-то подобном от некоторых сталкеров-ветеранов». Доктор задумчиво прищурился. «Они называют это явление «голосом зоны» или «зовом Припяти». Замерев, Аврора вдруг вспомнила, что и ей недавно во сне слышался странный ледяной шепот. «Иди ко мне», вердел он, «ты обретешь то, что заслуживаешь». Ей казалось, что она стоит посреди большого зала, сквозь провалы крыши начинает пробиваться кроваво-красное свечение, и ее взгляд начинает выхватывать из тьмы очертания громадного кристалла. «Твоя цель здесь». Она тряхнула головой, отгоняя странное наваждение, и решила пока не говорить об этом. Незадолго до смерти Прохор Пантелеевич сказал, что в случае чего я должен буду найти вас. Тем временем продолжал парень, что вы поможете узнать, что со мной произошло. «Я помогу вам, молодой человек», в голосе доктора появилась твердость. «Но только если вы останетесь в моем доме еще на некоторое время». «Это исключено», решительно ответил Иезик Ииль. «Я и так подвергаю вас опасности, пока нахожусь здесь». «Здесь вам ничего не грозит. Долговцам ни за что не найти мое жилище». «Кват ведет проводник. Это из-за него я не мог оторваться от них все это время. Не знаю, как этот странный следопыт выслеживает меня, но...» Не договорив, он повернулся к одному из окон, лежавший на полу Цербер вдруг поднял голову в сторону входной двери и тихо грозно зарычал. По противоположным от оконных проемов стенам забегали красные точки лазерных прицелов, а через секунду на хижину обрушился огненный шквал. «Ложись!» В наступившей за секунду тишине она отчетливо услышала последний удар собственного сердца, а затем уши заложила от нестерпимого грохота. На голову с потолка свалилось что-то тяжелое. Не нужно быть сведущим в военном деле, чтобы понять, дом обстреливают со всех сторон. Пули дырявили бревенчатые стены, крошили стекла и рвали в щепки оконные рамы. Вскоре на растянувшихся на полу опрокинулся стол со всем содержимым, зазвенела битая посуда. Дом заходил ходуном, комнаты быстро завлакло клубами пыли. Еще не отошедшая от первого шока, Аврора тут же закашлялась. Она пропустила момент, когда оказалась на полу и теперь смотрела, как грохочущий свинцовый шквал разносит маленькую кухню на составляющие. Пули впивались в межкомнатные стены, выбивая из них труху, обрывки старых обоев и штукатурку, пробарабанили по кухонным шкафчикам и вдребезги разнесли рукомойник. Иезекииль, которому случайный осколок рассек бровь, потащил ее за собой, и на том месте, где она лежала еще мгновение назад, с громким лязгом упала тяжелая самодельная люстра. В ушах звенело, что-то больно кололо в боку, все вокруг плыло, как в густом тумане. «Не останавливайся!» — послышался крик Иезекииля, и девушка, как могла, заработала руками и ногами. Церберс громким лаем бросился в атаку и через мгновение исчез снаружи. «А-а-а!» — раздался вскоре крик боли, а следом злобное рычание, перешедшее в тонкий надрывный скулеж после пары прогремевших выстрелов. Дом содрогнулся от мощного взрыва где-то под боковой стеной. «Перенеси нас отсюда!» — сдавленно закричала Аврора, когда они втроем наконец собрались вместе. Она заметила, что на плече доктора багровое пятно. «Закройте глаза!» — едва разобрала она и, уткнувшись лицом в пол, почувствовала, как Иезекииль взял ее за руку. Окружавшая их картина разгрома вновь поплыла, как и тогда, в лесу. Послышался нарастающий гул, в воздухе начал формироваться полупрозрачный, едва осязаемый пузырь, внутри которого оказались все трое. Очередной взрыв пошатнул дом и расшвырял троицу в разные стороны. Аврора рухнула под стеной и больно приложилась с затылком, отчего все поплыло перед глазами, будто в замедленной съемке, а все звуки мира вновь утонули в звенящей пустоте. С трудом повернув голову, она увидела и Иезекииля, склонившегося над доктором, на груди которого быстро растекалось большое кровавое пятно. Видела, как он трясет его за плечи, как пытается приподнять, как страшно исказилось молодое лицо, а рот раскрылся в немом крики, наполненном горечью и отчаянием. «Беги!» из сдавленной гортани вырвался лишь слабый хрип. «Спасайся!» Но через мгновение и Иезекииль вдруг успокоился. Глаза, из которых еще мгновение назад по щекам катились слезы, полыхнули нечеловеческой злобой голубым свечением. Их с авророй взгляды на секунду встретились, и девушка вдруг поняла. Сама зона сейчас смотрит на нее его глазами. Встав в полный рост и расправив плечи, сталкер медленно шагнул к выходу. Воздух мгновенно загудел от напряжения, побитые пулями стены задрожали, верхушки самых дальних от дома деревьев вдруг подались к нему и... Девушке показалось, что рядом с домом взорвалась бомба. Со звоном разлетелись уцелевшие в окнах стекла, лицо обдало нестерпимо горячим потоком. Снаружи ударная волна легко отшвырнула прочь людей в черно-красных комбинезонах, что подходили к дому со всех сторон. На ногах устоял лишь боец в тяжелом боевом экзоскелете. Он упрямо шагал вперед, направив ствол пулемета на дверной проем, из которого ему навстречу показался и язык ель. «Огонь на поражение!» раздалось распоряжение командира. При падении капитан вывихнул ногу и упустил автомат, и теперь, рывками отползая назад, пытался вытянуть ТТшник из кобуры. Ствол печенега в руках броненосца изогнула дугой, а еще через мгновение пулемет попросту взорвался, но неведомая сила не позволила потерявшему несколько пальцев долговцу упасть на землю. Потрепанный взрывом экзоскелет вдруг начал деформироваться и сжиматься с противным скрежетом прямо на своем носителе. Парень отчаянно заорал, схватившись изувеченными ладонями за сдавивший голову шлем. Стекла окуляров тут же лопнули и из-за них на Иезекииля смотрели наполненные первобытным ужасом глаза. Немного пришедшие в себя после первой атаки долговцы уже обступали крыльцо полукругом. Некоторые загоняли гранаты в подствольники. Один так и не поднялся. Еще одного ударная волна отправила точно в колодец. Третьего прикрывала окрывавленные тела цербера на веки сомкнувшего крепкие челюсти на лице долговца. Сталкер резко взмахнул руками и земля под ногами противников качнулась. Кто-то рухнул не удержав равновесия. Застучали очереди но все пули попадали на жухую траву в полуметре от Иезекииля будто налетев на невидимую стену. Получай сволочь! С отчаянным криком зашедший слева боец выстрелил из подствольника своей грозы но граната изменила траекторию на полпути и улетела прочь в неизвестном направлении. На мгновение окружающий мир потерял краски. Потускнел. Фигура стоящего в дверях человека будто выросла в несколько раз. «Командир! Критический всплеск пси-излучения! Нужно... А-а-а-а!» Долговец выронил прибор из рук и, рухнув на колени подобно остальным, схватился за голову. В первый миг Аврора не поняла, что происходит. пронзившая мозг боль была внезапной и страшной, будто под череп загнали раскаленный металлический пруд. Из груди вырвался истошный крик. Иезекииль возвышался над корчившимися на земле долговцами. «Убить! Растоптать! Изничтожить!» стучало в висках. Иезекииль вдруг послышалось позади. На плечо упрягла измазанной кровью ладонь. Позади, опираясь о дверной косяк, стоял болотный доктор. «Прошу, не причиняй боли этим людям!» «Почему ты не хочешь, чтобы я убил их?» злобно выпалил парень, из носа его потекла тонкая струйка. «Они убили Прохора Пантелеевича! Убили Цербера! Чуть не убили вас! Скольких еще жизни они загубят, если я оставлю их в живых?» «Убив их, ты потеряешь себя и язык Иль. «Они считают меня монстром, порождением зоны!» В его твердый прежде голос словно закралось сомнение. «Милосердие», спокойно проговорил доктор, глядя в его полыхающие злобой глаза, «Это то, что отличает нас от монстров. Милосердие и сострадание». «Несмотря на всю боль, что они тебе причинили, прошу, прояви толику милосердия и язык Иль, не убивай этих людей». Парень вдруг сник и, рухнув на колени, закрыл лицо руками. А спустя мгновение царившее вокруг хаос начало стихать. Аврора подползла к ним, оставляя на пыльном полу после себя багровый след. Бедро выше колена было прострелено. «Прошу, перенеси нас в место, которое я представляю», тихо произнес доктор, опустившись на крыльцо рядом с Иезекиелем. Сквозь пальцы, прижатые к груди ладони, струилась кровь. «Да, конечно, я сейчас, я...» Парень в воздухе полупрозрачный шар. Очнувшись, Аврора не сразу осознала, что плавает на поверхности какого-то водоема. В теле чувствовалась легкость, прохладная вода приятно ласкала кожу. К ее удивлению, рана на бедре исчезла, не осталось даже рубцов. Она поймала себя на мысли, что ей хорошо и спокойно, а все страхи, все переживания и боль остались там, у разрушенного дома посреди бескрайних болот. «Как ваше самочувствие, Аврора Сергеевна?» послышался знакомый голос. «Лучше не бывает!» Она поднялась и улыбнулась. Доктор сидел, свесив ноги на уходящих под воду ступенях и выглядел, как ей показалось бодрым и помолодевшим на добрые десяток лет. Погруженный в себя молчаливый Иезекииль сидел рядом, прислонившись спиной к бетонной колонне. «Где мы?» спросила девушка, глядев просторный зал с полукруглой крышей, сквозь пробои, в которые лился яркий солнечный свет. «Вместе, где затягиваются все раны и проходят любые болезни», доктор загадочно подмигнул ей. Потолок, бетонные стены и колонны сплошным ковром покрывала какая-то странная, сочно-зеленая, диковинная растительность, а на причудливо изогнутых тонких деревцах росло нечто, переливающееся бледным мерцанием. «Это что, артефакты?» удивленно спросила Аврора. «Когда-нибудь я расскажу тебе об этом месте», с теплой улыбкой пообещал доктор. «Когда-нибудь расскажу, обещаю». Вместо эпилога Полутемное помещение освещалось единственной лампочкой, вращающейся под потолком. Запах сырости и затхлости, судя по всему, не смущал сидящего за столом человека с неестественно бледным, совершенно неподвижным лицом. Послышались шаги, и из темноты возник силуэт в сером плаще. Настоятель Харон. Голос был холодным, отстраненным. Информация подтвердилась. Мальчишка, которого преследовали неверные, и есть тот, кто нам нужен. «Ты хорошо выполнил свое задание, брат», проскрепила в ответ из темноты. «Все происходит в точности так, как гласит пророчество». «И придет день, и вновь высияет монолит во славе своей». «Что дальше?» «Когда он будет готов, великий монолит откроет ему истину». Помолчав, скрытый во мраке добавил, «И вместе мы очистим зону от неверных». Денис Рубцов «Зеркала» Казалось, что в тишине нарастает звон. Вдруг представилось Корнелию, что это звенят разбитые тонкие стекла, черные зеркала пространства. Владислав Крапивин «Гуси, гуси, га-га-га». Как появился стык, до сих пор спорят ученые, философы, эзотерики и обычные краснобаи. Хотя сейчас уже не так рьяно, не то, что в первые годы. Тогда теории, одна фантастичнее другой, росли как на дрожжах, сталкивались с волнами критики и рассыпались в прах, чтобы через день, неделю или месяц возникнуть вновь в еще более необычные формулировки. Рассказать о своей работе в НИЦИПА, научно-исследовательский центр изучения пространственных аномалий, среди обывателей, давно именуемый просто центром, Федора давно подбивал приятель-журналист. Он то ли искал очередную сенсацию, мужчина усмехнулся, прошло время, когда такими рассказами можно было кого-то удивить, то ли шел на поводу у природного любопытства. Да и сейчас гипотез хватает. Больше всего мне нравится одна под названием «Зеркала». Она и в то время не снискала особой поддержки в научном сообществе, а сейчас они и вовсе помнят лишь потому, что именно она подарила загадочному аномальному месту короткое и звучное название «Стык». Тем не менее, зеркала до сих пор мне кажутся очень красивой, хоть и необоснованной научной гипотезой. Высказал ее никому до той поры неизвестный ученый по фамилии Гай. Он предположил, что два пространства, наше и еще одно параллельное, по какой-то причине встали как бы под углом друг к другу, и в том месте, где они соприкоснулись, образовался «стык», место, в котором два этих пространства, как два кривых зеркала, бесконечно отражали друг друга, при этом все больше и больше искажая окружающую материю. Красиво ведь звучит, согласитесь? Да и какого-то серьезного опровержения зеркала до сих пор не получили. Так что, кто знает, может быть, все действительно так и есть. Он просмотрел текст, поморщился. Опять в пространные рассуждения занесло. Хотел стереть последний абзац, но махнул рукой, решив оставить как есть. В конце концов, чтобы рассказывать о деталях, нужно сначала пояснить общие вещи. Прошло время, когда о стыке знал каждый ребенок. стык. что все-таки такое стык? Если по-простому, то небольшая территория, около 40 квадратных километров, где перестают работать законы и логика привычного нам мира. Проще говоря, аномальная зона. Аномально там буквально все. Взять хотя бы упомянутую выше площадь 40 квадратных километров. Это если верить косвенным исследованиям в попытках нанести стык на обычную карту Земли. А вот если проводить прямые замеры, неважно, с воздуха или с Земли, происходит нечто странное. Площадь то увеличивается, то уменьшается в несколько раз. Да и пересечь насквозь стык никому еще не удавалось. Так и с другими вещами. То гравитация в каком-то месте вырастет, сжимая все окружающее до размера песчинки, то вдруг молния из ниоткуда полыхнет. Поэтому передвигались по стыку крайне осторожно, в особо прочных защитных костюмах и на специальных аппаратах, парящих над поверхностью. Хотя порой и это не спасало сотрудников от гибели. Федор нахмурился, секунду размышляя, и стер последнее предложение. Ни к чему это тут. А уж если говорить об различных объектах, которые удавалось оттуда вынести, то там какие только чудеса не встречались. Правда, вне стыка они могли существовать лишь несколько часов, после чего либо теряли свои свойства, превращаясь в пустышку, либо исчезали, иногда с выделением весьма значительной энергии, проще говоря, взрывались. Сейчас эти объекты научились стабилизировать, увеличивая их срок жизни иногда до полугода, но абсолютно стабильные в наших условиях артефакты получить так и не удалось. Он оторвался от клавиатуры, вздохнул и откинулся на жесткую спинку стула. Мужчина сидел и думал, не затянул ли с вводной частью. Хоть это и было необходимо, но превращать свой рассказ в энциклопедию ему не хотелось. Решив, что в случае чего сократить всегда успеет, Федор вновь погрузился в работу. Что ж, пора поговорить и о моих приключениях. Попал я в центр еще студентом, упросил научного руководителя отправить на практику, якобы опыта набираться. Я в то время, скажу без ложной скромности, был звездой курса, у научрука были на меня большие планы, наверное, поэтому он и согласился. Мне же, как думаю любому двадцатилетнему Аболтусу, хотелось приключений. В центре тогда работало всего пару лет, и ничто так не будоражило мое воображение, как загадочный стык. Правда, попав туда, я был немного разочарован, ведь ни в какие экспедиции меня никто брать, разумеется, не собирался. И я проводил дни, разбирая кипы бумаг, заполняя протоколы исследований и слушая разговоры тех, кто, в отличие от меня, на стыке побывал. Если издалека смотреть, то из-за человека принять можно, но вблизи ты понимаешь, что ничего человеческого там нет и быть не может. Рассказчик обвел собравшихся взглядом, потом добавил, но лучше их к себе не подпускать, валить с расстояния сразу. Лаготвори эти к ультразвуку чувствительны, сразу как подкошенные. Старший пилот Витт был тем еще балагуром. Рассказывал интересно, с выражением, и мудрено, что среди зеленых сотрудников центра, кабинетных клерков вроде Феди, он пользовался большим уважением. Раз-два в неделю, когда у пилота выпадал свободный вечер и было настроение, они собирались в одной из комнат отдыха и слушали о его походах на стык. Несмотря на любовь к приукрашиваниям, Витт все же откровенных сказок не сочинял, чай не в желтой прессе. Тем более, сотрудник он был опытный, в экспедиции ходил практически с основания центра, так что истории у него в загашнике и так хватало. А трупы тут же в прах рассыпаются, будто артефакты вне стыка. Но их даже вытаскивать не надо, прямо там исчезают. Поэтому и не изучить их никак, не понять. По лицу Вита скользнуло напряжение. Выступили скулы, сжались губы. В комнате повисла тишина. Собравшиеся ждали продолжения, но рассказчика не торопили. Витт же будто задумался о чем-то своем и потому тоже молчал. Потом вдруг очнулся, с лица спала маска напряжения. Он в очередной раз оглядел слушателей и заговорил. Что-то я задумался малость. Бывает у меня такое. Но пока думал, вспомнил тут историю, что случилось еще на заре существования центра. Мы все тогда были зелеными и неопытными, стык опасным и непонятным. Впрочем, тут ничего и не изменилось, он хохотнул. Да и стыком он тогда еще и не был, как только его не называли. Впрочем, я отвлекся. Это было время, когда стык пытались каким-то образом нанести на карты. На тот момент четких границ обозначено еще не было, как и тех шедевров охранной архитектуры, вид махнул в сторону окна. Было наспехо возведенное ограждение и сторожевые посты вокруг него. И вот наш центр, которого тогда еще тоже, разумеется, не было в привычном нам виде, находился как раз на одном из таких постов. Несколько также наспех возведенных бараков и палатки, где мы и кантовались. И вот сидим мы как-то вечером с товарищем у костра, горячо обсуждаем то самое нанесение на карты. Был у нас глобус, две бутылки дешевого вина, алкоголь и сейчас осмотрят сквозь пальцы, а тогда до этого вообще никому дела не было. И вот, разгоряченные спором и выпивкой, мы голосили уже, наверное, на весь блокпост. Во всяком случае, достаточно громко, чтобы к нам подсел командир того самого поста. Мы, конечно, мало старобили, но мужик явно был в хорошем настроении. И говорит, я, услышал ваш спор и хочу вам помочь в этом деле. Мы, конечно, глаза на него вытаращили, он ведь обычный вояка, чего он там в таких вещах смыслить может? А он продолжает. Ставьте, говорит, свой глобус на Землю и отойдите подальше. А я вам покажу, куда именно эти инопланетяне приземлялись. В то время как раз наибольшей популярностью пользовались гипотезы об инопланетном происхождении стыка. А уж желтая пресса всегда отлично работала, поэтому о тех самых инопланетянах не слышал только глухой. Ну вот, поставили мы глобус, куда он велел, отошли, ждем. А мужик достал из кобуры пистолет, раскрутил глобус и, отойдя назад на несколько шагов, выстрелил в него несколько раз. У нас тогда, конечно, челюсти упали и глаза на лоб вылезли, а он стоит и ржет. Мол, вот, мол, вам координаты инопланетных приземлений, выбирайте, какие больше нравятся. Вид сам расплылся в улыбке, подождал, пока собравшиеся просмеются и продолжил. Друг мой, Боря Аркадьев, потом в литераторы ушел. Ученого из него, как, впрочем, из меня не вышло, но слова в предложение составлять у него хорошо получалось. И в какую-то книжку он эту историю даже вписал, если мне память дверь в комнату отдыха приоткрылась и заглянул Эрик, командир группы Вита. Давайте-ка загругляйтесь, он кивнул всем в знак приветствия. Вит, у тебя через сутки вылет, иди, отоспись, время заполнить глубоко. Да уж, засиделись мы с вами, всем спасибо за внимание. Вит встал и шутливо поклонился. Все начали расходиться. Федя тоже поднялся с места и побрел в свой бокс. Время было позднее, но спать не хотелось. Он лежал на койке и размышлял. Мысли скакали от институтских воспоминаний и любовных приключений до услышанной на днях теории зеркал и таинственных тварей, про которых рассказывал Вит. Практика, под предлогом которой Федя приехал в центр, должна была закончиться через месяц, и ему было досадно, что на самом стыке он, видимо, так и не побывает. Он несколько раз спросил прикрепить его к какой-нибудь группе, даже разговаривал с командирами, и тут же Эрик был даже не против взять его в качестве помощника. Но начальство на любые подобные просьбы отвечало отказом, аргументируя то завалом бумажной работы, то отсутствием необходимого снаряжения, то еще какими-нибудь нелепыми отмазками. Федя же подозревал, что никто просто не хочет связываться с новичком, тем более практикантом, чтобы в случае ЧП не нести ответственность. Он понимал это, но все равно было обидно, ведь вся его жажда приключений просто разбивалась об стену бюрократической машины. Несколько раз его даже посещала мысль тайно проникнуть на стык, как-нибудь незаметно пробравшись через охрану. Но, поразмыслив, Федя отмел эту идею. Периметр охранялся так, что, казалось, мышь не проскочит. Наверху прекрасно понимали, чем может грозить толком неизученная аномальная зона со всеми ее порождениями, поэтому о безопасности территории позаботились на славу. Довольно быстро вместо простенькой ограды возвели те самые шедевры охранной архитектуры, которые сегодня вспоминал вид. Высокий бетонный забор с колючкой наверху, датчики движения по всему периметру, автоматические турели и бог знает что еще, скрытые от глаз непосвященных. И, разумеется, бойцы охраны в количестве, напоминавшем небольшую армию. Опять же, исходя из сегодняшнего рассказа, весьма метко стреляющие. Поэтому о том, чтобы незаметно пробраться на стык или выбраться с него, не могло быть и речи. Федя отвлекся от размышлений, обратив внимание на неясный шум в коридоре. Звукоизоляция в боксах была отличная. Работы, в том числе и громкие, в центре велись и ночью, нужно было обеспечить сотрудникам комфортный сон. И, если бы Федя полностью закрыл дверь, а не прикрыл легонько, он бы ничего и не услышал. Он встал с койки, подошел к двери и чуть-чуть ее приоткрыл. В комнату упала тонкая полоска голубоватого ночного освещения и стали слышны голоса. «Сумасшедший! Как ты понять не можешь?» Звонкий молодой голос почти срывался на крик. «Ты слишком категоричен. Мне тоже не все нравится, но это его работа». Второй говоривший напротив был спокоен и явно старше собеседника. «Да какая работа? Я видел, как он нажал на кнопку ультразвука. Это ненормально!» Последнее слово он отчеканил по слогам. «Послушай, он ведь защищает нас». «Нет, это ты меня послушай». «Никакая это не защита. Он просто уничтожает все, что движется. Без разбору». «Может быть, ты в чем-то и прав. Но ты помнишь, что случилось с группой Элиота?» «Элиот идиот! Он всегда лес нарожен. Когда-нибудь это все равно бы случилось. Это вовсе не значит, что тут происходит». Новый голос подчеркнуто строгий. «Все хорошо. Мы с товарищем просто обсуждаем одну гипотезу», ответил старший. «Вы время видели? Идите в бокс и обсуждайте там. Нечего в коридоре орать? Всех перебудите!» «Так ведь звукоизоляция!» Неуверенно, без былой горячности, попытался возразить молодой. «Пошли, пошли», прервал его второй. «Время позднее». Федя благоразумно прикрыл дверь, не став дожидаться, чем дело кончится. Из обрывка разговора он ничего толком не понял, за исключением истории с группой Элиота. Она произошла незадолго до его приезда в центр, и потом он не раз слышал о ней от других сотрудников. По их словам, на группу напали на стыки, когда они вышли из аппарата, чтобы сделать какие-то замеры. Из всех сотрудников спасся только пилот, на огромной скорости прилетевший к воротам периметра, чудом не влетев ни в какую пакость. Именно он и сообщил о произошедшем. Отправившиеся на помощь спасатели на указанном пилотом месте ничего не нашли. Не то чтобы раньше на стыке не гибли сотрудники. Гибли, да еще как, особенно в первой экспедиции, когда шли практически вслепую, ничего толком не зная про это место. Гибли и от его обитателей. Группа Эллиота была далеко не первой и, как бы ни было печально, скорее всего, не последней. За размышлениями Федя не заметил, как заснул. Проснулся он поздно. Часы показывали почти одиннадцать. Неудивительно. Уснул-то глубоко за полночь пронеслось в голове. Тем не менее, торопиться было некуда. Бумажной работы, вопреки утверждениям начальства, было не так уж и много. Большая часть документов давно была в электронном виде и заполнялась автоматически. Федя привел себя в порядок, заправил постель и спустился в столовую на первом этаже. Там, несмотря на давно прошедшее время завтрака, было оживленно. У одного из столов стоял Эрик и о чем-то спорил с маленьким толстым дядькой в очках. Вокруг них сидели Вит и еще двое, кажется, из той же группы. «Слушай, ну нет сейчас людей. Что я могу поделать?» Виновата промямлил дядька. «А мне что делать прикажешь? Вылет меньше, чем через сутки, а у меня не комплект?» Командирский голос Эрика разносился по всей столовой. «Ну, давай подождем, вдруг кто-нибудь появится». «Ага, прямиком из стыка вылезет», съязвил командир. «А что, отличный проводник будет, все аномалии покажет, да, вид?» заморщился и ничего не ответил. «Ну, можно перенести экспедицию в крайнем случае». На очкастовы было жалко смотреть. «Тебе-то все равно, а мне потом над бумажками сидеть и объяснять, из-за чего был перенесен плановый вылет». Эрик даже не думал успокаиваться. Глеб своей внезапной болезнью и так проблем подкинул, как ты еще добавить хочешь. «Ну, не кипятись ты, придумаем что-нибудь». Дядька вдруг обернулся, увидев Федю. Посмотрел секунду и вдруг радостно крикнул. «Эй, парень, как там тебя? Ай, неважно, иди сюда». Тот несмело приблизился к собравшимся. «Это же ты тот практикант, что на стык все просился». «Ну, да». «Вот и отлично». «Эрик, ты вроде бы тоже был не против его взять». «Вот и решение проблемы, а ты панику устроил». Толстяк прямо расцвел. «Хм». Командир помолчал. «Подумать надо, посоветоваться». «Да и вообще, ты сам говорил, что нельзя, мол, без подготовки, вдруг выкинет чего, а тебе потом ответ перед начальством держать». «Но без птичья...» «Не парься, этот вопрос я решу, никто не докопается». «Не такая уж эта проблема». «Что-то раньше от тебя такого энтузиазма не наблюдалось, Мелс». «А тут, как под жопой тлеть начала, так засуетился». Угрюмо вставил вид. Толстег сделал вид, что не услышал. Снова посмотрел на Эрика. Мол, ну как? «Черт с тобой», сказал командир. «Уж в чем, в чем, а тут ты прав. Лучше практикант, чем ничего». «Вот и ладненько, вот и хорошо». «Парень, как тебя там?» «Федор». «Отлично, будем знакомы». «Я Мелс, начальник экспедиционного корпуса». «Пойдем со мной, оформлю кое-какие бумажки». «А потом Эрик тебе покажет, что да как». «Правда?» Он посмотрел на командира группы. Тот только мрачно кивнул. «Замечательно, и никаких проблем, и нечего переживать было». «Все, увидимся потом». Мелс махнул рукой. «Федор, пошли». Парень знал, что общение между сотрудниками центра было весьма неформальным. Никто не утруждал себя выканьем, обращением по имени-отчеству и прочими мелочами, считая их издержками и так надоевшей всем бюрократии. Поэтому и лаборант, и начальник отдела здесь общались на равных, как старые знакомые. Но сам Федя раньше ни с кем крупнее его непосредственного начальника и командиров групп не сталкивался, и поэтому малость оробел от такого простого обращения Мелса. Пока он размышлял, они дошли до кабинета начальника. Тот быстренько переписал его данные, распечатал и дал подписать какие-то бумажки, в очередной раз сказал «Отлично!» и отправил его обратно к Эрику. Командир по-прежнему ждал в столовой. Остальные члены группы уже разошлись. Увидев спускающегося практиканта, он кивнул ему, усмехнулся и спросил так добродушно, будто это не он каких-то двадцать минут назад, чехвостил, на чем свет стоит начальника корпуса. «Ну что, готов? Падаван?» «Готов, наверное». Федя до сих пор не очень верил в происходящее. Все случилось слишком быстро. «Отлично! Ты, как я понимаю, еще не завтракал?» не спросил, а утвердил Эрик. «Так что ешь, и через час жду тебя в третьем блоке. Будем вводить тебя в курс дела». Он посмотрел на молчащего Федю и своим командирским голосом гаркнул. «Понял!» «Понял!» Тут же пришел в себя парень. «Хорошо, что понял!» «Тогда до встречи!» Он зашагал к выходу. Федя проводил его взглядом. Все еще погруженный в свои мысли, получил в окне раздачи завтрак и сел за крайний стол. Только сейчас до него начало доходить, что, кажется, сбывается его мечта. Он летит на стык. Уже завтра. Вместе с Витом. Это слишком здорово, чтобы быть правдой. Увлекшись, он не заметил подсевшего к нему парня на вид его ровесника. Поэтому ощутимо вздрогнул, когда тот вдруг произнес. «Значит, ты летишь вместо меня, а?» Федя вынырнул из мира фантазии. «Говорю, ты в группе Эрика летишь завтра», повторил парень. «Меня, кстати, Глеб зовут». «А меня Федя». «Ну да, вот только-только оформили, сейчас вот доем и будут из меня сталкера делать». Он попытался пошутить. «Кого делать?» «Ну, сталкера? Как тех называют, кто на стык летает?» «Ну, там». Федя неопределенно махнул рукой себе за спину. «Я пока сюда не попал, чего только не читал про стык и про центр». «Хорошо звучит». Глеб улыбнулся, потом вдруг резко погрустнел. «Жаль, что я, наверное, больше на стык не попаду». «Почему?» Эрик сказал, что ты заболел? «Ну, не совсем. Точнее, я и правда себя неважно чувствую, но не в этом дело». «А в чем?» «Я понимаю, что это нехорошо своих подводить». Глеб посмотрел виноватым. «Но я не могу так. Не могу». «Да что случилось-то?» Федя был уже не на шутку встревожен. «Да нет, не случилось. Это во мне дело». «Ладно, ты не бери в голову». Он попытался улыбнуться. «Наверное, я действительно болен. Пойду к себе. Удачи тебе. И ребятам тоже». Он быстро поднялся, чуть отшатнулся, взглянул на Федю. «Ты не говори им про меня, ладно? Так всем лучше будет». «Ладно». Федя окончательно смутился. «Ты давай выздоравливай тоже. Все нормально будет». «Спасибо». «Ну, я пойду». И Глеб быстро зашагал к лестнице. «Давай, пока». Костерина пробормотал вслед Федя. Он отнес пустую тарелку обратно на раздачу, размышляя о странном разговоре. Глеб показался Феде знакомым. Где-то он с ним уже пересекался, но вот где вспомнить не получалось. «Да, наверное, видел вместе с Витом где-нибудь. Они же в одной группе». Пришел он к выводу и, сполоснув руки, отправился в указанный Эриком третий блок. Группа, за исключением Глеба, ждала его в полном составе. «Ну, со мной и Витом ты уже знаком», с места в карьер начал Эрик. «Это Миша, второй пилот». Мужчина под пятьдесят явно интеллигентного вида сдержанно кивнул. «И Алекс отвечает за все замеры и прочую науку». «Привет. Добро пожаловать». Молодой человек, примерно ровесник Вита, протянул руку, улыбнулся. «Спасибо, что Глеба подменил. Думаю, мы с тобой сработаемся». «Надеюсь». Федя пожал руку. «До сих пор не верится, что я с вами в группе». «Но в группе это пока громко сказано», Эрик усмехнулся. «Поглядим, как справишься, а потом видно будет». «Да справиться, справиться», вклинился Вит. «Он ни одного моего рассказа не пропустил». «Опытный сотрудник», пилот хохотнул. «Ну все, заканчиваем базар-вокзал». Эрик включил командирский тон, все сразу успокоились. «Значит так, Федя, твоя задача во время экспедиции — ассистировать Алексу во время всех его замеров, ибо мы — он обвел рукой остальных — в этом ни черта не смыслем. Насколько я знаю, парень-то неглупый, с научной кухней знаком не понаслышке, так что справишься». «Знаком», Федя кивнул. Он подозревал, что Эрик преувеличивает насчет непонимания, ведь в центре даже просто в пилоты кого попало не брали, а уж в командиры группы. «Я столько бумажек с этими замерами разобрал, что... Вот и отлично». Эрик перебил. «По научной части тебе Алекс объяснит подробно, а сейчас покажем тебе корабль». Агрегат, на котором передвигались по стыку, кораблем назывался скорее по привычке и для простоты. Представлял же он из себя платформу, накрытую сверху полусферическим куполом, которая за счет магнитного поля парила на расстоянии полутора-двух метров над землей. Оснащен корабль был по последнему слову техники. Купол спокойно выдерживал прямое попадание молнии, двигатель обладал достаточной мощностью для противостояния даже крупной гравитационной аномалии, а мощный генератор ультразвука обеспечивал защиту от незваных гостей. Также на нем находились баллоны с воздухом, медицинский отсек, запас продуктов в вакуумных упаковках, ремкомплект, портативные радиостанции и прочие предметы, предназначенные на случай ЧП и возможного длительного пребывания на стыке. Экскурсия по кораблю заняла несколько часов. Федя показали все основные системы и принципы управления ими. «На всякий случай», как сказал Эрик. Ознакомились с техникой безопасности и правилами поведения во время экспедиции. Также ему выдали новенький защитный костюм прямо под его размер и помогли облачиться в него, после чего все дружно отправились обедать. «Ты толковый парень, отлично все схватываешь», произнес Эрик за обе щеки уплетая суп. «Я же говорил, опытный сотрудник», Вит хлопнул Федю по плечу. «Так и впрямь, скоро в группу войдет». Федя ничего не говорил, только улыбался. Ему было приятно слышать похвалу, и он чувствовал себя в своей тарелке. «А Глеба, ты уже все? Списал со счетов?» Вдруг подал голос Миша. За все время инструктажа и экскурсии он проронил всего несколько фраз, и то исключительно по делу. Поэтому Федя удивился, что тот вдруг вступил в разговор. «А чего сразу списал?» Вит явно напрягся. «Ну будет два ассистента. Алекс, я думаю, только обрадуется». «Не дели шкуру неубитого медведя», осадил его Эрик. «Вот слетает завтра с нами. Посмотрим, как себя проявит. Тогда и поглядим». «А ты», он перевел взгляд на Мишу, «не ворчи, а сходи к Глебу после обеда. Узнай, как он там». Федя посмотрел на командира с уважением. Тот в зародыше погасил начавшийся был спор, при этом ни на кого не повысив голоса. Эрик перехватил его взгляд, усмехнулся. «Любые человеческие отношения строятся на взаимоуважении, и наша коммуна», он окинул следевших, «не исключением, а из пустых споров ничего хорошего никогда не выйдет». «Факт», подтвердил Алекс. «Да ну вас всех», неожиданно бросил вид. «Нашлись тут гуманисты». Он вышел из-за стола и направился к выходу. Он привык видеть Вита веселым балагуром и был не готов к такому его поведению. Не обращай внимания, это ему Эрик на больную мозоль наступил. Вид же с пол оборота заводится. «Столько слова ему скажи, вот и приходится периодически осаживать», объяснил Алекс. «Вот недавно у них тут с Глебом «Так, так, хорош языками чесать». Чувствовалось, что Эрик был не в восторге от слов Алекса. «У нас вылет через двенадцать часов, а ты Феде по научной части так и не показал ничего. Давайте-ка доедайте и за работу». Он двинулся на выход, потом повернулся и добавил, «Сегодня всем лечь пораньше, завтра подъем в шесть утра». «Слушай, Алекс, ты говорил, у Вита что-то с Глебом произошло?» обратился к напарнику Федя, отложив в сторону детектор. Они были в одной из лабораторий центра, где Алекс вводил практиканта в курс дела. Знакомил с приборами, большую часть которых Федя видел лишь на схемах, показывал, как делать замеры и заносить результаты. «Ну да, было дело», с неохотой ответил Алекс. Видимо, он уже и сам жалел, что за обедом сболтнул лишнего. Возникла пауза. Федя ждал продолжения, вопросительно уставившись на Алекса, но тот молчал, видимо, считая, что ответ был исчерпывающим. «Ну так что случилось?» осторожно продолжил практикант. Алек вздохнул, сел на стул, повернув спинку вперед, посмотрел на собеседника. «Ты, думаю, слышал уже про группу Эллиота, так?» дождавшись утвердительного кивка, он продолжил. «Перед тем самым вылетом у них, как и у нас сейчас, выбыл из строя лаборант. Эллиот попросил замену, и в этот полет отправилась Галя, лаборант из нашей группы». Он замолчал. Федя, который тоже успел опуститься на стул, смотрел выжидательно, но собеседника не торопил. Наконец, взглянув на практиканта, Алекс продолжил. «Ну вот, собственно, все тогда переживали, Галя работала с нами довольно долго, и мы успели сдружиться». Но тяжелее всех ее гибель перенес Вит. И потом, когда в группу пришел Глеб, отношения у них, как ты понимаешь, не заладились. Вит до сих пор его не принимает, хотя уже ни раз и ни два вместе на стык летали. Мы пробовали с ним разговаривать, но он только взрывался, как сегодня, и уходил. «Но ведь сейчас я на месте Глеба и Гали. Почему же меня он принимает?» «А черт его знает. Чужая душа, потемки. Возможно, всю свою обиду он вылил именно на Глеба и к тебе уже отнесся нормально. Не знаю я». «А с Глебом вы говорили на этот счет?» Миша говорил. «Они как раз сблизились довольно сильно. Вот и сейчас Эрик его к Глебу отправил, как ты слышал». Федя вдруг понял. Понял, где именно видел Глеба. Точнее, слышал. Вчерашний разговор в коридоре. Это был его голос. Молодой. А второй собеседник выходит. Миша. «Слушай, а кто у вас за ультразвук отвечает?» вдруг спросил он. «Эм...» Алекса вопрос явно сбил с толку. «Вид или Миша?» «Один корабль ведет, другой штурман. За приборами следит, курс прокладывает. Ну и ультразвук на нем же. Пару вылетов провели, поменялись. А последний раз кто штурман был? Кажется, вид. Да, точно, он как раз каких-то тварей на обратном пути заметил, ну и врезал ультразвуком от души. Пазл начал складываться. Но, чтобы убедиться в своей догадке, Федя еще раз спросил. «А Глеб как на это отреагировал?» «На что отреагировал?» «Ну, когда вид ультразвуком врезал». «Да недоволен был. Мол, твари же не нападают? Зачем бить первым?» «Слушай, Федь, давай-ка заканчивай допрос. Завтра подъем в шесть утра, помнишь? Надо выспаться нормально». Алекс встал, потянулся и двинул к выходу из лаборатории. Потом добавил. «И чего ты к этому ультразвуку привязался?» Уже лежа в кровати, Федя размышлял. Подслушанный накануне диалог и разговор с Алексом позволяли собрать картинку воедино, и поведение Вита становилось понятным. Помимо Глеба он вымещал свою злость на обитателях стыка, как бы мстя им за Галю. И если к его вражде с Глебом Федя относился с явным неодобрением — парень в конце концов ни в чем не виноват, то злость на тварей он вполне понимал и даже радовался, что в случае чего Вит сможет всех защитить. «Итак, все готовы?» Эрик вышагивал перед собравшейся группой. «Федя?» Он отдельно кивнул ему. «Готов!» Тот ответил спокойно и уверенно. Вчерашние размышления отошли на второй план, уступив место сосредоточенности пополам с предвкушением. Остальные ничего не ответили. Все было понятно без слов. Не первый день работают. «По местам!» Все только этого и ждали. Корабль медленно выплыл из ангара, прошелестел над полигоном и остановился перед массивными воротами. Выходом на стык. Эрик переговаривался по рации с постом охраны, запрашивая добро на вылет. Остальные сидели молча. У всех на лицах читалось некоторое напряжение, но никакого беспокойства не чувствовалось. Обычная рабочая атмосфера, где каждый знает свое дело и готов выполнять его на совесть. Федя постарался влиться в это поле всеобщей сосредоточенности, прокручивая в голове вчерашний инструктаж. Фид, трогай! Эрик оторвался от рации. Видимо, добро было получено. Пилот кивнул, склонился над пультом управления, и корабль медленно поплыл в открывающиеся ворота. Сквозь прозрачный купол Федя видел многочисленных бойцов охраны, державших проем под прицелом на случай незваных гостей с той стороны. Все, понеслась, мелькнула в голове. На первый взгляд стык ничем не отличался от обычного мира. Не двигались по какому-то пустырю с редкими строениями. Наверное, раньше здесь была городская окраина или промзона. Понять, что ты не на обычной земле, давали периодически попискивающие детекторы, сообщающие о близкой аномалии. Через пятьдесят метров поворот направо. Склонившийся над интерактивной картой Миша даже не повернул головы. Фед тоже никак не отреагировал на слова штурмана. Двигались медленно, почти ползли. Спидометр показывал семь километров в час. Насколько Федя знал, даже для стыка это весьма низкая скорость. Тем более дорога казалась относительно безопасной. Все аномалии, которые фиксировали приборы, попадались чуть в стороне и не мешали движению. Но он подавил в себе это обманчивое ощущение. Это место угробило огромное количество опытных людей, и расслабляться ни в коем случае нельзя. Тридцать метров, поворот налево между домами. Федя только сейчас обратил внимание, что пустырь как-то плавно перешел в поселковую улицу. По обеим сторонам дороги торчали аккуратные одно- и двухэтажные домики. Как новые стоят. Неужели за все время ничего не случилось? Он с интересом разглядывал строение. Даже цветы будто вчера поливали. Пронзительный писк детектора раздался будто над самым ухом. Корабль резко замер. Так, Алекс уже суетился около приборов. Аномалия большая и мощная прямо перед нами. Судя по всему гравий. Лучше обойти по большой дуге. Движок мощный. Может, так проскучим? Не очень уверенно спросил вид. Отставить самодеятельность. Рули в обход. Миша, продолжи новый маршрут. Перек был предельно собран, в голосе звенел металлу. Сто метров назад, там перекресток направо. Вид аккуратно развернулся и двинулся в обратную сторону. Миша еще ниже склонился над картой, очевидно пытаясь перестроить маршрут. Алекс же явно нервничал, то и дело бросая взгляд на приборы. Слушайте, а гравит будто за нами движется, вдруг сказал он растерянно. Это как? Да не знаю я. Вот, сам взгляни. Он сунул планшет Эрику. Мы уже метров на пятьдесят отошли, а она не то, что не ослабевает, а будто усиливается даже. Вид добавь ходу. Что бы это ни было, надо убираться отсюда. Голос командира звучал уверенно, но глаза выдавали беспокойство. Ты можешь определить, насколько сильная аномалия? Сможем ли оторваться? Вдруг что? Да, попробую. Федя, снимай показания с детектора каждые полминуты. Алекс начинал действовать. Попробуем высчитать, насколько далеко от нас ядро грави. Тогда можно будет примерно определить силу. Федя вскочил со своего места, склонился над нужным детектором, наблюдая за постепенно увеличивающимися цифрами. Близиться к порогу безопасности. Наблюдай. Алекс быстро вбивал данные в компьютер. Цифры росли все быстрее. Перешли порог безопасности. Голос Федя дрогнул. Вид, еще прибавь. Уже не скрывай беспокойство, скомандовал Эрик. Миша, давай сос. Черт! Алекс ударил по клавиатуре. Эпицентр почти в полукилометре от нас. И если на пятистах метрах такая мощность... Нас расплющит. Процедил сквозь зубы вид. Он выжимал из движка все, что мог, но корабль постепенно замедлялся. Гравий воздействовал все сильнее. Норма превышена в три раза! Уже практически крикнул Федя. Твою же мать! Алекс, что делать? Молиться? Ничего подобного я в жизни не видел. Критическое значение! Федин голос потонул в вое сирены, сигнализировавшей о нестабильности корабля. Краем глаза Федя успел заметить мелькнувшую в нескольких метрах от корабля фигуру. В следующую секунду их с огромной силой бросило вперед, потом удар, треск, все перевернулось, его швырнуло на пульт управления, перед глазами все поплыло, и парень отключился. Звук ворвался внезапно. Только что вокруг была липкая, обволакивающая тишина, миг, и сквозь нее прорывается резкий окрик. — Эй, ты живой? Он с трудом разлепил веки. Взгляд не фокусировался, картинка расплывалась. Федя застонал, попытался поднять голову, но его тут же замутило, а перед глазами замелькали мурашки. — Живой! Все тот же голос. — Алекс, что там у тебя? Федя наконец удалось сфокусироваться, и он увидел склонившегося над ним Эрика. Обожженное лицо прикрывал шлем-маска от защитного костюма. — Хреново! — голос откуда-то слева. — Не дышит, Миша. Реанимировать надо. — Так че ты стоишь? — взорвался командир, и Федину голову пронзила очередная вспышка боли. — Сделай что-нибудь! — Да сейчас я! — Вит, помоги! Голос слева замолк, вместо него послышалось шуршание и сопение. Видимо, Мишу укладывали на койку. — Вот дерьмо! — Голос Вита. — Второй труп за два месяца! Грохнуло. Видимо, он саданул кулаком почему-то. — Успокойся! — окрик Алекса. — Ты никому так не поможешь криками своими. — Да ты заткнись! Эрик больше не рассуждал о взаимоуважении, а во всю командирскую глотку рявкнул на пилота. Федя попытался сесть. С первой попытки не получилось, и он, простонав сквозь зубы, Эрик протянул руку. Парень ухватился за нее и еще раз попробовал сесть. В этот раз получилось. Он наконец-то смог полностью увидеть корабль. В первую очередь бросился в глаза купол. Он весь пошел трещинами. — Это с какой же силой нас кинуло? — тут же подумал Федя. У противоположной стены Вит и Алекс тоже в шлемах склонились над койкой. — Не заводится! Алекс поднял голову. — Все, похоже, отлетал свое Миша. Он опустился на пол. — Мать твою! — сквозь зубы выругался Эрик. Потом посмотрел на Федю. — Посиди пока, приди в себя. Сейчас шлем твой найду. Куполу ты, как видишь, кранты. — Я видел кого-то. Федя удивился, насколько неестественно звучал его голос. Перед ударом самым. — Что? Эрик повернулся. — Ну, человек за окном был, перед тем, как тряхнуло. Фид оторвался от койки, подскочил к парню, наклонился над ним. — А ты рассмотрел его? Ну, кого увидел? — Не, я на секунду только заметил, а потом все. Я так и знал, что и тут без этих мразей не обошлось. — Вот, проверю ультразвук. Эрик протянул Феде шлем. — Надевай и активируй костюм. Вся электроника мертвая. — Какой уж тут! — вид пнул пульт управления. — Алекс, ищи портативные генераторы ультразвука. Должны быть в одном из отсеков. К Эрику возвращалось самообладание. Он снова превращался в уверенного в себе командира, который всегда знает, что делать. Федя нацепил шлем, активировал костюм и, опираясь на почивший пульт управления, смог наконец-то подняться. Теперь, осмотревшись тщательнее, он увидел, что не только купол, но и саму платформу основательно покорежило. Он не был инженером, но даже ему было ясно, что починить корабль в полевых условиях невозможно. — Есть! — Алекс вынырнул из-за кутка, держа в руках генераторы. — Разбирайте. — Вит, настрой радиостанцию. — Миша послал СОС, нужно наладить связь с центром. Пилот нехотя поднялся с пола, на который уже успел сползти, и, не сказав ни слова, отправился за рацией. Краем глаза, сквозь треснувший купол, Федя уловил мелькнувший силуэт. — А ну здесь! — он махнул на разваленное здание, в которое влетел корабль. Все тут же обернулись в указанную сторону. Вит вскинул генератор, но Алекс остановил его. — Не возьмет. Далеко очень. — Это так, он хмыкнул, средство самообороны. Вит молча опустил оружие, даже не взглянув на научника. Он подошел к люку, выдернул предохранительную чеку и начал вручную открывать его. — Вит, не валяй дурака! Эрик начал спокойно, видимо, еще надеясь обойтись без очередного конфликта. — Этот тварь мне сейчас за все ответит. Пилот не обращал на него никакого внимания. — Старший пилот Виталий Катаев! Стоять на месте! А вот и командирский голос включился. Вид нехотя повернул голову, взглянул на Эрика. — Ты уж прости, командир, но сейчас ситуация не та. Оставим субординацию. Он дернул люк на себя, наконец справившись с замком, и, подобрав с пола генератор, выпрыгнул наружу. — Твою ж мать! — Эрик бросился следом, на бегу крикнув. — Че вы встали? Бегом за ним! Он сейчас там навоюет, первый мститель! Прыгать правильно Федя не умел, поэтому приземление здорово отдало в ноги. Он инстинктивно схватился за них, параллельно осматриваясь. Взрывной волной корабль швырнуло прямиком на те самые коттеджи, которыми еще совсем недавно он восхищался. Два снесло полностью, одни балки вон торчат, а в третий корабль как раз и воткнулся, разрушив тот лишь наполовину. И где-то в этих развалинах сейчас рыщет неведомый обитатель стыка. Вид уже успел нырнуть внутрь. Эрик и Алекс стояли перед домом, видимо, не решаясь войти. Федя подошел к ним и заглянул в провал между рухнувшими балками. Темнота. Он щелкнул кнопку фонарика и мощный луч осветил провал. Ну, пошли? Он посмотрел на Эрика с Алексом. Командир кивнул, они тоже зажгли фонари, взяли на изготовку генераторы. Федя занес ногу над поваленной доской, когда откуда-то со второго этажа донесся вопль. И, говоря ни слова, все трое бросились в дом. Идущую наверх лестницу, чудом непострадавшую при столкновении, проскочили в считанные секунды. Звук шел из дальней комнаты. Отсюда уже можно было разобрать, что крик очевидно женский. Ворвавшись в комнату, в свете фонарей они увидели Вита, кого-то прижимавшего к полу. Этот, вернее это, кто-то, отчаянно сопротивлялась, кричала и вовсе не выглядела, как ужасное порождение стыка. «Вы вовремя!» «Помогите прижать ее!» Эрик и Алекс бросились на помощь. Втроем они быстро справились с существом, надежно прижав ее к полу. Она подавилась криком и замолчала. Федя остался на пороге, рассматривая происходившее. «Я чего в рукопашную пошел? Не мог пристрелить?» Эрик переводил дух, надежно прижимая ноги существа. «Ярня ваши генераторы!» Вит тоже пытался отдышаться. «Выстрелил я, а ей хоть бы хны!» «Федя, ну-ка пальни!» оживился Алекс. «Может, это у Вита бракованный?» «Не стреляй!» раздался неестественный, будто искаженный помехами голос. Все трое, державшие существо, разом отпрянули. Она тут же повернулась на бок и зашлась в продолжительном кашле. Никто не двигался. Молча наблюдали за ее действиями. Это действительно была женщина. Слух Федю не обманул. И очень похожа на человека, как и говорил Вит. Выдавали ее небольшие костяные наросты на голове, будто много маленьких рожек, проглядывающие сквозь волосы. И сами волосы тоже были какие-то необычные, сплетенные в множество тонких косичек, они будто бы мелко подрагивали сами собой. «Удивлены?» она подняла голову, взглянула на собравшихся. «Да, я разумно и могу с вами разговаривать. И много еще чего могу, если подумать», она хмыкнула. «Кто ты?» Эрик пришел в себя первым. «Не знаю. Правда, не знаю. Сколько себя помню, всегда жила здесь, как вы говорите, на стыке. А что было до и было ли без понятия?» «А имя-то есть у тебя?» «Это Алекс». «Ярга». «Слушай, ты, яга, ярга». Вид тоже вышел из ступора и, видимо, вспомнил, для чего сюда пришел. «Из-за тебя сейчас погиб мой товарищ. Такие, как ты, убили мою подругу и еще кучу людей». Он выхватил нож и двинулся на существо. «Я никого не убивала». «Ну да, он, Федя, видел тебя перед тем, как нас взрывом бросила. Твоих же рук дело, тварь!» Он подошел вплотную. Эрик и Алекс стояли молча, не вмешивались. «Да, моих!» Ярга крикнула отчаянно и зло. «Если б не я, вы бы все сейчас мертвы были. От блуждающего так просто не уйти». «Какого блуждающего? Чего ты мелишь?» Вид по-прежнему был зол, но чуть приостановился, ждал продолжения, хотя нож держал наготове. «Мы от аномалии уходили! Какой-то новый вид!» «Это и есть блуждающий!» Ярга тоже чуть поуспокоилась. «Он, если добычу почует, уже не отпустит. Но я его накормила, и он ушел». «Вот!» она сунула руку куда-то за пазуху и вытащила какие-то темные матовые камешки. Почти весь запас свой на него извела. Очень уж голодный был. «Бред какой-то! Голодные аномалии, говорящие мутанты! Хотя чему я удивляюсь?» Алекс сказал куда-то в пустоту, никому не обращаясь. «Увидела, что вот-вот вас съедят, вот и выручила на свою голову продолжало существо. «Зареклась же помогать вам! В прошлый раз еле ноги унесла, а теперь вот тоже нашлась тут помощница. Как-нибудь без тебя справимся!» вид говорил уже спокойнее. «А кому ты помогала еще?» Федя наконец открыл рот. «Да девки из ваших тоже. На них дикие напали, всех перебили, а она раненая смогла отползти в кусты. Там и нашла ее. Отнесла к себе, выходила. Сейчас слаба еще, даже встать без помощи не может. Но даст Бог через месяц оклемается. «А как ее зовут? Ну, девушку?» вид как-то сразу осунулся, расслабился, будто струна, державшая его в напряжении все это время, дошла до своего предела и лопнула. «Галей звать!» Ерга хмыкнула. «Что? Знаешь такую?» «Знаю». На Вита было жалко смотреть. Весь его грозный вид вдруг куда-то пропал, обнажив что-то мягкое, скрывающееся под ним. Кажется, впервые в жизни он вдруг почувствовал... Что? Раскаяние? Нет, вряд ли, но что-то похожее. «Спасибо тебе!» Наконец выдавил он из себя и отвернулся. «Галя всем нам дорога!» добавил Эрик. Он старался сохранить самообладание, но видно было, что и его эмоции через край захлестывают. «Спасибо, Ерга! Спасибо тебе!» «Видимо, судьба моя такая спасать, быть зеркальцем перед лицом человека в коме, показать вселенной, что жив он еще, рано хоронить собрались». Ерга тоже оттаяла, уже не стояла ощетинившись. «Зеркало настоящее в этом зазеркалье отражает настоящее, показывает правду». Эти почувствовал, что в горле защипало. Он тоже поспешно отвернулся, чтобы не показывать слез. «Красиво сказано, что-то в этом есть», заметил Алекс. «Может, ты отведешь нас к Гале?» Эрик все-таки справился с эмоциями и снова стал командиром. «Я вызову спасателей, они смогут вывезти ее отсюда». «Нет, не отведу. Там мой дом, хоть какой-то, и чужих я туда не пущу», она сказала это твердо. «И вы следить не пытайтесь, живыми не уйдете», но потом добавила мягче. «Она вернется к вам, когда сможет пройти дорогу. Обещаю. Но позже». «Так не пойдет. Это член моей группы, и я как командир...» «Оставь, Эрик», Вит сказал, не поворачивая головы. «Но она уже сделала столько, что мы все ей по груб жизни обязаны». Он вышел из комнаты, бросив уже из коридора. «Я пойду сос отправлю». «Пусть будет так». «Иди, Ярга, ты правда много для нас всех сделала. И, пожалуйста, верни нам Галю живой». «Обещаю», она сказала серьезно. «Я выведу ее при первой возможности. Надеюсь, вы удачно вернетесь». «Прощайте». Она вышла вслед за Витом. «Прощай», форум отозвались Эрик, Алекс и Федя. «Такая вот история. Теперь вы, думаю, понимаете, почему мне до сих пор так нравится теория зеркал. Все мы маленькие зеркальца, отражающие пространство. Ярга была ровным-ровным зеркалом, чистым и блестящим, и отражала самое светлое, что было в людях. А те отвечали ей взаимностью. А кто-то, как сам стык, грязное и кривое зеркало, поэтому и отражение получается уродливым. А когда много-много таких кривых зеркал собираются в одном месте, случаются войны, теракты и прочие катастрофы, когда пространство искривляется настолько, что начинает пожирать само себя. Фёдор оторвался от экрана. За окном давно была темень, он сам не заметил, что писал до самой ночи, и ему хотелось продолжать дальше, хотя к глазам явно требовался отдых. Он закрыл ноутбук и отправился на кухню, ибо есть хотелось зверски. Сидя на подоконнике с чашкой чая, он взглянул в окно. Ночной город светился огнями фонарей, жил своей жизнью. Жизнью сотен тысяч маленьких зеркал, а где-то невообразимо далеко, но при этом совсем рядом были другие зеркала, огромные, каждые размером со Вселенную. Чёрные зеркала пространства. Анна Ермоленко Проверка на вшивость Отделение Стройсь! Детекторы и оружие на изготовку! Старший сержант Калько дождался выполнения приказов, придирчиво осмотрел нас и скомандовал. Выдвигаемся! Солдаты, люди подневольные. Раз поступил приказ усилить охрану лагеря учёных в двух километрах к востоку, обязаны его выполнить. Хотя покидать укреплённую и вполне себе безопасную территорию базы совсем не хотелось. За время службы внутри периметра каждый на собственной шкуре успел уяснить — зона крайне опасное место. Самыми безобидными здесь можно было считать сталкеров. Ведь и вольные одиночки, и группировки, включая бандитов, предпочитали не пересекаться с военными. Напасть могли разве что фанатики из монолита или отбитые на всю голову ренегаты. Но такое случалось крайне редко и ближе к центру зоны. Хуже было, когда на пути попадались мутанты. Жуткие, кровожадные твари с особыми способностями разделывали человека на порционные куски считанные секунды. А ещё в зоне полно аномалий. Эти непонятно как появляющиеся, порой почти невидимые штуки, несли смерть всему, что попадало в их поле действия. Но с другой стороны, именно в аномалиях зарождались такие желанные для всех и крайне дорогие по цене артефакты. В этот раз отряду определённо везло. Дорога была чистой и гладкой, даже вороньё, постоянно кружащее в сером небе, не донимало своим карканьем. Когда до цели оставалось метров восемьсот, шедший впереди Ладынин вдруг поднял вверх кулак, призывая остановиться. Все тут же замерли, нервно оглядывая окружающее пространство в перекрестии прицелов. «Движение на два часа», тихо пояснил Ладынин, кивком указывая на заросли в сорока метрах от дороги. Калько внимательно посмотрел на кусты в оптику. Затем просканировал сектор детектором жизненных форм. Ничего. Конечно, сильно надеяться на прибор не стоило, он покрывал от силы метров тридцать, но всё же отсутствие лишних маркеров на мониторе немного успокаивало. «Чисто», объявил командир. Но в следующий момент, словно в опровержении его слов, ветки зашевелились, и из кустов появился человек. Безоружие, грязный, изувеченный, в сильно потрёпанном комбинезоне заря. Сделав пару неловких шагов, он замер. «Зомбированный», определил Зенкевич. Сержант выругался и включил рацию. «База, приём», говорит группа «Калько». «В квадрате 84 обнаружен зомбированный. Производим ликвидацию». Рация щёлкнула, и сквозь шорох помех пришёл ответ. «Вас понял. Поддержка нужна?» Командир посмотрел на одиноко стоящего мертвеца. «Сами справимся». «Удачи. Конец связи». Калько отключил рацию и вздохнул. «Ладно, хлопцы, упакуем беднягу и двигаем как только раздались первые выстрелы, из зарослей за спиной зомби выскочило больше десятка слепых псов. С матами мы тут же переключились на новые цели. Пару шавок повезло уложить почти сразу, но на этом всё. Остальные твари бросились в рассыпную. Они заметались вокруг отряда, приближались, снова отскакивали, резко меняли траекторию, не давая прицелиться. А потом у меня появилось мерзкое ощущение, будто что-то холодное и скользкое ползает прямо под черепной коробкой. И, похоже, подобное чувствовал не я один. Кальков вдруг перестал стрелять и весь затрясся, словно от сильного холода. «Командир!» посылал Зинкевич, тоже заметивший, что с сержантом что-то не так. На его окрик обернулся Ладынин. Так получилось, что ефрейтор чаще остальных общался со сталкерами и от них о зоне знал гораздо больше нашего. Глядя на то, как Калько деревянными движениями разворачивает ствол своего автомата в сторону сослуживцев, Ладынин сразу сообразил, что происходит. «Контролер!» закричал он. «Бегите!» Но было поздно. Рачкова и Першина прошила в упор. Зинкевичу зацепило предплечье. Псы перестали бегать кругами и ринулись атаковать в лоб. Жарову порвали глотку за пару секунд. Зинкевич и Артюхин стали следующими. Что стало с остальными, я не видел. Один из псов прыгнул на меня, целясь в горло. Я успел выставить разряженный автомат перед собой вместо щита. Пытаясь отбиться от твари, я споткнулся, потерял равновесие и кубарем скатился с дороги в кювет. В следующий миг мир озарила яркая вспышка. Голову вдруг сдавило ледяными тисками, звон в ушах заглушил звуки выстрелов, мышцы и внутренности скрутило жутким спазмом. Перед глазами поплыло и я отключился. Сознание вернулось, принеся с собой состояние, похожее на смесь жуткого похмелья и сильной простуды. Я открыл глаза. Полумрак. Над головой низкий серый потолок. Под спиной ощущается что-то жесткое. Несколько мгновений я лежал, тупо пялись перед собой, пока память не воскресила последние события. Марш-бросок, зомби, псы, мутант, сделавший из командира свою марионетку, смерть товарищей, падение собочины, яркая вспышка и адская боль. Я никогда не был особо эмоциональным человеком, но в этот раз накрыло. Осознание того, что все погибли, того, что легко мог последовать за ними, душило горьким комом. Перед глазами вновь и вновь вставала окровавленная пасть мутанта, клацающего в паре сантиметров от лица. Уши заполнило какафонии рычание тварей, выстрелов и предсмертных криков. Я зажмурился и зажал ладонями уши. Спустя несколько долгих мгновений паника отступила, оставив после себя усталость и пустоту. Я снова открыл глаза и только сейчас понял, что лежу на кушетке, неизвестно где, в трусах и майке, прикрытой тонким шерстяным одеялом. Осторожно приподнявшись на локтях, огляделся, насколько позволяло освещение. Небольшое подвальное помещение с низким потолком, кривые бетонные стены, земляной пол, у дальней стены узкая кирпичная лестница упирается в глухой железный люк. Возле входа едва тлеет электрическая лампочка. Из мебели лишь старая кушетка и табурет у изголовья. Остальное пространство помещения заставлено контейнерами и коробками с каким-то барахлом. Место явно не походило на казармы, госпиталь или камеру арестанта. Больше напоминало склад или бытовку завхоза. «Эй!» позвал я. «Есть тут кто?» Ответа не последовало. Подождав немного, закричал снова. «Эй! Здесь есть кто-нибудь? Ау!» И в этот раз никто не отозвался. «Либо за дверью никого нет, либо меня просто не слышно». Выругавшись, я осторожно поднялся с кушетки. В ушах тут же появился противный тонкий писк, заштормило, но в целом было терпимо. Глубоко вздохнув, осторожно двинулся к выходу. Едва я отошел от лежанки, люк с протяжным скрипом открылся. В комнату спустился мужчина. Довольно крупного телосложения, кучерявые в заре черного цвета. Несмотря на полумрак, незнакомец не стал снимать солнцезащитные очки. «Куда ты собрался?» спросил он, скрестив руки на груди. Глубокий вдох, выдох. «Слушайте, я рядов знаю!» Здоровяк оборвал меня на полусловие и кивнул в сторону кушетки. «Тебе рано вставать! Мне нужно назад часть!» Мне вдруг стало трудно дышать, начал ознобить, а комната опасно поплыла. Мужик ухмыльнулся и за пару шагов оказался рядом. Вытащив из кармана шприц, он вколол его содержимое мне в предплечье. «Там видно будет», туманно пообещал он, возвращая меня на кушетку. Спустя пару мгновений я снова отключился. Разбудил меня уже знакомый протяжный скрип. На лестнице снова появился кучерявый здоровяк. «Как самочувствие?» Приподнявшись на локтях, прислушался к себе. Боль и слабость прошли, а зноб и тошнота тоже. «Лучше», нехотя признал я. «Кучерявый кивнул. «Тогда поднимайся. Твой шмот в крайней коробке». Проводив здоровяка хмурым взглядом, я встал. В указанной картонной коробке действительно лежали мои вещи. Все, кроме оружия, детектора и денег. «Ладно, с этим разберемся позже», выдохнул я. Одевшись, осторожно выбрался из подвала. Снаружи обнаружилась полупустая комната ветхого деревенского дома, погреб которого местные умельцы приспособили под укрытие от выбросов. Кучерявый показал, где нужник, а после организовал банкет из пары банок с тушенкой, батона и горячего кофе. Когда моя банка показала дно, я решил прояснить некоторые моменты. «Слушай, там в коробке кое-каких вещей не хватало». «Это плата за спасение», усмехнулся здоровяк. Даже не видя глаз за темными стеклами очков и ощутил на себе его надменный, полный издевки взгляд. Кулаки сжались сами собой, но пришлось проглотить. Кучерявый уже вел меня по зоне едва заметными извилистыми тропами. Шли быстро, молча. Поначалу я пытался запомнить дорогу, но потом забил на это занятие. Да и смысл. Вскоре мы вышли к железнодорожной насыпи, под которой обосновался укрепленный блокпост. «Дальше пойдешь один», объявил кучерявый, протягивая мне мой же пистолет. Потом похлопал по плечу и усмехнулся. «Если выживешь, еще свидимся». Я одарил здоровяка испепеляющим взглядом, на что тот лишь снова усмехнулся и бесшумно исчез в зарослях. Глубокий вдох, выдох. Убрав пистолет в кобуру, я поднял руки над головой и пошел в сторону КПП. Мне повезло. Командиром взвода, охранявшего блокпост, оказался знакомый по учебке Шухрай. Увидев меня на дороге, Андрей чуть не посидел. И его можно понять. Оказалось, я отчислился трупом уже две недели. Убедившись, что перед ним не призрак и не зомбак, Шухрай поволок меня в коптерку. Там заставил рассказать обо всем, что произошло. Потом поведал свою версию событий. Из всего отделения выжил только Ладынин. Он каким-то чудом добрался до лагеря ученых и сообщил о встрече с контролером. Правда, когда группа зачистки прибыла на место, спасать было уже некого. Меня тоже приписали к погибшим, так как мой окровавленный, раскуроченный АКМ обнаружили рядом с какой-то разрядившейся аномалией. Мы долго курили молча, переваривая услышанное. Наконец Андрей нарушил тишину. Мой тебе совет, Костя, он выпустил густой облако табачного дыма, не воскресай, штабу такой кипиш точно не понравится. Помнишь, пару лет назад был похожий случай? По офицерам тогда неслабо прошлись. Много голов полетело, да и пацану нормально жить не дали. Кончил трибуналом и нарами. И что предлагаешь делать? Я устало посмотрел на него. Шухрай пожал плечами и сплюнул. А что тут другие делают? Я задумался. В словах Андрея был смысл, но паршивые чувства безысходности никак не желало отпускать. Шухрай вдруг подорвался с места. Давай-ка за мной. Спустя час я покинул блокпост, экипированный по самые уши. Андрей на прощание даже немного деньжат подкинул на первое время. По дороге не пошел. Насколько я помнил, этот участок обычно пасут бандиты. Встреча с ними ничем хорошим для меня не кончится. Поэтому побрел обратно вдоль железнодорожной насыпи. Пройдя почти километр, присел на шпалу. Закурил. Тяжелой тучей накатило осознание, что я уже никогда не смогу вернуться в ту, прежнюю жизнь. Для того мира меня больше нет. Я умер. А как жить в этом мире, я понятия не имею. Твою ж мать! В сердцах я схватился за голову. Ну и чего так убиваться, полюбопытствовал невесть, откуда взявшийся, кучерявый. Я взглядом послал его куда подальше. Здоровяк хмыкнул и присел рядом, доставая сигареты. Рассказывай. Пару минут молча курили, пялись на местные пейзажи. А потом я таки вывалил здоровяку все свои мысли и переживания о жизни. Он стойко выслушал моё нытьё, потом стрельнул окурок в кусты орешника у подножья насыпи. Не кисни, поднатаскаю тебя немного. Глядишь и приживёшься тут. Поднявшись, отряхнул штаны. Тебя как звать-то? Костя. Сорока. Кучерявый хмыкнул, снял перчатку без пальцев и протянул широкую ладонь. Визор. Я молча пожал его руку в ответ. Год. Целый год Визор терпеливо учил меня выживать в зоне. И, надо признать, у него это прекрасно получалось. Постепенно я привык к новой жизни. Втянулся. Под руководством Кучерявого быстро поднялся от отмычки до его напарника. И вскоре понял, что уже давно перестал быть погибшим Константином Сорокой. Теперь я сталкер Шмель. Почему Шмель? Говорят, что мой голос похож на его гул. Ну, со стороны виднее. В тот день мы с Визором наведались в бар. Несмотря на недавно прошедший выброс, народа в зале было довольно много. Пока Кучерявый пошел к торговцу решать дела, я взял пиво, тарелку жареных колбасок и сел за дальний столик у стены. По привычке стал слушать эфир, пытаясь выхватить из общего гула разговоров что-нибудь стоящее. За одним столом хвастались богатой добычей, за другим жаловались на лютующих на свалке гопников, справа когда бутылка опустела почти наполовину, среди прочих пьяных бредней за соседним столиком промелькнула фраза «Заказ на Белоглазова». Я прислушался. Оказалось, ренегат Шалый обещает очень большие деньги за информацию о местонахождении Белоглазова. Дело в том, что сталкера по прозвищу Белоглазый в зоне не существовало. Но я догадался, кого ищет Шалый. Вскоре вернулся визор. За пивом рассказал ему о заказе ренегата. Напарник нахмурился, кивнул, но ничего не сказал. Только когда вышли из бара, Кучерявый похлопал меня по плечу. «Не лезь в это, сам разрулю». Я кивнул, и визор пошел вперед. Разговор напомнил о себе где-то через месяц. В последней ходке визор повредил ногу. Не особо сильно, но на восстановление требовалось минимум недели-две, и напарник прохлаждался в бункере. Сначала я тоже хотел устроить отпуск, но потом понял, что плевать в потолок скучно, а уходить в запой накладно. Поэтому, пока Кучерявый лечился, я топтал зону. Я временно подрядился на кордон, водить новичков. Работа хоть и неприбыльная, но непыльная. Ко мне в группу попали двое. Трусоватый, но смышленый Серега и здоровый, как кабан, Димка. Жаль его. Простой, открытый. Такие в зоне долго не живут. Либо умирают, глупо подставляясь за других, либо ломаются. Рыга сказал доставить на свалку какую-то коробочку. Я взял груз, проверил экипировку, и мы двинулись в путь. Маршрут выбрал попроще. По пути показал новичкам трамплин и комариную пляж. Потом повезло завалить двух слепых псов. Но уже на подходе к свалке дорогу преградили двое. Хэй, бродяги, куда путь держим? Понимая, что, скорее всего, в ближайших зарослях прячется еще несколько молодцов. Резких движений делать не стал. Ребят, не лютуйте, я пустой. Видите, зелень веду, негоже мелких обижать. Но копники переглянулись, думая, что ответить. В этот момент из кустов выбрался невысокий коренастый мужичок с большим приплюснутым носом и куцей бородкой. Я выругался про себя. Гном. Старый знакомый. Этот просто так не отпустит. Гном поморщился, стряхивая с куртки налипшую листву. Грех прибедняться, шмель. Уж у тебя-то ништяки всегда имеются. Он отряхнул ладони друг от друга и сунул руки в карманы. Ладно, не очкуй, я не за этим сегодня. Поговорить хочу. Я обернулся на отмычек. За их спинами уже стояло четверо прихвостней гнома. Снова мысленно ругнулся. — Ну, говори. Коротышка медленно обвел взглядом живописные окрестности. — Неудобно как-то болтать на дороге. Вдруг людям мешать будем. Лучше отойдем немного. Я прищурился. — Гном, просто скажи, что надо и разойдемся. Бандит качнулся с носка на пятку и покачал головой. — Хотел ведь по-хорошему. В следующий момент за спиной раздались два глухих удара и отмычки синхронно рухнули на траву. Меня взяли на мушку. — Двигай! Гном кивнул в сторону зарослей, из которых недавно вылез. По едва заметной тропинке меня притащили в старый коровник. Пока шли, я пару раз порывался вырваться. Не вышло. На месте обнаружились еще двое бандитов. Внутри у меня стала нарастать тревога. Уж больно сильно ребята заморочились ради простого разговора. По прибытии гном с облегчением плюхнулся на покрытый брезентом ящик. От долгой ходьбы у него болели ноги. Затем он отправил пятерых ребят охранять периметр, чтобы никто не помешал нашему душевному общению. Трое оставшихся молодцов связали мне руки за спиной и, усадив на чурку напротив гнома, замерли рядом почетным эскортом. Ну, вот теперь поговорим спокойно. Карлик потер колени и полюбопытствовал. Ты же с визером в паре ходишь? Бывает. Его вопрос мне совсем не понравился. Гном просто так человеком интересоваться не станет. Когда планируете следующую ходку? Я рассмеялся. Ну, ты даешь. Это уж как зона решит. Ладно, хрен с тобой. Гном почесал нос. Понимаешь, Мель, у меня к визеру дело важное на очень большую сумму. Но проблема в том, что визер куда-то пропал. Если он не появится, то дело прогорит, а значит и деньги. Ты же знаешь, как такое не люблю. Я начал догадываться, зачем коротышка ищет напарника. Не иначе прознал про заказ ренегата. А эти романтики больших дорог и за меньшую сумму мать продавали. Я понятия не имею, куда свалил визер, фыркнув изображая полное безразличие к вопросу. Неделю его согнувшись пополам, рухнул на колени. Подручные гнома милостиво дали отдышаться, подождали, когда сяду обратно на чурку. Слушай, гном, если визер тебе что-то должен или обидел как, спрашивай с него, я при чем? Что я имею предложить твоему напарнику, не твое собачье дело, карлик закурил. Просто скажи, где он. Сказал уже, покривился я, огоревшего прикладом. Я не в курсе. Снова удар прикладом. Брешешь! Гном выпустил в прохудившийся потолок густое облако дыма. Снова удар, в этот раз кулаком по почкам. Ставлю сотку, что знаешь все его берлоги. Не, даже больше поставить могу. А пин-код от банковской карты не сказать? Не дерзи, покривился гном, в то время, как мне снова прилетело по почкам. В таком духе разговор продолжался около получаса. За каждый ответ, который не устраивал коротышку, тут же следовал удар. Вскоре я уже с трудом мог ровно стоять на коленях. После очередного вопроса вместо ответа сплюнул кровью на берце гнома. Его ребята шутку не оценили. Снова удар под дых, и я рухнул, хватая ртом воздух и стараясь не отключиться. В этот момент у гнома появился гость. Со своей точки обзора я видел только обувь, но, если честно, меня сейчас больше волновало собственное положение, а не личность посетителя. Каким ветром в наших краях? поинтересовался гном, и в его голосе его ловил напряжение. Да так, хотел узнать, как дело движется. Раздался приглушенный хрепловатый голос. Работаем, заверил гном. Результат скоро сам увидишь. Скоро? В голосе гостя послышалось недоверие. Смотрю, ты, кроме моего дела, еще сбором долгов занят. Это не клиент, а информатор, пояснил карлик. Че разница, шалый? От его слов у меня внутри все похолодело. Шалый? Тот самый ренегат, заказавший визора? Гость хмыкнул и неторопливо подошел ко мне. Знаешь, гном, я тут подумал, а на кой мне посредники? В следующий момент зазвучали выстрелы. Когда все стихло, с ужасом понял, что рядом остался только ренегат. Шалый не спешил. Сначала обошел всех бандитов, добивая выстрелом в голову, затем вернулся ко мне и пустился рядом на корточке. Определенного возраста и странного вида комбинезоне нижняя часть лица скрыта платком, от холодного взгляда пробрала дрожь. «Как кличут?» спросил он. «Шмель!» прохрепел в ответ. Шалый кивнул. «Слышал, ты знаешь визора?» «Если скажу нет, ты поверишь?» «А ты умный малый», смыкнул ренегат. «Давай так, скажешь мне где визор, и я заплачу тебе пятьдесят лямов зелеными». Пару мгновений смотрел в ледяные глаза. «Серьезно?» ренегат пожал плечами. «Вполне». «А на кое столько бабок покойнику?» шалый заржал. «Варит у тебя котелок, шмель. Хорошо варит». Он отер с уголка глаза несуществующую слезинку. Потом сделал новое предложение. «Ладно, тогда так. Говоришь к девизор и уходишь отсюда живым». В этот момент я очень пожалел, что руки связаны за спиной и показать пафосный жест не выйдет. Поэтому просто послал его словами. Шалый покачал головой и достал нож, рывком поставив меня на колени потянул голову назад за волосы. «Последний шанс передумать», прошептал он на ухо, приставив лезвие к моему горлу. Плеваться и сыпать нецензурщиной не стал. Смысл? Просто закрыл глаза. Но вместо боли в горле был удар по затылку. Очнулся и испытал дежавю. Низкий потолок, кривые бетонные стены, тусклая лампочка, железный люк. И я в жутком состоянии, полуголый на кушетке. И чего не понимая, встал, отыскал в ближайшем ящике свой шмот и выбрался из подвала. Визор сидел за старым обеденным столом в углу комнаты, чинил детектор. Я плюхнулся на стул напротив. Закурил. Мы с Рябининым как братья, вдруг заговорил Кучерявый, служили вместе в спецподразделении. Когда нас списали по состоянию здоровья, попали сюда, в группировку долг. Сначала чистили зону от мутантов и маргиналов, а потом я вляпался в аномалию. Визор горько усмехнулся и указал на свои белые глаза без зрачков. Как легко догадаться, после этого я сам стал для долга порождением зоны. Рябинин встал на мою защиту. Не буду впадать в воспоминания, но по итогу я стал визором, а за ним закрепилась слава ренегата. Я потушил окурок и, сцепив пальцы в замок, посмотрел на напарника. Выходит, вы с шалом друг друга знаете? Он отложил детектор. Да, и я просил его тебя не трогать. Говорил ему, что ты хороший парень и тебе можно доверять. Но Рябинин и раньше был слегка шизанутым, а в зоне так вообще временами ку-кух и едет. Визор всерушил волосы на затылке. Он вбил себе в голову, что ты лезешь ко мне в напарники из-за моей способности видеть аномалии. Вот решил устроить тебе проверку на вшивость. И судя по тому, что ты жив, ты ее прошел. Некоторое время сидели молча. Я пытался разобраться в мыслях и эмоциях. Визор не торопил. И сколько еще у нас таких счастливчиков? Наконец поинтересовался я. Кучерявый усмехнулся. Пока ты единственный. Он вытащил из-под стола большой контейнер с артефактами. Это тебе от него в качестве извинения. Если тебе станет легче, я набил этому придурку морду. Похлопав меня по плечу, визор вышел из комнаты, оставив осознавать услышанное. Вы слушали сборник рассказов «Зона. Жестокость и гуманизм». Источник «Сталкер-бук». Читал Олег Шубин. «Сталкер-бук». «Сталкер-бук».»